Сегодня наступила уже весна, и я хочу всех поздравить с наступлением весны. И действительно, когда наступает весна, знаете, внутри у нас просыпается какая-то подрась, какая-то что-то хочется к чему-то к лучшему прийти, что-то улучшить, кто-то хочет сразу в спортзал пойти, кто-то хочет сразу какой-то ремонтик сделать, что-то посадить в огородики. То есть традиционно, когда весна наступает, то есть это каких-то изменений, какое-то воодушевление, какое-то что-то идет. И когда мы говорим, какой же есть способ жить лучше, если мы сейчас обратим внимание на слайд, который находится на экране, то действительно первое, что у нас такое всплывает, это вопрос, что всегда лежит на поверхности. Это, конечно же, денежек немножко побольше хочется, немножко энергии побольше хочется, немножко хочется побольше движений и так далее. То есть такой вот паркет, ремонтик сделать, машину, хорошо поменять, еще что-то по путешествиям. Но это все обычно лежит, конечно же, у нас на поверхности. Если мы немножко посмотрим так глубь, вообще улучшений, то всем, конечно же, хотелось бы, чтобы все хорошо чувствовали себя. Чтобы не, когда мы говорили слово здоровье, это не когда там что-то не болит, а когда непосредственно у вас энергии больше. Когда хочется вот что-то сделать, какие-то планы исполнить, какие-то, знаете, вот сесть, ручкой записать какие-то планы, не просто там фантазировать себе, да, а записать какие-то действительно планы и дать себе обязательство исполнить эти планы. Например, исполнить какие-то свои мечты, не просто свои мечты, какие-то свои хотелки, да, а помочь как-то своему окружению, своим родственникам, своим близким. Например, не себе машину купить, а родителям машину подарить. Может быть, впервые в жизни. А чтобы родителям машину подарить. И вообще даже мало кто об этом задумывает, потому что все думают обувь себе купить. А вот почему о таком не задумываются? Наверное, потому что не хватает свободного времени, не хватает немножко денег, не хватает немножко энергии, немножко здоровья не хватает. Так вот, презентация, которая сегодня будет, это как раз таки о том, как на этот уровень подняться намного выше. Именно как улучшить свою жизнь. И действительно, мир сегодня очень сильно изменился. В плане того, что если даже вот... Ну, я вспоминаю, например, 20 лет назад, когда можно было в любой парк зайти, и в любом парке были такие, знаете, фонтанчики, где можно было воду попить. Вот я такие фонтанчики встречал разве что в Катаре, разве что в Дубае, в аэропортах такие еще, знаете, есть. Можно попить воду. А так мы заходим в аэропорт и видим, что там бутылка воды стоит, например, тысячу рублей, какая-то бутылка воды, которая стоит 100 рублей, например, в другом месте. Просто место переставляют, и это пластиковая бутылка, уже вода в ней стоит уже тысячу рублей. Раньше такого мы даже представить себе не могли. Раньше мы не могли себе представить, что мы будем полностью кушать пастфуды, пластиковую еду, пластиковую пастфуду везде, все вот это пластик, пластик, пластик и так далее. То есть такая пластиковая жизнь сегодня. И вот чтобы оттуда... И пластиковое мышление, соответственно, когда у вас все вокруг, вот это все окружает, у вас и мышление такое же становится, потому что мы в социуме живем, да, так и очень социально. И такого ли будущего вообще вот, ну, как-то наши предки нам так думали о таком ли будущем, да? Но есть, конечно же, способ жить лучше и вернуться немножко, вы знаете, к натуральному, к настоящему, к настоящему правильному мышлению, да? Но, как говорится, знаете, человек – это есть то, что он ест, да? И вот если правильную еду есть, если правильно, например, если у вас будет правильная энергетика, правильное здоровье, то, конечно же, совершенно другие мысли будут, совершенно другие будут достижения и результаты в жизни каждого из вас. Действительно, сегодня, знаете, вот такая есть, действительно серьезная потребность у людей вернуться к таким вот базовым ценностям, так базовым ценностям, где здоровая пища, где здоровая еда, где люди красивы, естественным образом, они когда-то себя меняют там с помощью там сотен или пятидесяти, или десятков операций там и так далее. То есть раньше об этом даже представить себе невозможно было, сейчас это уже без этого там через интернет там люди жить не могут, да? Это если мы поговорим о красоте. Если мы поговорим о экологичности, конечно же, люди сегодня хотят, ну, как-то, знаете, поменять свою жизнь, какой-то бизнес начать, да? Да, но бизнес сегодня, так как у всех есть смартфоны, телефоны, компьютеры, уже, ну, многие из нас знают, что бизнес можно вести благодаря интернету, находясь абсолютно в любой точке мира. Опять же, встает вопрос, а как же выбрать такой бизнес, да? Хочется выбрать такой бизнес, чтобы он был экологически правильный, да? То есть с точки зрения энергетической, там, экологии, да, чтобы земле помогать, чтобы людям помогать. Представьте, да, вот, вы выбрали такой бизнес, который и вам нравится, и нравится всем людям, да, еще это приносит деньги, еще это приносит деньги в любой точке мира, где вы находитесь. Открыли свой телефон, открыли компьютер, заработали денежек, выбрали новое путешествие, поехали путешествовать, потому что путешествовать тоже все абсолютно точно любят. И для путешествий нужна, конечно же, энергия. Для путешествий очень классно, когда вы путешествуете в компании, потому что, ну, вот, объектов более 50 стран, я знаю, там были такие места, где там, ну, так красиво, ну, прям дух захватывает и поделиться нескольким. Вот, ты это видишь, ну, как хочется, чтобы рядом какие-то люди вот оказались, хочется сюда вернуться, сблизь, то есть вот это, ну, это действительно, ну, реально очень хочется, да? И когда вот у вас такое окружение, да, здоровых, правильно мыслящих, зарабатывающих людей формируется, это, конечно же, очень-очень круто. И сегодня я хочу рассказать о компании, я не один буду об этом рассказывать, да, о компании, которая, ну, на самом деле молодая компания, абсолютно еще такая, знаете, юная компания, она еще только-только, вот, знаете, скоро должна родиться. У нас 8 апреля будет только официальное открытие компании, да, но компания, она находится на очень серьезном, мощном фундаменте. Вот пространство, в котором мы сейчас находимся, здесь раньше была компания американская, да, то есть, ну, в связи с тем, что сегодня сильно мир изменился, большие там идут изменения, там, два года назад никто даже не знал, что нам всем маски оденут, в магазинах там не будут разрешать, там, нам что-то купить там и так далее, то есть на самолетах запретят летать и так далее. И случилась такая история, что порядка там, ну, десятков компаний ушли из рынка американских, да, американские компании, которые в индустрии, о которой сегодня пойдет речь, ну, добились, ну, совершенно потрясающих результатов. Это миллиардная индустрия, в день там рождается больше, там, одного миллионера долларов, да, в мире, вот, в той индустрии, о которой сегодня пойдет речь. И на самом деле индустрия, которая сделала огромное количество, знаете, не просто богатых людей, а там сотни, тысячи, даже миллионы людей обучила в мире быть, вот, знаете, как бы такой, вот, я считаю, вот, та индустрия прямых продаж, о которой сегодня пойдет речь, это, ну, по сути, новая такая интеллигенция, потому что люди, которые, ну, занимаются, да, вот, которые зарабатывают серьезные деньги, они не могут уже оставаться на том месте, в котором они когда-то были, да, им надо всегда расти, а расти, для этого нужна действительно энергия, для этого нужна какая-то действительно серьезная компания, которая будет, следующий слайд, действительно серьезная компания, которая будет, ну, основываться на серьезном мощном фундаменте, да, то есть, когда ты можешь не просто там загадывать там на месяц, загадывать на год, а когда ты можешь загадывать на десятилетия. И компания, о которой сегодня пойдет речь, это компания «Новая волна», в пространстве, в которой мы находимся. Это как раз фундаментальная компания с очень большими перспективами и с очень серьезной надежностью. Компания, которая, по сути, является домом брендов, эксклюзивных продуктов. То есть линейка сегодня постоянно увеличивается. Сегодня следующий спикер расскажет совершенно с профессиональной точки зрения о нашей линейке. И я вообще в эту компанию пришел, когда мне попал один продукт. Я его попробовал и понял, что почувствовал в нем очень сильный потенциал, потому что он мне понравился. А я знаю по себе, если мне что-то в жизни понравилось, то и искренне я это полюбил, то все мое окружение точно будет этим пользоваться. То есть так у меня по жизни всегда происходит. Сегодня, нет одного слайда, но хотел как раз представить человека, который действительно фундаментальный человек. Это легенда MLM-индустрии, Мария Госпл. Это основатель компании «Ньюбейв». Это человек, который, ну скажем так, легенда целой индустрии. То есть вот MLM-бизнес у нас в стране появился примерно 25 лет назад, так в среднем, можно сказать, и 25, может даже уже 30, потому что есть такие, как их можно назвать, динозавры, которые вот еще прям самые-самые начинали это все дело. И раньше в этой индустрии было достаточно сложно там зарабатывать, достаточно сложно было достигать огромных результатов, потому что не было знаний. А сегодня уже знаний очень много, да, и вот Мария – это вот прям целая эпоха, это человек эпоха. Человек, который в свои там 17-19 лет уже в этом возрасте являлся легендой сетевого бизнеса. То есть Мария стояла на сцене на многотысячной аудитории, и ее поздравляли, и говорили о десятках тысяч долларов, которые она получает ежемесячно. На тот момент можно было квартир, несколько квартир покупать, то есть на эти деньги, ну это очень огромное достижение. Для такой, знаете, для человека, который просто очень хотел добиться результата, да, и вот он добился, да, и вот в течение огромного времени Мария обучала, вела за собой огромные команды по всему миру с точки зрения как сетевого лидера, да. А потом она уже стала управленцем серьезной компании больших, то есть это человек, за которым, ну лично я, когда понял, что Мария находится в компании «Новая волна», я сразу принял, знаете, такое решение, что мне интересно в этой компании, я сразу почувствовал потенциал из будущего многомиллиардной компании. И, собственно, да, мы находимся в офисе компании, в центре Москвы он находится, да, вот сейчас, да, очень я рад вас всех сегодня видеть в этой аудитории, да, сегодня, вот наша аудитория растет постоянно. Я думаю, что там есть пространство, вот, а когда я сюда зашел, я думаю, каждый здесь присутствующий, вот, ну, именно такое же чувство истык, и тут, знаете, как очень тепло, очень как дома по-домашнему, тут 10 часов вечера, 11 часов вечера, я вот не знаю, я в 12 часов ухожу, ну, то есть отсюда даже, ну, вот, утром рано все приходят и уходить не хочется, потому что такое вот, знаете, такое пространство такого, ну, действительно, здесь чувствуется энергетика очень мощная, и хочется всегда ей насытиться этой энергетикой, поэтому, кто еще не был в офисе «Новой волны», обязательно посетите этот офис. Собственно, для кого вообще «Новая волна», для кого вообще этот бизнес, для кого эти возможности, ну, абсолютно для каждого человека, у кого есть смартфон. У кого есть смартфон, поднимите руки. А у кого нет смартфона, поднимите. А кто руку не поднял, теперь поднимите. В общем, да, друзья, действительно, сегодня даже банковских карточек у людей, у многих нет, там, по миру, там, в нашей стране, да, но смартфоны абсолютно есть у всех. Вот для любого человека, да, можно его использовать, знаете, как устройство, на которое мы тратим все свое время и тратим деньги туда и так далее, можно использовать это устройство для того, чтобы и получать правильную информацию, и зарабатывать совершенно большие деньги, да. То есть это подходит абсолютно всем, там, и блогерам, и студентам, и предпринимателям, и целеустремленным людям, да. Ну, на самом деле, есть люди, которые целеустремлены, да, и они всегда ищут возможность. Вот это самые-самые классные ребята, которым, для которых мы можем быть именно проводниками. То есть вот если у нас в окружении есть такой человек, который целеустремлен, который ищет возможность, чтобы у него было больше свободного времени, чтобы он начал больше зарабатывать, чтобы он мог путешествовать, да, по всему миру, чтобы он мог не просто сам зарабатывать, а чтобы вся команда, компания зарабатывала, да, с которой он общается, чтобы постоянно быть в энергии, постоянно быть в ресурсе, да. Вот если есть такие люди у вас в окружении, да, но они не могут найти эту возможность, обязательно им предложить. Поверьте, они будут вам очень-очень благодарны. Тут я не увидел одного слайда по поводу DSA, да. Мы входим в ассоциацию прямых продаж, и компания, очень мало компаний на рынке, да, которые входят в ассоциацию прямых продаж. Именно благодаря Марии Постол, человеку с безупречной репутацией, да, человеку, который является основателем данной компании, мы еще даже не открывшись, уже вошли в ассоциацию прямых продаж. То есть туда попадают компании, у которых очень четкий прозрачный маркетинг-план, очень четко прозрачно работают все бизнес-процессы, да, это очень четкое понимание, есть продукты, есть лицензии, есть сертификаты и так далее. То есть это официальный полностью бизнес. То есть это бизнес, где можно зарабатывать, скажите, вот как вы считаете, а может человек зарабатывать миллионы, пять месяцев? Кто так думает? А пять миллионов можно честно зарабатывать в месяц? Абсолютно точно можно. Вот и это совершенно реальный инструмент, как можно, вот компания, платформа, новая волна, как угодно вы можете назвать, это инструмент, где можно абсолютно каждый здесь сидящий человек зарабатывать миллионки более в месяц. Всего лишь надо научиться делать, строить организацию, делать товарооборот, и компания, согласно маркетинг-плану, вам это абсолютно точно выплачивает. Что-то прям в момент времени, прям вот сразу что-то выплачивает, там, раз в неделю и так далее. То есть компания также, если обратим внимание на следующий слайд, использует новейшие разработки российских ученых. Новейшие разработки, они не просто, да, вот сегодня придуманы, это разработки, которые разрабатывал еще на Советский Союз. То есть это разработки, которые делались огромными институтами, да, и, собственно, следующий спикер, который я сейчас представлю, да, мной очень уважаемый человек, это почетные, потомственные ученые практики, которые, знаете, не понаслышке работал и с медициной, и работал с учеными, да, и, собственно, те продукты, которые я попробовал, ну, я расскажу чисто про себя, да, вот, нет ни одного продукта, в который я бы не был влюблен. И я точно знаю, что есть еще такие продукты, которые скоро будут внедряться, но это совершенно потрясающий продукт. Это, знаете, это продукты, за которые можно гордиться. То есть и компания, да, за которую можно, почувствуя этот потенциал, можно гордиться, и продукты. А компания, она на сегодняшний день постоянно увеличивает линейку, да, благодаря директору по науке Владимиру. Я сейчас хочу представить Владимиру. Владимиру, можно? Я, на самом деле, очень сильно уважаю Владимиру и понимаю, какой колоссальный опыт, какой колоссальный богат знаний, умений, практических знаний, да, стоит за вот этим волшебником. Поэтому, Владимир, я вот всем говорю, что называю вас волшебником. Вам слово, вам слайд, да, может, сейчас будет перестать, сейчас Сергей поменяет. И если вы еще не попробовали, друзья, продукцию, да, кто-то еще не попробовал, обязательно возьмите себе несколько видов продукции, потому что кто-то берет немножко, кто-то еще. То есть продукция работает совершенно потрясающе. А почему она так работает, Владимир нам же всем расскажет. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Я не волшебник, я только покучу. 37 лет в празднике, но все равно еще лучше. Вот, и компания действительно у нас молодая. Вот, она уже, я считаю, что у нас уже делается. И, как говорят, вот о кушетке янеколога, когда ребенок раздается, видит какой-то здоровый, 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 здоровый. Я вот участвовал как раз при родственной компании, компания родилась, на самом деле, очень здоровая. Я нарасту прямо вот на радость всем. Да, ребенок, конечно, здоровым, веселым, сытым и не больным, да. То, чтобы он не был больным, конечно, это я бы больше делать, внедрять определенные продукции нашей компании. Вот, как я говорила, я с компанией уже прямо со слухов, с начала ее существования. В общем, меня пригласили работать. Я в сетевом бизнесе никогда не был до этого, да. Вот, как-то относился к нему, ну, как все люди, которые развиваются, да. Ну, когда мне объяснили, что, в принципе, я не могу, в принципе, и говорить, что что хочу, да. И огромная аудитория, которая может меня слушать. Раньше как, какой-то продукт произведешь, и пока его внедряешь, проходит очень много времени, да. И пока проходит это время, продукт уже устарел, да. А сейчас мы делаем продукцию быстро. Мы делаем продукт, в течение двух-трех месяцев он уже выходит к нам на продаже. Люди уже пробуют, в общем, да уже пришла-пошла прямая обратная связь, все, продукция входит в комментариях, да. Это раз. Потом мы, как ты говоришь, у нас нет кучи последних между нами, да. Там всем известно, что в аптеках продукции там набирают тысячу процентов, две тысячи процентов, три тысячи процентов, да. Я вот вчера заходил, у меня надо было какой-то препарат купить для бабушки, у которых денег мало. Я говорю, у вас есть такой продукт? Она говорит, нет. Я говорю, аналог есть, аналог есть. Я говорю, сколько он стоил? Тысячу рублей. Я говорю, он стоил 30 рублей. Он же такой же, такой же, да. А почему он стал? Ну вот, да. Вот это вот ответ. Вот, поэтому мы без посредников создаем нашу продукцию, которая прямо от нашей компании привезет вам. В общем, привезете, получаете вознаграждение, получаете здоровье и получаете, в принципе, компанию, в которой мы находимся. То есть это у нас как дома. Я уже прихожу, я не пойму, где у меня дом, где у меня работа, да, как бы все перемешалось на самом деле. Вот. Ну, а сейчас я немножко, я 37 лет, у меня практики большие очень. Я начинал там с врача скорой помощи, потом реанимация, в общем-то работал во многих клиниках, служил в четвертом управлении, ходил там в форме погоны, да. Вот, потом началась перестройка, я уволился, потому что подписка 25 лет давала, мне не хотелось, мне хотелось мир посмотреть. Вот, поэтому, слава Богу, мы там подписку сняли, я пусть там есть, да. В общем-то, и поездил, я знаю, вот, и индийскую медицину, я веду очень хорошо, вот у нас тоже партнеры появлялись из Индии, да. Вот, и китайскую медицину, и наша хорошая, и различные литератские травы, вот. И в 90-х годах, когда, в конце 90-х годах, вот, мной был создан Денчурный фонд, Денчурный фонд, это куда все эти записатели приходили в то время и приносили свои наработки, которые не были никому нужны. И потом, я уже наблюдая 21-й век, вот, я вижу вот эти разработки, которые нам приносили, да, а люди их готовы были отдать, там, за 100 долларов, да, за палку колбасы. Я смотрел, вот эти наработки, они уже нобелевские где-то оказываются, они в Японии какие-то пробиотики дорогие вышли, да. То есть все, что есть в мире, на самом деле, сформировано в России, вот это абсолютно будет. У нас самая лучшая медицина и самая лучшая микрограмма, она так и будет. Ну, еще вот эти ракеты, которые летают, тоже у нас самые лучшие. Ну, это второй вопрос, это чтобы там никто не лазит. Вот, и поэтому я согласился сразу, мне здесь работает очень-очень интересно. И первый продукт, с которым мы стартанули в нашей компании, и с которым я, в принципе, и зашел сюда, я предложил, давайте попробуем, делаем очень интересный напиток, название его «Кионвейб». И его второе название, как все знают, это «Щелочная бомба», да. То есть при таком составе, то есть состав полностью природный. Он состоит из сока-высококонцентрированной, он состоит из кислот определенных, да. Там есть и кинтарная кислота, и молочная кислота, в общем-то, и уникальный продукт гидропроцитин мицеллярный, да, который чудеса в моих сосудах, да. И то есть мы собрали все это в одну вот маленькую баночку, да. Это баночка, на самом деле, вот элипсир здоровья Амлета, на самом деле, да. Вот, и все, кто пробовал, все получили прям эффектно, получается моментально, да. То есть сразу говорит, что я такой выпил, да. Такой интересный, да, сразу так, какой-то элипсир, зрение становится ясное, настроение хорошее, вот бодрость, вот реально, да. Вот, то есть так вот встретиваешься, лет 20 встретишься, на самом деле. Вот. Продукт очень интересный, он тоже, стоя его из СССР, от ученых, разработки были очень интересные. Вот и в свое время, он под другим брендом, конечно, был, в общем-то, но он творил чудеса. Их есть клинические испытания колоссальные, да, то есть его сначала начали использовать для лечения открытых форм куберкулеза. И при стопроцентном изучении 92% недоставлены, 8% так, в общем-то, не соблюдали определенные режимы, но это показатель очень мощный. Вот, и мы ввели его в нашу компанию, вот добавили туда, естественно, СОПНОНИ, наш любимый, потому что компания, она специализировалась как раз на СОПНОНИ, и с него стартовала. Про глуптнули – это отдельный разговор, почему мы его используем. И, в принципе, вот, и что он дает? Да, как я говорю, он дает дитокс. РАД, да, вот, он восстанавливает формобиоз кишечника, тоже очень важно, микрофлору кишечника, потому что в сердечной среде у нас катокенная микрофлора вся не живет. У нас уходят многие болезни, снимает отействительный срез, срез дает бодрость, хорошо показалось себя в спортивной медицине, в общем-то, для различных видов спорта, повышали КПД у спортсменов, в общем-то, выносливость. Вот, очень хороший антивирусный препарат, насколько я вот знаю, насколько я его использую практически. Ну, даже если кто-то, например, заболевал, КОРЗ или КОРЗ, потому что я считаю, как заболевания нет, в общем-то, при приеме ионвейва практически моментально идет выздоровление. То есть, если так, люди месяцами болели и квасились, скажем так, то 3-4 дня и ты полностью здоров, да? А как профилактическое средство, оно вообще не дает вирусам проходить в организме. Ну, со старта, как я вам говорил, уже там ходят нони, это наш любимый нони. Вот, пюре, 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 плодов нони. Вот, арулия черноплодная, черноплодная рябина, сморозина черная, пиктосидирская, и пиктосидирская как раз вот с гидроклассетином нашим мицеллярным. Вот, большое количество витамина С, вот, и комплекс природных кислот, куда входит, так же, в каждом диспоте, хорошая дозировка. То есть, здесь в каждом клакончике очень большая дозировка, это сутки сутки сутки, как витамины, то, что нам надо. Вот, следующий продукт, который мы выпустили, вот, мы выпустили нони ультра. В нашей компании стоял такой вопрос, выпустить нони классический? Громче, говорят. Громче? Да, 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 только выпустили. Хорошо. Вот, нашей компании стояла задача такая, альтернативная, то есть, выпустить сок нони старой, который у нас был, классическая форма, нони классический, оригинал, вот, или сделать что-то новенькое. Поэтому мы решили все-таки пойти таким тоже сложным путем и создали продукт нони ультра, да, мы создали его на основе нашего классического нони. Мы добавили туда некоторые ингредиенты, да, мы немножко поменяли состав. Мы добавили туда виноградный сок из красного винограда с большим содержанием респиротропа. Мы добавили туда сок граната, да, цельно выжатого, причем гранат тоже подбирали очень тщательно. Вот, у нас гранат азербайджанский, это самый практически лучший в мире считается в Азербайджане гранат, да. То есть, эти два сока, они на самом деле сами по себе творят чудеса, да, то есть, нам не надо, как говорят, полезно выпить там 30-50 грамм красного вина, да, в общем-то, но можно выпить 30-50 грамм нашего нони, да, там респиротропа содержится столько же, сколько в бокале вина красного, да. Вот, ну и, конечно, гранатовый сок, это просто, это, восточное здоровье, все знают, это и здоровье крови, и здоровье кожи, и здоровье ЖКТ, да, и гемоглобин нормальный, и все противоспалительное. Вот, и добавили туда, так, добавили туда цитрат Змайя, очень интересный продукт, который раньше использовался косметологами для омоложения кожи и лица, вот, и реально Змайя омоложивает, все, кто пробовал какие-то косметические средства, Змайя, эффект очень хороший, да, но одновременно заметили, что идет омоложение, ну, то есть, он подтягивает. Органы, он стимулирует мышцы, то есть, он делает человека, вот, ну, реально молодым не только снаружи, но и внутри, вот, и опять так же, вот, хорошая концентрация нентарной кислоты, вот, которую мы добавили тоже, мы ее любим, ее много не бывает, потому что нентарная кислота – это топливо для нашей клеточки, для АТФ, вот, ну, но ничем он хорош, в общем-то, то есть, он стимулирует, конечно, кровообразие. Вот, он очень хороший ноутроб, то есть, он питает сосуды мозга нашего, да, поэтому он очень хорошо для тех, кто занимается умственной работой и физической работой, да, вот, он улучшает мышечный тонус и кожу, и мышцы, в общем-то, да, вот. Еще и очень хорошее свойство, он является довольно мощным антидепрессантом, да, что важно, потому что сейчас люди, многие находятся в депрессии, потому что жизнь такая сложная у нас, в общем-то, да, и еще весна как-то затянулась, солнышка нету, да, вот, февраль, март – они самые депрессивные месяцы, да, вот, по статистике. Просто, когда я работал на скорой, я знаю, что такое вот эти месяца, да, и, в принципе, прием, но не ультра, дает нам вот эту депрессию идти, да, то есть, он сглаживает, он нормализуется, он очень хорошо, вот, также хорошо он идет для спортсменов, мы тоже пробовали, да, в общем-то, и нормализация сна действительно есть, его можно на ночь принять спокойно, и высыпаешься за более короткий промежуток времени, в общем-то, энергия есть, вот, и, конечно, как и все наши препараты, он является очень мощным антиоксидантом. Вот, следующий продукт, следующий продукт – это продукт коллаген, мы выпустили его в трех вариантах, да, это коллаген антиэйдж, антивозрастной, само по себе говорить, это коллаген энерген, который дает энергии, и это коллаген слим, который дает нам возможность оттянуть фигуру, убрать лишний, в том числе и элистеральный, вот, в него входит, конечно, мы долго подбирали тоже состав, какой же коллаген взять, потому что коллагенов много, есть коллаген куриный, есть коллаген из КРС, вот, есть растительный коллаген, который, ну, растительный коллаген не очень работает, к сожалению, да, потому что коллаген, он содержится в основном в животном продукте, вот, и немножко его содержится в обовых и в орехах, в общем-то, ну, были попытки сделать коллаген из морских водорослей, ну, как, вот, он пока еще очень сложно идет, эта программа, да, поэтому мы взяли самый безопасный, самый проверенный, мы взяли морской коллаген, вот, причем эффективного типа, этот коллаген добывается из мелкой рыбешки, вот, которая еще не успела нахватать вот эти радиации, как большие рыбы, да, большие рыбы плавают, они за время своей жизнедеятельности, они набирают и радиацию, и тяжелые металлы, вот, которые откладываются также у них вот в жировых тканях, поэтому мы пошли вот этим путем. Мы выбрали самую лучшую компанию, вот, которая производит свою продукцию и в Китае, и в Таиланде, и в Японии даже, да, под единым брендом, то есть качество хорошее, и в Европе берут, и в Индии тоже поставки хорошие, в общем-то, и чем он хорошее, да, во-первых, у нас очень большая дозировка, в одном флакончике 15-15 тысяч миллиграмм, да, это большая суточная дозировка коллагена, достаточная для даже уже взрослого организма, которому коллаген необходим, да, вот, а потом, также мы все это заложили на основу сока нони, да, потому что мы стараемся везде как-то придерживаться от нашего нони, но не десерта, скажем так, вот, и обратите внимание, какая концентрация у нас витамина С, то есть сколько миллиграмм, да, это для чего сделано, потому что коллаген без витамина С не усваивается, да, как я уже говорил, можно съесть ведро холокса, и ты не получишь результат, а можно выпить маленькую нашу стыночку, да, с таким содержанием витамина С, и коллаген, и ты получишь суточную дозировку вот именно коллагена. А коллаген – это наш основной строительный материал, да, из него построены практически все мы, некоторые органы коллагене там 80 с лишним процентов, это и мышцы, и кости, и даже наш мозг, сосуды, и когда не хватает коллагена, человек начинает стареть, да, почему стареет? Появляются морщины, появляются сосудистые какие-то проблемы, суставные, да, это нехватка коллагена. Вот, до определенного возраста коллаген поступает в организм достаточно и усваивается достаточно, но где-то после 50 уже нехватка коллагена, конечно, идет колоссальная, и мы видим все, что после 50 у людей начинают появляться морщины, суставные какие-то проблемы, мужские и женские болезни, да, там проблемы с волосами, то есть становятся хрупкие, седые, в общем, это вот именно все связано с коллагеном. Вот, три еда коллагена, почему и кому мы рекомендуем? Антиэйч, это мы рекомендуем для людей, которые стасковались по коллагену, да, в общем-то, коллаген-кенеджер подходит практически всем, я бы даже сказал, чем раньше его начинать принимать, тем лучше, принимать коллаген можно где-то по 5, вот так вот, где-то, когда еще нет первых морщин мимических, да, тогда, принимая коллаген, мы можем уйти вообще вот от того, что мы молодость, очень молодая. У меня была встреча дня три назад, я был очень, конечно, изъявлен, пришла такая женщина, и мы с ней начали разговаривать, она тоже занимается коллагеном, реально, да, ну, еще такими нанотехнологиями, вот, ну, я думал ей лет 45, вот, честно, да, когда мне сказалось 70, но я просто не поверил, вот реально, да, вот просто не поверил, все видел, да, ни единой морщины, молодая, только когда встала, я понял, что 70, ну, по некоторым признакам, но вот там, чисто, фасад, шикарный, вот, поэтому коллаген, коллаген, это хорошая работа, вот, и, то есть, кому энергия показана, это хорошо принимать, спортсменам, молодежи можно начинать принимать, в общем, это кто ведет умственную работу, студентам, потому что коллаген, он, я так говорил, мы с Гаварией, тоже у нас является коллаген строительным материалом, поэтому он показан всем, и коллаген слим, это, как я сказал, это кто имеет лишний вес, вот, или для спортсменов, потому что у них есть строгие, например, правила, что им надо попасть в какую-то весовую категорию определенную, да, вот, и они худеют, что-то сидят на диетах, вот, коллаген слим вам позволяет довольно быстро решить эту проблему, причем не труждая себя какими-то диетами, потому что он жирает висцеральный жир и переводит энергию глюкозы, которую мы получаем не в жир, а в энергию, вот, результат хороший, единственное, что вот кеноржи все-таки я не играновал бы во второй половине дня принимать, потому что он действительно кеноржи все принимал, замечает, можно бодрствовать после того, не заснешь даже с нашим ноги ультра, но это я уже рассказал, как они делают, это вот последний продукт, в котором буквально вот только-только сделали, это кулевый гуминовый комплекс, очень интересный продукт с хорошей историей, и он сейчас очень моден везде, вот, и моден не только в России, и, как всегда бывает, моду дали мы в России, да, потому что кулевый гуминовый комплекс занимался еще свидетелем, как я говорил, который у нас в храмах везде, да, вот, он, в принципе, родоначальник такой был, потом его немножко забыли, потом в мифах и в войну опять вспомнили, когда была нехватка медикаминовых препаратов, он себя тоже показал очень активно, вот, а, в принципе, история какая, то есть, когда свидетель Лука, он раньше был хирургом, он оперировал очень много, но было очень много, ну, осложнений после операционных, вот, в то время антибиотиков не хватало, чего-то не хватало, вот, один раз к нему пришел один старец и сказал, слушай, попробуй, вот, принес какую-то дверь паночку, говорит, попробуй ее, потому что мы ей лечились еще в наполеоновской войне, вот, то есть мы, израненные бойцы, заходили в болото, вот, мазались, буквально через два-три дня выходили откуда-то здорово, в общем, он начал пробовать, он начал наносить на раны, и к великому так удивлению, что раны заживали буквально прям на глаза, да, вот, и потом он уже стал давать ее ослабленным пациентам внутрь, да, эти результаты были точно такие. Я по своему опыту знаю, не по наслышке про кульверо-гуминовые комплексы, потому что мы раньше студентами нас отправили, что я строю отряд, я как-то приехал в деревню, где-то в Бельский район, там очень интересная деревня была, там Карелы одни были, да, я обратил внимание, что у них люди практически не болеют, вообще не болеют, да, у них хорошие зубы, все, дети раздаются нормально, живут до глубокой старости, я начал искать, в чем же секрет, то ли они пьют, то ли они едят что-то интересное, да, а потом мне рассказали, говорят, вот у нас речка потекает, а речка потекает через портельник как раз, и там вода такого коричневого цвета, и они пьют ее просто, они знают, что ее можно пить, не кипячая, потому что она практически стерильная, и они эту воду всю пьют, они в ней моются, у них шикарные волосы, и они все и готовят, вот такой маленький секрет, да, и мы решили, в принципе, вот так же, все-таки, что мы подбираем продукты очень интересные, да, мы решили только тоже воспользоваться этими данными, потому что на рынке пулевые гуминовые дисфорты есть, у меня вот если зайти, у меня там дисфорт завален, выбросили кучу, но еще куча осталась, да, то есть все, что на рынке есть, на рынке очень много, есть какие-то супер дорогие продукты, бутылочка маленькая, там 30 миллилитров стоит 8 тысяч, 10 тысяч, да, ну я посмотрел, я не буду ничего говорить, но слабые продукты на самом деле, да, ну там больше маркетинг-код и там больше наживы, потому что это стоит там 100 рублей, продают по 7 тысяч, в общем-то, ну, бог им судья, как говорится, это не наша задача, вот, и мы решили все-таки выпустить поливограмминовый комплекс в такой вот форме, чтобы он был комфортный и удобный, и чтобы, ну, всем он попросил, да, поэтому в общем-то в виде концентрата, вот очень такой красивой бутылочки, и вот этот концентрат, в принципе, это суточная дозировка, даже можно его там на 2 дня растягивать, да, это концентрат, который, вот он, да, вот он такая приятная, очень бутылочка, я даже вот приятно в руки брать, все, кто берут, радуются, вот, в принципе, вот его растворяешь, полтора литра воды, вот тебе на сутки хватает, да, то есть мы получаем вот ту трофеновую воду, про которую вам рассказывали, да, которую здесь есть, вот, ну, это, во-первых, это тоже у нас щелочная формула, да, вот, какие свойства нашего блэк-вейта, да, первое, что он делает, конечно, это ночнейший детокс, да, то есть он вытягивает, вот, вот это редкий продукт, который вытягивает тяжелые металлы, да, которые практически вытянуть невозможно, это свинец, ртуть, вот то, что мы накопили, да, причем вытягивает он их очень быстро и качественно, да, вот как магнит собирает стружку металлическую, вот так он все вытягивает из-за этого, да, да, буквально там через неделю-полторы уже, вот, практически, если сдавать анализы, то есть можно посмотреть, что в тяжелых металлах может, да, это первое вот его такое основное, я считаю, функция, да, потом входящие в состав его инулины, инулины, да, они питают нашу микробиоту полезную, и после приема он-вэйфа у нас восстанавливается кишечник, вот, все замечают, да, то есть, а кишечник – это наш иммунный орган, это, я считаю, орган практически номер один, номер два после мозга, да, они поймут, что без чего преднимают, вот, поэтому комплекс состоит из двух молекул, первая молекула – это куливовая кислота, эта кислота очень, скажем так, мелкая, которая проникает прямо в саму клеточку, в общем-то, и она является как носитель, носитель гуминового комплекса, а гуминовый комплекс – это все аминокислоты, микроэлементы, витамины, вот, и как раз вот в этом кузырьке, в бутылочке, да, это вот суточная дозировка аминокислот, витаминов, микроэлементов, которые им учат заставить, вот, были, были наблюдения, у меня лично были наблюдения, у меня ребята, которые голодали по 40 дней, я им давал куливовый гуминовый комплекс, они голодали 40 дней в них спокойно, абсолютно спокойно, да, то есть вода и все, и гумина, в общем-то, то есть показания очень хорошие, и они говорят, раньше, когда они просто на воде голодали, то сложнее, там были определенные моменты, средства, да, по 3-й день, 7-й день, там, 14-й день, когда человек могут даже увезти в больницу, надо под присмотром врача, да, вот, по гуминам комплекса, они, вот, эти средства все ваши. Вот, ну, рекомендовано спрашивать, кому принимать, я считаю, что ее надо всем принимать, потому что это, это практически наша вода, вот, мы же покупаем воду 5-литровую, да, непонятно, как, но вот это, по-моему, сам, управляйте и пейте ее постоянно. Вот, про косметику, это немножко не моя, конечно, тема, это у меня больше супруга должна выступать, но ее сегодня нет, да, ну, я просто скажу, что мы также добавили туда, вот, экстракт гмаи, вот, хорошие пептиды, очень, я вот, знаю их название и знаю, как они работают, да, вот, пептид яда змеи добавили, очень хорошо на кожу влияет, вот, ну, гиалуроновая кислота, как всегда, и хорошее содержание витамина Е и витамина А, это здоровье нашей кожи. Вот, косметику женщины, наверное, уже оценили, в общем-то, я считаю, что она тоже очень удачная. Вот они в двух видах у нас выпущены, разглачивающий крем и мультиактивный кислород. Вот, ну, в принципе, вот я вам немножко рассказал про то, чем мы занимаемся в компании, вот, вот, ведем мы вперед, у нас впереди разработки очень интересные, ну, компания говорит, не надо пока рассказывать, чтобы не гладить, но, в принципе, в апреле мы ждем еще один интересный продукт, он и молодежи будет интересен, и всем, в общем-то, я думаю, что успеем выпустить открытие компании. Все, спасибо всем за внимание. Друзья, как вам информация, которую Владимир только что вам рассказал? Супер, да? Продукты крутые, современные, нужные каждому. Ну, и, конечно же, когда есть классный продукт, есть надежная компания, то, конечно, есть возможность здесь хорошо зарабатывать, получать доход на этом. И следующий спикер как раз расскажет об этом, как здесь можно заработать, сколько можно заработать, поделиться своим опытом. Прошу вас поприветствовать следующего спикера. Это предприниматель с более чем 20-летним стажем в МЛМ-индустрии. Это человек, который работал в банковской сфере, человек, который зарабатывал более миллиона долларов и зарабатывает. И это бренд-партнер компании «Новая волна» Сергей Савич. Спасибо. После Владимира выступать, я еще до сих пор под впечатлением продуктов. Надо еще, каждый раз слушать, у кого ощущение слушать про продукты, то есть еще раз купить. У кого есть такое, да? А вот представьте, у вас дома есть продукт, который люди приходят, пробуют и хотят сразу купить. Что бы с этим делали? Продавали. А если бы у вас его много было? А если бы вам его даже продавать не надо? Когда бы там в магазине, в магазине, в магазине. Скажу, какая консентрация. Представьте, магазин работает 24 часа в сутки, люди делают покупки со всего мира, а вы сразу получаете с этого дохода. Кому это нравится? Вот, в принципе, компания U-Wave, она для этого не создавала, чтобы из-за людей, с одной стороны, пользоваться хорошим продуктом, а с другой стороны, получать доход. Обычно мы все только платим, а на нас зарабатываем. Эта концепция позволяет быть в этой цепочке, когда ты получаешь часть дохода за счет рекомендаций. Кто-нибудь когда-нибудь в своей жизни рекомендации давал или пользовался рекомендацией? Конечно. Ну, сто процентов, да? То есть, и нам обычно за это не платили. Вот здесь, поэтому сейчас как раз моя задача вас с этим познакомить. Ну, в двух словах о себе немножко расскажу, как я в этом институте попал. Я более 10 лет работал в банке. 7 лет занимался кандидатованием. И чем выше двигаешься по карьерной лестнице, доходы растут, а времени с работы у вас практически нет. Кто на зарплату, на работу работает? Ей, да? Понимаете тогда, о чем я говорил. И более того, попал в руки статистик, которая как раз показывает, что большинство людей в мире работа, 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 виднее, классно. Давайте я вам просто нарисую, потому что она меня забила, и с этого я принял решение, надо что-то в жизни менять. Смотрите, как же будет большинство людей? Примерно до 20 лет люди получают какое-то образование, учатся, и на основе этого дальше идут в огонь. Потом 40 лет, по 40 часов в неделю, и что их в итоге ожидает? Пенсия. А вот здесь как раз начинается самое интересное, потому что более 50% людей, да, пенсионного возраста даже не доживало. То есть они вот здесь, в погоне за деньгами, сыграли в ящик. Из тех, кто дожил, 96% у них сразу резко падает уровень жизни. То есть они уже не живут, а там доживают, доживают, доедают, до нашего, до держат и так далее. 3% это люди, которые вот на этом жизненном пути как-то думали о будущем, куда-то откладывали, или у них, может быть, в Москве у многих там квартира осталась, да, они ее сдают, и у них уровень дохода как-то сохраняется. И всего лишь 1% становится финансовой свободой. Что такое финансовая свобода, знаете? А? Давайте, варианты такие. Когда ты что делаешь? Отдыхаешь. Ближе, ну, давайте, чтобы мы с вами на одном языке говорили. Финансовая свобода – это когда ваш пассивный доход, то есть ваш пассивный доход превышает ваши расходы. То есть вы с денег, или там с каких-то активов, получаете денег больше, чем вам нужно. Вот это называется уровень финансовой свободы. У меня за спиной было 10 лет, и я понимал, что я как-то несусь вот сюда, а я вроде и куда-то даже, да? А вы, кстати, в каком категории хотели оказаться? В группе. Кто в одном проценте? Не все, кстати, поняли. Хорошо. Кто в одном не хотел поняли, а оказаться? Еще раз давайте. Кто в одном проценте хотел оказаться? Что-то я понимаю. Но, наверное, те, кто не хотел, они в этом сам по тем или иным причинам не попали. Там, Вселенная как рождает одну информацию. Такой, чтобы сюда попасть, нужно решить две задачи. Задача номер один. Какая? Здоровье. Правильно? Сохранить здоровье. Были ли люди на этом жизненном пути, которыми хорошо зарабатывали? Были. Мы часто вот сюда в ящик сыграли, там дома настроили, яхтно покупали и в ящик сыграли. Самый большой, спать, вложить, это работа денег, а второе. Поэтому первая задача сохранить народы. Задача вторая, это как раз создать пассивный документ. И то, о чем мы сегодня будем говорить, оно позволяет эти задачи решить совместно. Причем не когда-то в светлом будущем электронному возрасту, а буквально за один-два года. Кому такая концепция нравится? Вот, тогда слушайте внимательно. Итак, первое. Первое, нужно понять, как работает схема. Как обычно, любой товар попадает на группу. В группе у нас огромное количество товаров. Когда вы придете, иногда посмотрите, и вообще не понимаете, как эта вещь у вас оказалась, почему вы ее купили. Она не нужна, как в телесборной, да? Но она есть. Так вот, любой продукт попадает следующим образом. Производство. Дальше, для того, чтобы люди узнали об этом продукте, когда его выпустят, что делать? Сделается, проводится рекламная кампания. Благодаря этому рынок узнает, что появился такой продукт. Дальше, после рекламной кампании крупный опыт развозят по странам, средний опыт по регионам, мелкий опыт по городам. И вот уже в городах мы с вами что делаем? Приходим в магазин, в какой-нибудь торговый центр, в родинце, и там покупаем, собственно, продукции. Так вот, 80% статистика говорит о том, что 80% всех товаров и услуг в мире покупается не потому, что вы рекламу посмотрели, а либо по рекомендациям, либо постоянными клиентами. И, соответственно, реклама всего лишь 15-20% для того, чтобы вы узнали и начали пользоваться. Кстати, на каждом этапе перевозка, хранение, реклама, перевозка, хранение, реклама, вопрос, кто за это, за все платит? Да мы с вами платим, когда приходим, вот как сейчас, кстати, очень хорошо, что Владимир привел вот этот пример, когда за лекарством пришел, тысяча рублей, да, аналог стоит 30. Почему аптеки за 30 не продают? Да потому что им прибыль нужна, им не нужны здоровые люди. Вся эта система медицины построена на то, чтобы люди, вот, кстати, очень важно, да, понимать, чтобы люди вот на этом этапе не сдохли, сорваться, ну, я грубо говоря, но это так, потому что каждый из вас пополняет пенсионный фонд, там мужичку такую большую, в которой все делят, по-моему. Но желательно, чтобы вот досюда мы не дожили, иначе придется пенсионными накоплениями делиться, да, для государства лишняя нагрузка, для нагрузки лишние, и вот эта вот операция коронавируса, которая по всему в первую очередь она просто в первую очередь была на уничтожение пожилых людей. Ну, как мы отменились, да, так вот, если раньше, когда было достаточно здоровых продуктов на рынке, ну, особенно в нашей стране у людей там были участки, там огороды, да, и, собственно, с вами питались нормально, даже несмотря ни на что, то сейчас это все сложнее и сложнее делать. Почему? Потому что экология портится и целенаправленно уничтожают, даже сейчас выводят сорта растений, которые, в принципе, не могут сами воспроизводиться, надо специально закупать у специальных компаний, которые это производят. Вот в таком мире дурацком мы с вами живем. Вот. И все вот это вот цепочки это поддерживают. Почему? Потому что магазинам нужен не живой продукт, а который подешевле, который подольше хранится, но зато красиво выглядит. Да? То есть пластиковую, как вот Денис сказал, пластиковая жизнь, пластиковая еда. Нам с вами что нужно? А нам с вами нужна здоровая еда и здоровые продукты. Поэтому появляется другая схема. Я производитель. Мы сами производим продукт, напрямую его выкладывают в интернет-магазет, и напрямую человек приходит и берет. Вопрос остается один. Как люди узнават, что такая замечательная штука, которая продляет их жизнь, на рынке есть? Каким образом можно сказать? Единственным. На чем 80% товарообороты делаются? На рекомендации. Да? И вот когда вы это понимаете, а за рекомендации здесь вам еще и денег платят. И когда люди задают вопрос, сколько стоит продукт? Друзья мои, он бесплатный. Сделай несколько рекомендаций и пользуйся бесплатно. Вот в чем концепция. Какая разница, сколько он стоит? Если тебе деньги, за это все равно возвращаются. А если он тебе действительно сильно нравится, то ты еще и будешь зарабатывать, потому что тебе денег будет приходить больше, чем ты тратишь. Вот как вы думаете, вот такая концепция покупателю лучше, чем он здесь? Кто считает, что лучше? Вот теперь дальше тогда внимательно слушаем, как это все работает. Все деньги. отлично. Итак, это мы уже смотрели. План вознаграждений. Смотрите, здесь 7 видов вознаграждений. Можете себе просто смотрим, я просто каждый из них подробно разберу. И мы с вами сейчас всех подробно разберем, потому что это важно понимать, откуда складываются доходы, что вы здесь можете получить. Первое, что важно понять, что есть несколько входов в компанию. 5 пакетов. Вот этот главный слайд, который вам нужно записать, фотографировать или запомнить, потому что он будет определять, сколько денег вы будете зарабатывать. Первый пакет 7,5 тысяч рублей стоит. На любой пакет он содержит продукт. Да, вот смотрите, продукт в нашем бизнесе это как топливо у машины. Если мы хотим от одного дома до другого проехать, там изразится сколько топлива в баке, но если мы собираемся отправляться в дальние путешествия, то что нужно? Желательно заправить целый бак. А теперь представьте, что от того, сколько вы бак заправили, вам будет зависеть, какие скидки вам будут давать на бензин. Ну вот здесь примерно так же. Пакет 7,5 тысяч, 15, 30, 60, и 120. В принципе, самый дорогой пакет, который дает максимальное преимущество по цене айфона по большому счету. У кого есть айфоны или там смартфоны или у кого еще раз руки поднимите, ну у всех. То есть, соответственно, бизнес наступит кому? Всем практически, даже с максимальными пакетами. Вот. И дальше, для того, чтобы поддерживать доход, вот смотрите, я могу получать доход со своих покупок и могу получать доход со всех покупок, которые пошли от меня. Ну, давайте я вам по-простому нарисую. Скажите, пожалуйста, у кого есть знакомые, которые хотели бы жить лучше, иметь больше свободного времени и больше зарабатывать? поднимите руки. А у кого таких знакомых больше десяти? Поднимите руки. Ну, давайте по активной участке десерта и мальчиков. У кого-то нет знакомых, которые хотят быть. Есть, да? Вот давайте, например, смотрите. Если вот я познакомился с концепцией и десяти людям показал, как жить лучше, можно это сделать? они сделают то же самое сколько человек, сделают то же самое тысячу человек, они сделают то же самое десять тысяч человек. Вот еще Кенри Форд сказал, можно сто процентов работы делать самому и получить сто процентов прибыли. А можно дать возможность заработать сто людям и получить 100% прибыли, если по одному проценту заработать. И мы что? Мы будем иметь свободное время и деньги. Вот фишка нашего бизнеса, что можно даже не ставить, можно и тысячи, исти тысячи, и ста тысячи, и миллионов людей, но не лично само мной. Лично мы десятерых научили работать с интернет-магазинами. И вот теперь для того, чтобы со всей этой массой людей получать доход, нужно 35 серий в месяц делать товарооборот. Ну это примерно 5000 рублей. То есть самому на 5000 рублей в месяц покупать в магазине продукты. Есть одна проблема. Вам всегда будет хотеться больше. Потому что на 5000 что-то как-то не разгонишься. у меня продукт быстро заканчивается, поэтому берешь больше всегда. Так, у меня опять не переключаются слайды. Итак, бизнес-уровень можно взять сразу, максимальные пакеты, получать максимальную выгоду. Для тех людей, у кого совсем плохо, можно взять любой пакет и потом бизнес-уровень повышать. Повышается он двумя способами. Первый способ – это личная покупка. Мы просто покупаем продукт, заправляем бак, и у нас повышается бизнес-уровень до максимального. Второй способ – это когда вы рассказываете людям, люди открывают для себя бизнес, эти объемы тоже повышают вам бизнес-уровень. Поэтому цель какая – дойти до максимального уровня, максимально быстро. Дальше. Первый вид дохода, который мы начинаем получать – это розничный доход. У нас могут быть партнеры, могут быть сто клиенты. Ну, как в любом магазине. Есть люди, которые по розничной цене берут просто магазины для себя, а есть, которые хотят бизнес строить, и они купили по опыту. Я вам честно скажу, вот я с 2003 года, когда с банка с первого шел в индустрию, я продажник никогда не занимался. Я не люблю продавать. Мне дешевле, не дешевле, а приятнее человеку угостить, дать бесплатно, подарить и так далее. Вот тот тоже любит дарить больше, чем продавать. Поднимите в скидку. О, супер. Тогда бизнес давай, да? Но тем не менее, если есть люди, которые любят и умеют продавать, вот здесь они могут зарабатывать 30%. Более того, могут давать скидки. У вас свой интернет-магазин, вы даете скидку, человек доволен, но вы все равно получаете доход и объемы. Кстати, когда клиенты идут, тогда вам идут в счет 35 CV в вашем личном объеме. Но я сразу перехожу к рекламной бонусу. Это когда я показываю, как можно брать продукт напрямую в компании по оптовой цене. Тогда и человеку выгодно, и мне выгодно. В этом случае вы все равно получаете свой доход. Опять, в зависимости от пакета, вы получаете от 15 до 30%. То есть, представьте, человек взял продукт, вы 30% заработали. Выгодно? И вот здесь все, что нужно уметь делать, чтобы получать этот доход и вообще строить бизнес, три вещи. Первое – знать, как зарегистрироваться. Дальше – знать, как купить продукт. И третье – показать другим, как это делается. Любой из вас есть сегодня, кто первый раз пришел на Вишнику? Есть, да? Посмотрите, вы сегодня вот послушали, вам показали, как зарегистрироваться. И уже сегодня вечером вы можете заработать свои первые деньги. Вот нет такого бизнеса в мире настолько простого, который может сделать любой человек. И вот реклотинг-бонус как раз позволяет вам каждый день зарабатывать деньги, потому что здесь деньги вы плачете на век. Человек зарегистрировался, купил продукт, тут же деньги у вас на счет. Не надо ничего ждать. Дальше. Ну вот здесь пример показан, как рассчитывать. Я сейчас за расчетку буду даваться – это не сильно важно. Дальше следующий вид дохода – это командный бонус. Что такое командный бонус? А вот смотрите, допустим, я пригласил 10 человек. Вот эти 10 человек разбиваются у меня. У меня есть две команды – левая и правая. И они встают друг за другом. Вот кто первый подсуетился, первый встал, остальные люди, когда подключаются, они первые уже с этого будут получать документы. Чем быстрее человек включается в систему, тем больше идет под него переливов от спонсорской работы. И что важно, вам не нужно 50-100 человек, тысячи. Вам по большому счету нужно, чтобы в одной ветке работал, был активный человек, в другой ветке был активный человек. И вы уже можете стать миллионером. Вот. Поэтому, если хотите быстро двигаться, кто хочет быстро зарабатывать и много – дмитрий Руслан. Все, да? Вот сами же передачи дают. Ладно. Поставьте сюда 10 человек. Поставьте сюда 10 человек команды. Из них гарантирую. Система работает. Будут рабочие люди, благодаря которым у вас вся система будет двигаться. Более того, для того, чтобы включить командный бонус, вам достаточно, чтобы один сюда встал, один сюда. Все. Вы все виды дохода запустили. Ваш магазин начал работать на полную катушку. И у вас уже начинает формироваться не один магазин работать, а начинает формироваться сеть интернет-магазинов. Вот. Ну, как рассчитывается бонус. Всегда две команды у нас. Система смотрит. Каждый вот этот бонус уплачивает слишком отдельно. Система смотрит, в какой ветке у вас побольше оборот. Да? Эта ветка у вас остается, а выплата будет по меньшей ветке, где меньше оборотов. Причем вот разница между большим и меньшим оборотом, она переходит на следующий месяц. И опять, доход будет зависеть от того, какой у вас пакет. Чем больше пакет, тем больше процент. Вот со всего этого командного оборота вы получаете. Есть ограничения, правда. Кто любит ограничения? Нет, да? Все любят безграничные проценты. Но здесь ограничения есть. Не более двух миллионов рублей в неделю. В неделю вы можете получать по этому бидроходу. Но, хорошая новость. Таких людей, которые это перешагнут, будет примерно один процент. Как только человек это перешагивает, ему автоматически открывается еще одна доходная позиция, которая снимает, собственно, эти ограничения. Дальше. Следующий вид дохода. Бонус соответствия, или его еще называют матч-конус. Или бонус дохода ваших людей. Вот я часто говорю, представьте, как бы изменилась у нас с вами жизнь, если бы нашим учителям платили, ну, хотя бы один процент дохода ваших людей. Когда-нибудь задумывались? Хорошее предложение. Хорошее предложение. Хорошее предложение. Вот у нас это реализовано. Когда ваш человек начинает зарабатывать, вы получаете процент с его доходом. Ну, вот давайте я вот пример приведу. Я когда ушел из банка и перешел в эту индустрию, у меня не было цели становиться миллионером, зарабатывать миллионы, миллиарды. У меня была цель за следующие 10 лет создать себе источник пассивного дохода, который приносит деньги мне, независимо от того, работаю я или нет. У меня, конечно, ушло не 10 лет, а меньше, уже через 5 лет я зарабатывал свой первый год. И вот максимальный чек у меня был 120 тысяч долларов в месяц. Вот представьте, вы такого человека пригласили, вы за это получаете 15% с дохода. Вот представьте, чем 100 тысяч, у вас 15 тысяч долларов в месяц пассивного дохода только по этому виду дохода. Выгодно? А таких людей можно 2, 3, 5, 10. Вот на старте компании чем хорошо? Весь оборот, вот сейчас по большому счету сидят цели люди, которые будут делить оборот со всего организма. А компания, кстати, планирует останавливаться на российском рынке, да? А выходите на международные. И все будет зависеть, чем больше людей вы подключите, тем больше вот таких таких доходов вы будете получать. Причем обратить внимание, вы не только за личным приглашением получали. Вы на все уровни глубину получаете доход с доходов ваших людей. Это очень хорошие деньги, заложенные в систему вознаграждения. Дальше, следующий вид дохода, который уже начали получать люди в компании, это когда ваш доход по командному бонусу превышает 20 тысяч рублей в неделю. 15% вам компания добавляет и складывает в накопительный пул, как знаете, 13-я зарплата. И как там накапливается 500 тысяч рублей, вам приходит такая премия на счет. Кто хотел бы получить, а кто бы хотел такие премии каждую неделю получать, или каждый месяц. Вот такая возможность есть. Да, есть уже люди, которые получают такие премии. Как накопительный пул работает, как он сказал. Дальше, следующий вид дохода для самих арбитов. А кто бы хотел получать доход вообще со всего оборота компании? Поднимите руки. Есть такие. То есть, по сути дела, как совладелец компании ставит. Вот одно дело моя там команда, а другое дело все люди работают в компании, а вы как совладелец. Такая возможность тоже есть. Есть лидерский пул, их даже целых три. Вот здесь впервые появляется такое понятие, как квалификация. И, так, 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 быстро побежал никуда. Соответственно, в каждом туре по одному проценту. И когда вы двигаетесь на максимальной ступеньке квалификации, вы начинаете получать доход со всего мирового оборота компании. Как же сделать? Более того, двигаясь под квалификационной лестницей, вы еще и подарок получаете. Кто любит получать подарок? Все. Круто. Вот тогда, опять, слушайте внимательно, как это работает. Квалификация зависит как раз от товара оборота в слабой команде. То есть, с него же мы деньги получаем, чеки, да? И он влияет на квалификацию. Что хорошо, во многих компаниях квалификацию надо каждый месяц заново делать. Знаете, как будто каждый месяц ты начинаешь все с начала. Оборот обнулился и опять погнал. Здесь не так. Здесь все квалификации обороты на кофей. Кто-то будет двигаться по квалификационной лестнице быстро, кто-то будет двигаться медленно. Ну, допустим, кто-то 10 человек пригласит за день, а кто-то пригласит за месяц, а кто-то пригласит за год. Какая разница, да? Так вот, вы в любом случае двигаетесь. Смотрите, на первых квалификациях подарки такие небольшие. И больше того, эти подарки больше такие. Реклама компании, которая за вас. Вы идете, например, в футболке New Wave, люди спрашивают, что это такое. За то, что в этом футболке хожу, мне деньги платят. Как вы думаете, какой у них следующий вопрос будет? Где взять такую футболку? Как ее получить? Правильно? Вы говорите о квалификации. Дальше. Когда дошли до квалификации супервайзер, здесь уже пошли подарки такие посерьезнее. Обратите внимание, многие люди копят зарплату, свою зарплату или залезают в кредиты, чтобы купить тот же смартфон. Вы просто за то, что получили хорошие деньги, вам компания смартфон дает подарок. Так приятнее? Приятнее. Дальше. Дальше двигаемся. Подарки растут и становится все приятнее и значительно. Кто любит путешествовать, поднимите руку. А кто любит путешествовать за чужой счет, чтобы за вас доплатили? Вот здесь такая возможность есть. Опять, многие люди там целый год копят, работают, 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 копят на путешествие. И вот раз в год там поехали на пару недель куда-нибудь съездят. Кстати, по статистике 75% людей в нашей стране даже за гран-паспорт ездят. Они никогда в жизни не встречались. А кто бы хотел по миру поездить? Поднимите руку. Вот у компании прямо есть цель. Своих партнеров возить по всему миру. И 8 апреля, когда будет рождение компании... Кстати, мы сегодня говорили про маленьких ребенок и так далее. У нас нет еще ребенка. Вы все это беременность. Роды будут 8 апреля. Вот. И вот 8 апреля будет объявлено первое путешествие. И кто хочет в него попасть, я очень рекомендую не ждать 8 апреля. А прямо сейчас уже на этом начинать работать. Вот. И за квалификации будут путешествовать и за то, что вы выполняете еще квалификации, которые компания дополнительно объявляет. Ну и на самых высоких квалификациях вы получаете машины и так далее, то есть бизнес-классы, когда опять то, на что люди уже годами копят, вы просто получаете за хорошую работу. Кому нравится такая система? Кому нравится компания? Супер. Есть у нас еще одна очень важная вещь. Кто работал в индустрии МЛМ, знает прямо у сетевиков, есть такая боль. Вы строили, 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 наконец построили, а потом компания раз и поменяла условия. И все, что вы настроили, или еще хуже, раз и вас терминировало. Он сказал, что-то ты как-то плохо себя ведешь, еще что-то придумывают. Это вот прям боль у сетевиков. Знаете, здесь есть били о правах, которые вам гарантируют, что вас никто терминировать не будет, что никто маркетинг-план без согласия лидерского совета институтеров менять не будет. То есть компания вас с самых первых шагов, она еще не взялась, но уже защищает. Потому что Мария сама прошла весь этот путь. Денис рассказывал уже. То есть в 17 лет, вот как сейчас ребята сидят, молодые, в 17 лет она пришла в индустрию. Все родственники были против, все говорили, что чуть ли не спасать ее хотели. Но ей понравилась концепция, она имела большое ритм. Вот тот, кто видит, тот, что не видит. Если вы сегодня делаете то, что не хотят или не могут другие, завтра вам получаете тот стиль жизни, о котором другие даже мечтать не могут. Вот она прибылась, долгое время не получалось, но уже в 19 лет ее учебы было 30-10 долларов. Это деньги, которые многие люди зарабатывали за 10-20 лет в то время, за один месяц. Вот чем хороша эта индустрия. Такая возможность у каждого есть, и она понимает, какие сложности проходят каждый дистрибьютор. Поэтому она создала компанию, где люди могут в комфортной для себя зоне расти, развиваться и получать лучшие продукты, которые есть на рынке. Теперь в завершении, не все люди умеют считать, хотелось бы дать табличку, ее тоже можно сфотографировать, что здесь в ней в пакете. И даже не по 10 человек, а представьте, по 4 человек в месяц, они по 4-16, они по 4-64 и так далее. Пять месяцев проходят. И какой доход у вас будет в зависимости от того, на какой пакет присутствует. Люди, как правило, делают то же самое, что и мы. Причем здесь посчитан только командный доход. Здесь не посчитан матчинг-бонус, здесь не посчитан накопительный бонус, здесь не посчитан, если будет, мировых пулов. Просто один из видов дохода, который платится, легче всего считать. И каждый человек может посмотреть, на какие деньги я хочу выйти и что мне нужно сделать. Ну и, соответственно, исходя из этого, стартовать. На этом, собственно, я заканчиваю. Как я уже сказал, рождение ребенка и рождение компании у нас 8 апреля. Уже сейчас можно быть в числе людей, которые эти роды будут принимать, будут находиться в зале. И будут среди тех людей, которые будут берите. И первыми узнают о новом продукте и во всем остальном. Если вам концепция, идея понравилась, особенно сейчас обращаюсь к новым людям, вы сейчас можете попросить тех, кто вас пригласил, ну и кто нас в интернете смотрит, обратиться к тем, кто дал ссылку. Они вам помогут зарегистрироваться, они вам помогут оформить пакет. Ну и дальше вам останется показать, как это делать. Ну а у нас с вами буквально через небольшой перерывчик маленький сейчас сделаем. Минут 15-20, чтобы могли зарегистрироваться, кому нравится. Будет обучение. И сегодня для вас будут работать люди, которые в индустрии достигли очень высоких вершин. Кстати, еще один из больших плюсов этого бизнеса, в традиционном бизнесе, когда вы начинаете бизнес, вокруг вас, как только ты ошибешься, тебе перекрызут лодку, и ты потеряешь время, деньги и много чего. Почему люди боятся? Здесь с точностью наоборот. В связи с тем, что все люди работают на единый результат, и человек, который вас пригласил, больше всех в жизни. Даже больше ваша мама, папа, муж, жена, друзья, заинтересован в вашем успехе, вокруг вас всегда есть люди, которые делятся опытом. И это делают люди, которые уже преуспели. И вот уже на сегодняшней нашей школе такие люди будут. И вот вам давать инструменты, как этот бизнес строит быстро, какими фишками пользоваться и так далее. Спасибо вам за внимание. И я хочу пригласить сюда сразу же спикера, который поделится с вами своим опытом. Это человек, который имеет большой опыт ведения традиционного бизнеса. Это человек, который имеет большой опыт построения большой команды в MLM-индустрии, в индустрии прямых продаж. И это человек, который зарабатывал миллионы долларов. Это первый человек, который привез в Россию биткоин. И я хочу вас поприветствовать и познакомить Денис Деркач. Друзья, еще раз всех приветствую. Прошла, я думаю, совершенно шикарная презентация. Сегодня, как никогда, тут можно сказать, яблоко негде в офисе упасть. И на самом деле это здорово. Чувствуется прям такая энергия. Энергия новой волны. Она все сильнее и сильнее. И у меня буквально такая небольшая тема, небольшое выступление буквально на 20 минут. И хотел бы рассказать о рекрутинге. Кто вообще знает, что такое рекрутинг? Поднимите руки. А кто не знает? Честно, поднимите, кто не знает, кто первый раз слышал, что такое рекрутинг? Есть такие, кто не знает. Рекрутинг, знаете, вот раньше, давным-давно в армию набирались при царе. Рекруты были. Там брали ребят в армию на 25 лет. И вот они были рекруты. Такое прям понятие было. Рекрутинг – это приглашение в бизнес. И на самом деле все деньги в сетевом бизнесе зарабатываются только с помощью рекрутинга. То есть кто умеет рекрутировать, тот зарабатывает всегда самые-самые большие деньги. Рекрутинг, знаете, он возможен только тогда, когда у вас есть цель. То есть если нет цели, нет рекрутинга. Если нет цели, вы боитесь человеку подойти, а вдруг он скажет, ваш мозг придумает все, что угодно в жизни, чтобы только вот он за вас додумает, придумает. Вы можете там неделями ходить и думать об этом человеке, а потом ой, а его уже кто-то пригласил в компанию. Ой, а он уже начал большие чеки, а вы же впервые узнали, а вы же могли. Ну вот так вот обычно происходит. Или там, например, в вашем коллективе, или, например, в вашем университете, или где-то еще. Вы пока кто-то думал, а кто-то взял и пригласил, и начал деньги зарабатывать. На самом деле в сетевом бизнесе рекрутинг – это самая-самая архиважная крутая вещь. И научиться именно, вот знаете, вы можете получить сегодня самые крутые в мире знания. Но использовать эти знания, получить навык рекрутинга, осознать вообще, что такое рекрутинг, чтобы у вас начало получаться, действительно, это надо уметь, это надо действовать. То есть если вы не будете действовать и не будете это делать на практике, то, конечно же, вы будете просто самым крутым ученым, но, наверное, самым бедным ученым, потому что у вас не будет развиваться структура. Индустрия MLM растет с каждым годом очень сильно. На миллиарды, миллиарды долларов растет, если посмотреть статистику, сегодня все есть доступная информация в интернете, эта индустрия растет. И в этой индустрии люди становятся долларами-миллионерами каждый день. Каждый день новые, новые. Есть чеки, которые получают по миллиону долларов в месяц. Такие чеки есть. Есть статистика, где в миллион долларов в месяц люди спокойно получают. Как получать миллион долларов в месяц? Да, очень просто. Если ваша команда делает 10 миллионов долларов товарообороты больше в месяц, то вам компания любая платит, ну, примерно в среднем 10% вы получаете миллион долларов. Но всех этих людей, которые пришли в эту индустрию, кто-то туда позвал. То есть не бывает такого, что они пришли сами там. Всегда кто-то туда позвал. И если вы научитесь этому навыку, если вы научитесь звать правильно людей, и, например, человек, который приходит впервые, он не умеет это делать, да, но есть определенные как бы стратегии. То есть что нужно делать впервые, чтобы научиться. Вот кто спортом занимался когда-то? Боксом кто-нибудь занимался? Ну, когда вот в бокс приходишь, там обычно, ну, человеку говорят, он много бегает, он много еще. Я когда пришел первый раз, я говорю, а бокс-то когда будет? Нас бегали, гоняли туда, сюда. Я не понимал, почему не делим, мы даже не боксируем. А потом начали ставить удар. То есть есть такое понятие поставить удар. Вот ты вот тренируешь, тренируешь. Но когда ты поставил удар, ты уже можешь разные там техники делать и так далее, и так далее. Кто-то дрался вообще в жизни вообще? Я на самом деле, ну, так, ну, в своей жизни очень много раз мне удалось так, ну, как бы в детстве, да, в таком бойцовском районе жил там и так далее. То есть удар был с детства поставлен, хорошо. Когда у вас удар поставлен, вы уже, ну, четко знаете, не боитесь, вы уже подходите, вы знаете, что, ну, как бы один удар, один упал там. Ну, как бы, и так же, на самом деле, ну, это я из спорта говорю, да, вот в сетевом бизнесе на самом деле точно так же. Когда вы научились это делать, да, и сегодня очень важно, что хочу сказать, это сегодня не время продавать на самом деле продукты, сегодня не время продавать услуги, сегодня время продавать идеи. Вот если научиться продавать идею, как такая поговорка, и сильнее всех армий на свете идея, время которой пришло. Вот если вы научились продавать идею, я, например, идею могу продать, я тренировался продавать ее в лифте. Вот в лифте едешь пока, я, кстати, в лифте если еду, я могу спросить, вот наверх мы поднимаемся, еще в Москва-Сити у меня офис недавно был, поднимаюсь в офис, я говорю, а вы наверх едете? Люди все такие поворачиваются, такие, ну типа, что он спросил? И вот в этот момент, когда они там улыбаются, думают, можно что-то там спросить про здоровье, про крипту, про путешествия, про все, что вас интересует в ваш момент времени, можно всегда спросить и человека заинтересовать. То есть вот пространство, он никуда от вас не уйдет, в лифте это очень круто получается. И вот если такой навык приобрести, не рассказывать, например, огромное количество информации давать, людям, которые мы даже не спросили, надо им это или не надо, а мы начинаем просто казнить их мозги, начинаем там просто, ну просто насилием заниматься, это вообще сажать надо иногда, вот, ну уже статью вводить, как некоторые люди, понимаете, портят индустрию. Мне, чтобы сначала спросить, например, было бы тебе интересно зарабатывать ежедневно в легальной компании 100 долларов и выше, ну я в долларах говорю, там 10 тысяч рублей или 5 тысяч рублей, вот это можно у человека спросить? Не рассказывай про компанию, ни про чем. Было бы тебе интересно, чтобы у тебя было больше свободного времени? А было бы тебе интересно путешествовать 3-5 раз в год? А было бы тебе интересно, чтобы у тебя было столько энергии, чтобы ты вот там в своем виде спорта занял там первое место? А было бы, вы же можете это спрашивать? Вот как только человек говорит интересно, все, идея продана. Понимаете, как только вот, а как вообще этому научиться? Ну, на самом деле, все люди очень любят играть, ну мы же в Советском Союзе родились, да, страна Совета, правильно? Кто в Советском Союзе родился? Есть такие? Вот, я тоже в Советском Союзе, все любят советовать, все любят советовать, особенно если что-то они выучили, 3 презентации где-то посмотрели, все, приходят, там день рождения идет, они говорят, да какой день рождения, я вам сейчас скажу, вы будете все здоровы, и вот это начинается, знаете, люди от этого бегать начинают. На самом деле, надо играть, когда вы рекрутируете, чтобы эффективно рекрутировать, нужно играть не в рассказчика, нужно играть в разведчика. Про разведку фильма смотрели когда-нибудь? Разведчик много что рассказывает вообще, он обычно спрашивает, да? Вот тот, кто спрашивает, тот на самом деле контролирует ситуацию, тот владеет ситуацией. Если вы, например, вам кто-то что-то предлагает, там, ну, например, в сети вовом бизнесе или где-то еще, послушайте человека, ну, выслушайте, скажите, я с удовольствием тебя выслушаю вот за 5 минут, или за 3 минуты, расскажи, пожалуйста, все свое, и все, человек нервничает, он вам все пытается рассказать, там, вы послушали 3-5 минут, отлично, я правильно тебя понимаю, ты бы хотел больше, там, свободного времени, больше зарабатывать, больше этого? Он, конечно, конечно, я могу человека спросить, а какой у тебя чек, а какой чек у твоих людей? И тут обычно все плывут, вот, и после этого я могу сказать, а если бы тебе предложили в несколько раз больше чек, в несколько раз больше свободного времени, если было бы тебе это интересно, он говорит, ну, да, он все уже, как бы, из себя вытащил, да, ну, как бы, стакан пустой у него, как говорится, да, все, можно у него спросить, но это все технологии, технологий очень много, и это будет отдельная тема, вот, такого конкретного вебинара, где будут слайды, где можно будет посмотреть, потренироваться, я думаю, он будет такой двухчасовой, именно по рекрутиму. Смотрите, в сетевом бизнесе компания за нас сделала абсолютно все, она разработала продукт, она разработала маркетинг, она разработала дизайн, она разработала, вот, дизайн офисов, она сделала, понимаете, она собрала команду, там, бухгалтеров, маркетологов, там, финансистов, и так все компания за нас сделала. Компания говорит, единственное, что от вас требуется, составьте список имен и начните приглашать компанию, но не казнить людей вот так вот, да, как там, давай быстрее, я там тебе там это. Если, конечно, у вас есть уже какая-то мощь, то есть вот это, вы знаете, если у человека есть, ну, как, знаете, если вы такую мощь уже наработали, если вы профессионал, то можете, ну, как, своей вот этой мощью, да, там, ну, не то, чтобы быть, как я большой, да, там, например, мощным планом. Вот если у вас есть мощный план, то на мощный план придут мощные люди, согласны? Вот у меня, например, план я составил на 1 миллиард рублей. Я такой план себе составил, я все почитал, на Новый год сел, там, и так далее, и начал тестировать. И не для того, чтобы мне надо было потестировать. Второй месяц надо. И вот сейчас уже картинка складывается. И когда, например, вы хотите что-то, вот, построить свою команду, всякие помещают, ездят на машинах, там, их подвозят и так далее. Хочет видеть там, молодежь, чтобы, ну, как, вот, энергичных там и так далее, то есть, ну, вот, да, таких иностранцев там, да, вот, и вообще там, и научиться это с контакта, да, вот правильно такси, вот это просто на холодном рыбке брать и включать в бизнес. И на самом деле, когда вы человека приглашаете, я не знаю, там, с регламента я не выхожу, еще 5 минут есть, когда вы человека приглашаете, если вы правильно это все делаете, то, по сути, вы берете за него, ну, как бы, его тоже ответственность делите вместе с ним. Если вы делаете вот так, вот, если, например, я человека приглашаю, я не вижу в нем, знаете, кто первый раз, кто приглашал там один раз, два раза, три раза, есть ли, новички, есть ли, или все профи, есть ли. Вот когда, когда я был новичком, я вам расскажу, как первый раз я сидел, сидел человек, я много приглашал, никто не подписывался, вот, ну, там была определенная ситуация, определенная история, там, все ребята были вот с такими бородами, там, я один был с бороды, и когда они видели, вот, с такими потратками, там, выходили ребята, там, и я не говорю, куда ты нас привел, давай, эти деньги, ну, боялись просто даже туда зайти, вот, офис, там, все вот такие бородатые были, вот, ребята, ну, вот, ну, такая компания была. И когда первый человек сидел, девочка, помню, сидела, я сидел, я смотрю, я вспоминаю, я говорю, красный сидел, а мне не нужны деньги, я думал вот о деньгах, которые я себе, понимаете, возьму, я вот от этого красный, то есть я не думал о том, как я ей буду помогать, как я буду что-то делать, потом я уже это много раз, эту ситуацию, она все равно купила пакет, она, это первый мой клиент был, на 1000 долларов, помню, там, и так далее, ну, путевку себе купила. А на самом деле, потом я анализировал эту ситуацию, и когда я приглашаю человека, я уже всегда думаю, как он будет зарабатывать, как я ему буду помогать, как я, сколько сил я в него вложу, там, и так далее, то есть я выбираю людей, и я зову людей, чтобы, то есть, понимаете, совсем, вот, тот же самый человек, та же самая история, но когда ты человека, ну, приглашаешь, ты, ну, я готов разделить его там, 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 с целью ему помочь, еще там, я больше миллиона долларов вложил в свое обучение, я готов этим поделиться, ну, это просто еще никто не знает, вот, что я вот так готов, но я-то это знаю внутри, и от меня это, знаете, как бы, вот, люди чувствуют. Вчера мы общались с человеком, как раз он нам такой тренинг давал очень классный, здесь в соседнем кабинете, Саша, и он рассказывал, что он нам там с картами показывал и так далее, он много интересных историй рассказывал, давайте я сейчас это все, этот тренинг покажу, лучше сейчас не буду так без инструментов показывать, а расскажу на вебинаре. В общем, друзья, смотрите, рекрутинг, рекрутинг, да, это самое-самое важное в нашем бизнесе, и этому надо обучиться, надо получить навык. Чтобы получить навык, надо много-много-много, в единицу времени надо научиться быстро отрекрутировать, то есть быстро давать приглашения и так, чтобы людям это нравилось. Вот мы делаем бизнес так, чтобы было всем в кайф. Знаете, что такое в кайф? Это не когда человек уходит от вас, ну, как бы разбитым, да, чтобы вы его как вампир высосали, потому что 4 часа вы не отпускали его, рассказывая полностью про продукцию, про это, даже не спросив, надо ли ему это, даже не спросив, надо ли, нужны ли ему вообще деньги, хочет ли он что-то изменить. Но если вы задали ему вопросы, там, вот научиться этому навыку задавать вопросы, вот когда мы научимся этому навыку, да, и когда мы поставим, во-первых, цель в себе, и, знаете, с чего надо начать, я уже так сейчас резюмирую, когда мы себе ставим цели, когда, вот, например, мне вот этот блокнотик подарили, ручку подарили, да, вот, лучший рекрутер, и, на самом деле, это очень приятно, понимаете, это уже материализовалось, да, то есть это через 3 года, через 5 лет я с этим блокнотиком могу подойти к человеку и сказать, хочешь такой блокнотик? Вот, надо очень сильно захотеть такой блокнотик, я даже, честно говоря, не знал, мне очень приятно было, когда мне подарили этот блокнотик в Екатеринбурге, это был невероятный сюрприз, я очень благодарю своих спонсоров, Марию, там, и всех вообще, кто в этом участвовал, ну, это было прям очень круто, так, приятно, там, чуть не прослесился, вот, и на самом деле, все вот это, понимаете, это результат, то есть надо в рекрутинге демонстрировать результат, так, если вы не демонстрируете результат, если вы пришли, там, ну, как бы в игрушки поиграть, ну, это одно, да, если вы пришли продукты продавать, это другое, то есть вот мы на тренинге разберем, какой бывает рекрутинг, где самое большое количество денег зарабатывает, где кто-то меньше зарабатывает денег, где кто-то средне зарабатывает, то есть, ну, всему будем учиться, потому что надо чуть-чуть зарабатывать, и много зарабатывать, и очень много зарабатывать, то есть там всему можно научиться, но, как вы считаете, у кого лучше учиться, Это у практиков или у теоретиков? У практиков. Вот я вам хочу пожелать, чтобы вы стали тем практиком, у которого будут учиться люди. Вот именно вы, чтобы вы поставили себе цель стать чемпионом, например, какой-то из месяцев. Вот, ну, взять и стать чемпионом. Вот я вижу, здесь сидят студенты. И на самом деле, когда мы сдаем экзамены в школе или в институте, обычно как 99% экзамена сдают? Они приходят в конце года, когда уже это все кипит, так, надо срочно реферат сделать, надо срочно сдать, там, кого бы найти, где бы 5 тысяч найти, чтобы кто-то за меня сделал. Не, чтобы в начале года начать и сделать этот результат спокойно, подойти к учителю, когда он там поможет себе это сделать. Нет, мы все делаем в последний момент. Вот чемпионом тоже становится в самом начале года, в самом начале месяца. То есть, если вы поставили, то с первого дня надо рассчитать, и с первого дня надо каждый день действовать, делать какие-то презентации проводить и так далее. Но презентации не проводить, чтобы там кого-то к себе там в сеть заманить и так далее. То есть, эти слова вообще выкинуть из головы надо. То есть, вы даете человеку возможность. То есть, знаете, вот надо идти так, как надо всегда уметь держать позу. То есть, для этого у вас должен быть план. План миллионера. Если вы еще не миллионер, вот вы можете сказать, да, я зарабатываю. Вы зарабатываете миллион. Да, я зарабатываю. Я вот сегодня с первого дня, вот я пошел уже и зарабатываю этот миллион с сегодняшнего дня. Вот сегодня я там тысячу заработал, завтра бал, вот иду зарабатываю миллион. Возможно такое? Возможно. И давайте сделаем еще такую практику. Я буквально минуту. Смотрите, у нас 25 числа мы едем в Казань. В Казань будем проводить премьеру бизнеса. Мы уже сделали такую первую попытку, очень классную. Мы провели, ну как попытку такую. Мы провели премьеру бизнеса в Екатеринбурге. Всем очень понравилось. То есть, понравилось и тем, кто проводил, понравилось тем, кто приходил. То есть, ну, очень классная была атмосфера. И мы поняли, что это прям очень мощная энергия была там. В Казани будет такая же энергия. Есть такая технология 222. Может быть, кто-то ходит на зарядке, кто-то слышал, кто-то не слышал. 222 – это значит, у нас есть сейчас, смотрите, до 25 числа почти 20 дней. Три недели. Три недели есть. Кто-то ВКонтакте есть? У кого-то страничка ВКонтакте? Вот, заходим ВКонтакт. Вот, смотрите. Вот, чтобы вы пришли, если первый раз, ну, как бы в бизнес, да, то есть еще новички, но надо давать какие-то себе обязательства, и вот за счет этих обязательств надо расти. Соответственно, когда вы даете себе обязательства ходить на зарядке, это зависит только от вас. Приходить каждый день обязательно на зарядке, заряжаться там. Это не надо никого приглашать. Вы только, ну, как бы, вы сами себе, самоуверенность в вашем будет расти. Чем больше вы будете самоуверены от того, что вы выполняете обязательства, данные самому себе, это люди начнут чувствовать, они начнут считывать. Вот, расскажу про эту комнату, что мы говорили, этот человек рассказывал. У меня, я, говорит, все сертификаты компании я изучал по полной программе. И ко мне все приходили и спрашивали у меня, ну, дай сертификат, дай сертификат. Я говорю, у меня никогда в жизни сертификат никто не спрашивает, ни разу. Пусть только попробуют, потому что я никогда не спрашивал сертификат. Я и так верю, мне рекрутировать надо, я так понимаю, что у него там есть. Я спросил это на вас, и все. И люди не спрашивают это, ну, как бы, понимаете, если вы уверены в себе, люди это чувствуют. И вот чувствуют вашу мощь, вашего плана, вашей цели. Вот, ну, я думаю, сейчас следующий спикер, человек, который ходит каждый месяц. Вот мы идем ноздря в ноздрю постоянно по рекрутингу, да, я передаю слово Евгению. Евгений как раз-таки. Понял. Так, друзья, я тогда буду так резюмировать. Давайте сделаем так, вот обязательно, вот этот тренинг 222, мы на этой неделе, я проведу прям тренировку, сделаю, запишу запись, как его делать. Потому что надо вот взять, и чтобы вырасти в сетевом, надо его исполнить. Это очень просто. У вас есть страничка ВКонтакте, вы заходите ВКонтакте, вы находите 200 человек, которые вот за три недели, это реально абсолютно, кто есть в Казани, незнакомые люди, кто есть в Казани, и начинаете с ним знакомиться. Можно же ВКонтакте познакомиться? Очень легко. Привет, как дела? Вы в Казани живете? Этот вопрос, ну, люди любят. А я вот еду впервые в Казани или там собираюсь поехать. Вы даже если можете, ну, точно не поедете, можете собираться туда, правильно? Я собираюсь сюда поехать, вот, мы будем там делать премьеру бизнеса там и так далее. Посоветуйте, где лучшее можно место сделать, где можно погулять, там, в Казани. А где кинотеатры, а где рестораны, все будут советовать, все там тоже в Советском Союзе, все родились. Все будут советовать, а что у вас за премьера, а что у вас это. То есть, ну, я это проходил один раз так делал, когда я только сетевой начинал. Именно так я и делал, именно так, когда я поехал в Казань, у меня, я 200 человек обзвонил, ну, через ВКонтакте как раз, 20 человек у меня посмотрело перед этим презентацию, потому что кому-то стало интересно. Они сказали, скидывай нам, дай посмотреть, что у вас там за премьера. И два человека я пошла. И когда я ехал уже в Казань, у меня там уже впервые в жизни в незнакомом городе, у меня уже было, ну, уже два человека, много, от кого я обзвонил и так далее. Плюс я ехал в поезде со своим спонсором, а он нереальный рекрутер, это чемпион мира по рекрутингу. И я в шоке был, как он весь поезд зарекрутировал. Я вот сейчас думал, на самолете лететь или на поезде, я поеду на поезде обязательно. Потому что я вот эту всю технику, которую меня обучили, обязательно хочу воплотить. Поэтому, друзья, обязательно берем на вооружение эту технологию 222, делаем себе классную страничку ВКонтакте. Мы скоро проведем вообще, как рекрутировать ВКонтакте. У нас есть мега крутые спикеры по этому поводу. И мы вместе совместно проведем, как это все делать. И чем больше действий в единицу времени, тем круче рекрутим, тем больше чеки, больше команды, больше результатов. Все, друзья, благодарю. И сейчас представляю вам директора по развитию анастасию с ее темой. Здравствуйте, уважаемые партнеры, уважаемые наши новички. Так, я вижу экран, что у вас демонстрируется на экране. Поверните немножко, чтобы вся Россия видела, кто здесь присутствует. У нас сейчас 64 компьютера, да, это значит, у нас 64 региона, кто-то из дома, кто-то из офиса коллективом, да. Я знаю, что сейчас в Москве 40, 50 или 60 человек, да. Вот покажите, кстати. Ой, здорово, как приятно вас всех видеть. Друзья, добрый вечер. Здравствуйте, Елена, Сергей. Ой, как здорово. Потрясающее впечатление я сейчас испытываю. Просто супер. Я как будто нахожусь рядом с вами. Друзья, рада вас сегодня приветствовать. Я вижу очень много молодежи, да. Я тоже начала свой сетевой бизнес очень рано. И все благодаря, конечно, топовым лидерам, которые приехали когда-то в мой маленький город Волгоград, да, где я очень скептически плохо относилась к сетевому бизнесу, да. И потом я увидела, что это деньги, это большие деньги. И не знаю, как у вас видео, кстати, Сереж, напиши мне, как у вас передается вообще видео и звук, потому что сейчас будет один спикер на 15 минут еще по видео, потому что у нас сегодня микс-школа, да. То есть мы делаем сегодня твой старт онлайн, да, и оффлайн, так как сегодня приехали спикеры в офис, мы делаем их оффлайн. Сергей, напиши мне, пожалуйста, как связь. Сейчас, пожалуйста, включи слайды, можно меня убрать с экрана. Я думаю, все меня уже разглядели, все-то смотреть уже дальше нечего. Следующий слайд. Друзья, на 8 марта, к 8 марту мы делаем потрясающее мероприятие «Женщины новой волны». 7 марта в 17.00 будет вебинар «Совместно Россия и Казахстан». Это лидеры, это команда «Новой волны», это Мария Постол, наш основатель, это Алена Вовк, директора «Одна звезда», это Валентина Артемова. Вся наша команда, мы будем давать тему «Женщины новой волны». Мы поделимся своими лайфхаками, как этот бизнес строить по-женски. Вот, буквально со мной сейчас тоже находится ребенок. Да, я к вам подключилась на 2 минуты, чтобы сказать именно об этом мероприятии. Подключайтесь, это будет очень зажигающее, вдохновляющее для девочек мероприятие. А сейчас следующий слайд, я скажу сейчас очень важные вещи. Сегодня твой старт, твоя волна, да, сегодня вы запускаете свою волну в своем бизнесе. Сегодня ваш старт и ваша волна начинается именно сегодня. И мы сегодня готовимся к событию «Время первых», «Время смерти», «Время тех, кто сам себя сделал в этом бизнесе». И 8 апреля 2023 года в Москве состоится событие, открытие нашей с вами сильной, мощной и энергичной компании «Новая волна». Компания, которая изменит ход развития сетевого бизнеса в России. Поэтому, друзья, жду вас всех на событии «Время первых». А сейчас, я очень надеюсь, что у вас хорошая связь, 15 минут, да, тренинг, да, с Татьяной Вершининой по продажам. Она готовилась, она сейчас из региона, да, ее тоже смотрит вся Россия. И потом двухчасовой тренинг Евгения Матвеева. Поэтому я с вами прощаюсь. До следующих вебинаров, до следующих встреч. И желаю вам сегодня, чтобы ваша волна пускала новые волны. И пусть у вас сложится все наилучшим образом. С вами была Анастасия Гореева. До встречи. Действительно зажигающее сегодня мероприятие. Приветствую всех, кто в офисе в «Московском» и кто в чате у себя на местах. Дорогие друзья, меня зовут Вершинина Татьяна. Я бренд-партнер компании «Новая волна» и в статусе супервайзер «Одна звезда». Я благодарю за такую возможность, коротко, в течение 15 минут, дать эту небольшую тему. Действительно, тема-то большая на самом деле. Просто я попробую как-то тезисно ее преподнести. Ну вот у меня первый вопрос. Друзья, скажите, пожалуйста, кто любит продавать? Что-то я не вижу леса рук. А покупать? Вот я тоже люблю покупать. Исходя, вот и большинство, кстати, любят покупать. Исходя из этой статистики, я своих клиентов превращаю в партнеров. То есть я обучаю их, как покупать продукцию не у меня, а у компании. Знакомлю их с этим, ну, как говорится, привожу в офис или рассказываю, как это делается. И они с удовольствием покупают у компании продукт по внутренним ценам. Ну, а мой взгляд, это более рационально, чем вот купил дешевле, продал дороже. Вот мое такое видение. Я 29 лет в сетевом маркетинге. В 94-м году первый раз познакомилась с компанией. Она одна из первых пришла на российский рынок. И вот практически это вторая моя компания уже. И правило первое. Итак, компания. Компания. Я доверяю компании и доверяю ей своих клиентов. Правило второе. Продукция. Чтобы стать успешным бизнес-партнером, есть несколько рекомендаций. Можете записать, можете запомнить. Первое и самое важное. Станьте, пожалуйста, продуктом своего продукта. Ну, что это такое? Это запастись надо определенным объемом продукции. Желательно с хорошим ассортиментом. Сейчас у нас хороший ассортимент. И продукция действительно радует. Она у нас в жидкой форме, что помогает усвоиться, ну, скажем, лучше организмом, получить быстрее ожидаемый результат. И для чего нужен продукт? Для чего нужен большой ассортимент? Ну, первое, для личного потребления. Второе, у вас семья, большая или маленькая. Ну, где-то мы живем среди людей. Надо их угощать и давать им тоже пробовать продукцию. Далее, для дегустации, которую мы действительно проводим, я постоянно делюсь этим продуктом. И даже всем рекомендую, ну, по крайней мере, в моей группе. Говорю, что если вы открыли рот и рассказываете про компанию, про продукцию, налейте. Вот налейте. Просто налейте, дайте попробовать. Ощущения будут совершенно другие. И у вас будет всегда повод спросить, как продукт, нравится, не нравится, какие ощущения и так далее. Ну, в общем, вот, скажем так, тема пообщаться. И более того, пустые полки в магазине никого не привлекают. Вы же замечали, когда вы заходите в любой маркет, ну, неважно, продукты это или какие-то другие вещи. И пустые полки, хочется оттуда выйти. Вот та же самая наш с вами магазин домашний. Если нет достаточного объема продукции, то он не привлекает никого абсолютно. Это замечено уже за много лет. Какая-то магия. Как только стоит продукт, появляются клиенты. Нет продукта, но нет клиентов. Да, расход, скажите вы. Да, вот надо потратиться, надо купить. Но расход-доход. Понимаете, есть хорошая пословица. Не вложишь, не получишь. Это всем понятно. То же самое и здесь. И еще очень интересный такой момент. Я всегда говорю, что покупают не столько, может быть, продукции, сколько нас с вами. Потому что человек всегда смотрит на нас. Ну, есть такая тоже поговорка. Человек встречает по одежке, провожает по уму. В нашем случае тоже все очень похоже. Всегда рекомендация быть хорошо одетым. Не надо дорого, хотя бы аккуратненько и чистенько. Следить за своей прической, как мужчинам, так и женщинам. Ну, обувь – это тоже очень главная такая вещь. Ну, я имею в виду чистота хотя бы. Кроме этого, своя история. Очень важна своя история. Видите ли, первый вопрос, который мы слышим от людей, с которыми общаемся. Сам-то ты пользуешься этой продукцией. Ну, не надо обманывать и не надо говорить. Нет, я вот не пользуюсь, но вот тебе продаю. Ну, товарищи, кто же купит? Никто не купит, никто не купит. Я бы первая не купила у такого человека. И когда вы пользуетесь продуктом, являетесь продуктом своего продукта, и у вас он дома, есть какой-то запас, тогда гарантия, что к вам придут люди. Итак, история. Историю надо рассказывать, уметь, как ни странно. Ну, первое, надо получить свой результат, а потом рассказать историю. Рассказывать ее нужно коротко, ну, 2-3 минуты, может быть, потому что люди не любят слушать чужие какие-то там истории. Они всегда охотно свои рассказывают. Поэтому пожалейте уши собеседника, 2-3 минуты, и каких-то 3-4, может быть, ярких момента. Я расскажу вот мой пример с продукцией. Ну, я познакомилась с Нони еще в 2007 году. Это 15,5 лет назад, да? Это второй мой сетевой проект. И понятно, я не верила, что это работает. Я не понимала, как это работает. Соки, мое представление, это то, что продается в магазинах, в бутылках или в пакетах, ну, или сам что-то там выжмешь. Ну, витамины, ну, приятно, вкусно, не более того. А как он может быть целебным, я никак не могла понять. Но, тем не менее, на всякий случай я думаю, нет, надо купить продукцию, надо получить результат. И только потом я могу откровенно, смело об этом говорить. Но я так и сделала. Я взяла коробочку, начала пить и следить за собой. Я уже понимала, что результаты это будут, это мой практический успех, это мои деньги, это мои клиенты. И где-то на третьей неделе, это первый результат, у меня, в общем, ушла аллергия, я не дышала носом два года зимой и летом. То есть я пользовалась каплями два года. Через четыре месяца начались сейчас родинки с кожи. А через год я слила очки, я их носила 40 лет. Мне сейчас 68 лет, я 40 лет носила очки. Минус два с половиной зимой и летом, я только меняла оправы и так далее. То есть вот эти три составляющие я рассказываю. У меня большее произошло в организме хорошего. Но я решила вот эти три оставить вещи, чтобы не грузить людей и оставить, может быть, длинную историю на другой момент. Когда, вот как Денис сказал, в поезде куда ты едешь, есть время, есть время у слушателей, есть время у тебя. Можно более так развернуть поподробнее. Но если это какая-то небольшая встреча, лучше коротко. Три-четыре момента – все. Дальше человек не слушает, он отключается. И, слава богу, не надо его грузить. Дальше. Третье. Третье правило. Значит, первая компания, второй продукт. Третье правило. Спонсор вам в помощь. Замечательный человек, который когда-то привлек вас в бизнес. Надо сказать, что спонсор тоже человек, и надо его понимать. И, я бы сказала, не сильно грузить, и не обижаться на него. И про спонсора либо ничего, либо хорошо. Одна благодарность, что вас привлекли к такому замечательному бизнесу, уже дает такой некоторый бонус, что ли. И, вы знаете, когда ученик готов, появляется учитель. Я просто желаю вам, кто только начинает этот путь, стать учеником, захотеть получить эти знания. Но не все это хотят. Я скажу про себя. Когда я пришла в первый сетевой проект, мне было 39 лет. Я считала себя очень умной. И когда мне сказали составить список знакомых, да еще назвали цифру из 100 человек, я покрутила ему виска мысленно и сказала, у меня все 10-15 в записной книжке, и я всех помню, какие 100 человек, и где я их возьму. И я вот так упиралась. Года 2-3, наверное, я не писала список. Все это было на бумажках, в каких-то записных книжках, писульках. Ну, в общем, как-то так. А потом как-то на одной из школ, вот знаете, вот дошло. Думаю, действительно, что это я? Надо сесть и написать, делать. Это ради А4. И написала, у меня получилось более 200 фамилий. Откуда они взялись, я не знаю. Вот как-то так собрались по ходу моего общения с людьми. И с тех пор я поняла, что список – это вещь великолепная. Потом он расширился до 2000, потом еще больше. И вы думаете, я его отработала весь? Нет, конечно. Я просто уже, как вам сказать, споткнулась на тех людях, которые позитивно отозвались о продукции, о бизнесе, и начала развивать этих людей, брать у них рекомендации, их людей строить структуру и так далее. Список у меня остался неотработанным. Прошло много лет, я вот, кстати, живой. Я на него смотрю, но как-то уже думаю, нет, надо что-то новенькое. Но я поняла, что люди есть. Вот это дает, как вам, уверенность, что людей вокруг много. Но в то же время надо понимать, что не все люди, у кого есть пульс, будут с вами в структуре. Не все. Отказы будут. Правило четвертое. Действие. Когда вы начинаете действовать, мы получаем отказы. Вы, наверное, знаете, что когда человек приходит в спорт, об этом Денис тоже сегодня говорил, только я с другого немножко зайду, с другой стороны, то тренер начинает учить его, первое, чему он начинает учить, спортсмен, это падать. Надо так упасть, чтобы потом встать и снова продолжать работать в этом направлении, чтобы не разбиться, не покалечиться, руки, ноги остались целы, тем более голова, и развиваться, тренироваться дальше. То же самое здесь. Вот эти отказы, это вы как бы вот падаете, вы расстраиваетесь, я это так называю. Но вы поймите, что отказывают не вам, отказывают люди себе. Мы просто это слышим. И когда мы это слышим, обидно, неприятно. И мы принимаем это на свой счет. Вот, пожалуйста, абстрагируйтесь и скажите себе, мне обязательно люди должны отказать. Обязательно. Это часть моей работы. И смотрите на это спокойно. А когда рядом спонсор и наставник, вы всегда можете взять его за руку и, может быть, спросить совет или провести с вами встречу, закрыть эту сделку. Тем более сейчас, когда соцсети нам в помощь, сделать на порядок легче, чем нежели когда было 25, 29, 30 лет назад. Итак, действия. Да, вот есть еще одна интересная фишка. Можно обратиться к спонсору с просьбой помочь вам вот в таком деле. Вот для начинающих хорошо даже потренироваться на своих друзьях. Позвоните другу и скажите, я вот пришел в новую сетевую компанию, мне нужно приобрести новые навыки. И помоги мне, пожалуйста, побудь моим оппонентом. И пригласите к себе его на встречу, либо к нему, либо в офис, либо в кафе, куда хотите. Возьмите спонсор, и у вас будет встреча на троих. А что я должен делать, спросит ваш товарищ? Да ничего особенного. Ты бы меня должен выслушать. Вот я вот сейчас новыми навыками, как бы осваиваю новые навыки. Выслушай меня, пожалуйста, и задай вопросы. А я должен ответить на эти вопросы. Вот так вот я тренируюсь, скажите вы. Попробуйте, на самом деле это работает, особенно когда в самом начале. А рядом спонсор и наставник, он всегда подхватит нужную тему. А между делом ваш товарищ выслушает то, что вы хотели сказать ему и так. А тут как бы вот он оппонент и все. Побудьте моим оппонентом. Это хорошая фишка. По крайней мере, раньше она работала. Ну, понятно здесь, понятно, но нужно быть вежливым, опрятным человеком. Хорошо выглядеть, слушать людей. Мне очень нравится фраза, что мы с вами лелеем слух, ласкаем взгляд, теребим душу. То есть у нас два в ухо, один род. Мы слушаем больше, говорим меньше. И говорим больше о потребностях людей. Не о своем, что мы хотим продать. Вот у нас такие продукты, мы такие замечательные. У нас только тут денег и д-д-д-д-д. Человек как-то от этого устает, замыкается, закрывается, из вежливости молчит и отказывается. Понимаете? А вот лучше о потребностях человека поговорить и предложить ему решение этой потребности с помощью вот нашей компании, нашего продукта, маркетинг-плана, возможности, которые предлагает компания. На самом деле это работает, только надо делать. Что еще я хотела сказать? Ну, соцсети действительно надо посещать все наши учебы, тренинги и мероприятия. Компания проводит замечательные тренинги о том, как работать в соцсетях. И я хочу выразить благодарность отдельно семье Артемовых и Сереже, и девочкам, и маме Валентине. Это действительно чета, которая продвигает бизнес с любовью, ярко, постоянно и большие трудяги. Поэтому следите за рассылками. У нас очень часто проходят обучающие мероприятия разного совершенно направления. Дальше. И правило пятое. Я сам. Самое главное. Я сам. То есть это вы и ваше отношение к делу. Поймите, эта новая работа, она, как и любая другая работа, требует навыков, требует дисциплины, требует опрятности, требует вежливости, требует к себе отношения какого-то более, может быть, ну, скажем, строгого, чем раньше. И в то же время мы как бы свободны и не свободны. Это очень интересная вещь. Я вот здесь 29 лет, и, понимаете, первые два года, когда я получала сплошные отказы, ну, не было навыков, не было умения, день заканчивался так приблизительно. Я себе говорила. Это мой последний день в этом дурацком сетевом маркетинге. Завтра я иду искать нормальную человеческую работу. Вот так заканчивался день. Я засыпала, утром просыпалась, думала, не дождетесь. И снова в бой. И опять дын, 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 получала отказы. Думаю, господи, куда я пришла? Что это такое невозможно? Что за люди кругом? Мне казалось, это люди виноваты. На самом деле дело было во мне, шло время, конечно, я менялась, подстраивалась, росла броня, что ли, такая. Я понимала, что дело во мне. Надо меняться, надо учиться, личностно расти, и все будет по-другому. То же самое будет у вас. Вы обречены на успех, даже не переживайте. Абсолютно все будет то же самое, даже быстрее и лучше. Ну и, конечно, терпение, которым… Татьяна, Татьяна, у нас время ограничено. Потому что уже тайминг, тайминг, мы выбиваемся из режима. Да, почему-то на Денисе вы не выбивались, вы выбиваетесь на мне. Но я заканчиваю. Да, да, да. Я надеюсь, больше такого не будет, чтобы вы не выбивались и не перебивали на полусловие. Итак, товарищи, мы закругляемся, видите, здесь регламент жесткий. Я хочу в заключении сказать еще раз. Верьте в сетевую индустрию, верьте в компанию, верьте в продукт, в спонсора, верьте в себя. И у вас все получится. Работайте легко и позитивно. Никогда и никогда, еще раз, никогда не сдавайтесь, и все будет хорошо. Спасибо большое. Благодарю вас за внимание. Татьяна, большое вам спасибо. На самом деле, очень ценную информацию вы дали, потому что действительно не все знают вот эти даже базы, основы, как работать. Что мы, да, действительно, мы продукт своего продукта, что надо делать список, составлять список. Это одни из самых важных базовых основ, базис того, как работать в индустрии. Ну, а сейчас я хочу сюда пригласить следующего спикера, который поделится своей информацией. Это спикер, даже, я даже сказал, это не спикер, это даже сюрприз для вас, для всех, друзья, кто находится сейчас в офисе компании, кто находится в онлайне. Друзья, я хочу сюда пригласить просто легенду МЛМ-индустрии, генерального директора сурчителя компании «Новая волна Нью-Вэйв» Мария Костов. Добрый день, добрый вечер, где-то, может быть, уже доброе утро, смотря, да, все зависит от того, где вы находитесь и откуда сегодня вы подключились к нам. В нашем московском офисе жарко, атмосфера накаляется с каждым спикером, становится все жарче. Здесь буквально, да, стоит человек, которого просто уже нужно, да, необходимо выпускать на эту сцену, потому что он подготовил, да, потрясающий тренинг, вот, буквально, да, мы уже удерживаем его. Друзья, спасибо огромное нашим спикерам Татьяны Вершинины, Денис Деркач, Анастасия Гареева, великолепные выступления. До этого была великолепная презентация с Сергеем Савичем, с нашими лидерами, с Валентиной, с Сергеем Артемовым. Друзья, а сейчас, да, сегодня я вижу, да, что у нас много подключений, но вот прям вот мой совет сейчас для каждого из вас. Отправьте ссылку всем вашим друзьям и всем вашим знакомым, потому что сейчас на этой сцене будет Евгений Матвеев впервые со своим авторским тренингом. Сказать, что это крутой тренинг, профессиональный, да, мощный, интересно, ничего не сказать, потому что на таких тренингах нужно быть, нужно присутствовать и нужно лично все это пережить. Я знаю, что многие из вас посещают наши утренние зарядки. Кто говорит о наших зарядках, утренняя волна? Так, те, кто не посещают, обязательно нужно это исправить. Ребят, истории, которые рассказывал Матвеев. Помните, Лангипас, 400 человек за месяц. Как создать команду, как создать группу в 400 человек. И когда я слушала эту историю, я вспоминала, да, потому что я была свидетелем этой истории, потому что тогда, да, это был 96-97 год. Я сидела в зале, мне было 17 лет, у меня еще не было такого результата. И тут, да, я вижу, ворвались вообще в бизнес, в компанию, пришли новые тут лидеры. Тогда вот как раз среди них был Евгений Матвеев. И они выходят на сцену, получают чеки, да, у них какие-то колоссальные результаты. Я помню, да, что вот как раз вот сейчас Татьяна, да, говорила о том, что, да, оставайтесь в этом бизнесе, да, главное не уходите, главное, да, не теряйте мотивацию. А как остаться? Вот как раз вот такие события, такие примеры. Для меня как раз пример Евгения Матвеева в тот момент, 96-й год, мне 17 лет, он меня заставил остаться в бизнесе, остаться в индустрии, да, и заново делать, да, так сказать, новые шаги, рекрутировать, вылетать в другие города, одерживать победу, закрывать квалификации. Самое главное не остановиться. Ребята, сегодня авторский тренинг. И сейчас мы вместе с вами, все вместе поздравим Женю Матвеева, у него был день рождения. Женя, выходи сюда, нам в сцену. Вот наш Женя Матвеев, вот, крутой тренер, автор нескольких книг, как он сам про себя говорит, путешественник. Это круто. Вот, на самом деле, очень классный, да, хороший, очень порядочный, этичный человек, мой друг. Вот, я горжусь, я безумно горжусь, что сегодня Женя Матвеев с нами в новой волне. Это так круто, Женя. Ребят, ну еще, я сейчас, как сейчас каждый из вас, вы все будете наслаждаться тем, что будет происходить здесь. А те, кто онлайн, прямо сейчас отправляем ссылку. Прямо сейчас, ребят, нас, сколько там, Сережа, смотри, 78? Прямо сейчас нас должно стать уже 130, 140, 150, и все больше и больше. Не спим, да, Владивосток, Иркутск, что там у нас, Ухта, Монголия, просыпаемся. Все подключайте, Кыргызстан, Казахстан, все подключайте, прямо сейчас. Женя, с днем рождения. Ура! Кстати, Женя, да, в нем могут. Логен Энерджи. Логен Энерджи, я знаю, что это и так, это достаточно. Я смотрю, прям просто невозможно было уже удержать. Это для заряда, да, чтобы они были еще круче, для утренней волны. Все, оставляю вас Евгению Матвееву. Аплодисменты, Мария Апостоль. Дамы и гостя, вы директор Кыргызстан. Всем здравствуйте. Можно этот анекдот рассказать? Немножко так, чтобы приключиться, он политический. Ну, так, немножко забудем про все ситуации. У меня ситуация идет заседание в восьмерке, сидят все плавы, нету только одну из того, Путина нету. Такие все напряжения. И так шепот такой пошел. Вот смотрите, сейчас Путин зайдет, с кем спиром поздоровается, кого завтра поймите. Такие все раз, еще раз больше напряглись, ждут. Открывается дверь, заходит Путин, да, поглядшийся. Здравствуйте всем. Ну что ж, друзья, и с вами добрый вечер. На самом деле, какой кайф, когда тебя будет представлять еще в генеральной береге. Вот прям вообще кайфую от этого. Кайфую от компании. Кайфую полтора месяца полностью. Ну и с удовольствием, все равно, по крайней мере. Здесь уроков на салфетке, кто читал, ну, повезло, вживки, читать, самая великолепная идея, говорите, позорник, кто мечтал, честно, поднимите, вот тут, я позорник, да, ну, не наскольку, но уже пониже. Пишите, первое, что нужно написать в страничке, книга «Десять уроков на салфетке». Это шикарный инструмент. Вот всегда обожаю записывать. Здесь я накидал, я так просто, простите, люблю, есть тренинг, курс, а есть он немножко накидал, да, то, что слушал. Обожаю слушать презентации, потому что на любой презентации всегда что-то интересное слышишь. Сегодня, когда была информационная встреча, у меня родился еще один слоган для компании. Генеральный, если слышишь, то хорошо. Еще один слоган для компании. Компания «Новая волна» – спонсор здорового настроения. Компания «Новая волна» – спонсор финансового настроения. Красиво? Красиво. Спонсор улыбча, да, рано подаю секрет, профиль, вы знаете. Спонсор туристического настроения. И спонсор будет новогоднего настроения, но на этом будет, может, продавцов, догадается, очень хорошо. Накидал то, что сейчас говорили, рассказывал, да, кстати, я сегодня был в шоке, когда узнал, что у нас такие звезды в компании, как Денис Теркач, который привез в страну первый биткоин. Кто об этом не знал? Про биткоин, если я знаю, то человек, который привез, это отлично. А кто знает, что такое Семарон? Честно, повыше нужно поднимать. Кто знает, что такое Семарон? А позорники? Кто не знает, что такое Семарон, студенты можете не поднимать, вы знаете, я скажу очень скоро. На самом деле Семарон – это потрясающий Семарон. Да это даже не техники, это стиль жизни. На Семаронщиках всегда можно знать, это люди, которые находятся в позитиве 24 часа. Семаронщиков никогда не сломать. Они и в любой самой неприятной ситуации находят в себе выход. И вы часто на улице можете увидеть таких людей, которые идут, идут, вдруг остановились, и так раз, чтобы вы тут. Обращайте внимание, это 100% Семаронщик. И вы сразу глазами можете посмотреть, обязательно будет или дом номер 27, или машина с номером 27, потому что Семароник 27 – это счастливый чистотой. И в Семароне принято, когда ты видишь, 27, остановиться, представить свою мечту, и рассказать, да будет так. Можете их записывать, потому что мы каждый раз делаем материализацию своих желаний. Можете увидеть людей, которые идут, идут, вдруг на люке остановились. Нас детство учили на люке не вставать, а вдруг раз встал на люке человек, хотя кто-то уговорит. Кстати, на какой-то момент лучше чертого делают. В Семароне есть такая техника – пуки на люк. Вот, ну, надо по себе пукнуть и загадать желание. Семарон – это школа, которая обманывает взрослого человека, мышление взрослого. Вводит в образ ребенка. Почему? Ведь дети чем отличаются? Просто дети мечты исполняются в курсе. Ну, вот, вот, ребенок будет хотеть, он хочет, он хочет эту приставку или телефон, или наутбук, или новый телефон. Он будет хотеть до тех пор, пока ты вынуждена им уже однажды не подаришь. Ведь дети не парятся, есть у родителей, деньги нету. У них просто это исполняется. Они об этом не думают. Чем, что делают? Просто никогда не думают, хочу на Мальдивы. Почему все не отдыхают на Мальдивах? Потому что, как только мы подумали про Мальдивы, тут же включается взрослый, сколько нас стоит, а пусть меня не отпустят, а где взять бредит, а чем потом... Согласны, да? Вот Семарон – это наука, которая позволяет мечтать, которая позволяет материализовать. Я, как человек, который изучает и панковую теорию, и частотно-волновую теорию, я могу сказать, что техники Семарон – это техники, которые материализуются в пространстве, работают всегда. И если кто-то поднимал руку и сказал, что я не знаю, что такое Семарон, вы обманываетесь. Потому что, если вы когда-то были студентами, вообще-то вы уже с ним познакомились. Потому что, если вы были таким же студентом, как и я, я уже сейчас не смотрю в зал, чтобы придать, вести, взгляд не поймать. Но когда подходит дело к сессии, мы берем тетради, понимаем, что учить все это вообще бесполезно. Чтобы как-нибудь название метода преподавателя запомнить, потому что вы видели в этом раз в сессии. И на всякий случай берем тетрадку от личника и кладем под бабушку. Искренне, где-то глубоко веря в то, что может быть каким-то честным образом все знания из тетрадочки. Кто делал так? Я делал постоянно. А потом ходил еще договаривался. Но на всякий случай все студенты делают одно действие. Они берут подчетку, открывают корточку, машут зачеткой и кричат. А ляло, блинки, белые церкви, это и есть и такие. Паре подрядом. Почему ты и так под бабушку пойдешь? Никто не задумывался на белое, потому что пить так хочется. Это тоже Симаронская тема. Поэтому все были Симаронщиками, но потом стали взрослыми и окунулись. Были влады вместо Симарона. Был дядя начальник, тетя начальница. Маленькая зарплата, бесперспективная жизнь. Совершенно углубимое и печальное настроение, с которым мы видим везде людей. Знакомые лицом? Утром, когда ты идешь на работу, заходишь в автобус или метро, поголовник, все. Почему? Потому что маленькая зарплата. Правильно? Нужно до пенсии сколько работать? 40 лет. Маленькая пенсия. Нелюбимый начальник. У кого есть любимый начальник? У меня любимый директор сейчас, кстати. Да у кого нелюбимый начальник? Я сейчас, я некоторые слова просто всю жизнь не могу и выучить их правильное произношение. Серп, пер, скажите, как это называется. Прогадюк. Совершенно верно. Коллектив. Особенно женский. Знакомая ситуация? Все, там нет, нет, какая-нибудь историчка. Я немножко хотел про женщину. Ну, в общем, пройдет. И начальник такой же. А маленький отпуск. К чему улыбаться? Потому что он маленький. А еще не всегда отпускные дает. Правильно? Недопускные. Невозможно, в конце концов, выпить, когда к тебе нельзя. Невозможно посидеть, когда к тебе приезжают родственники из других городов. Ты полжизни не видел, они к тебе приезжают, а ты даже не можешь позитивно провести время. Потому что утром тебе на работу. А там серп, нелюбимый начальник, маленькая заработная пенсия. Поэтому люди, естественно, не счастливые. А как бы это написать? Не буду. Что еще? Почему люди не счастливые? Да жизнь проходит. Я не знаю. Я вам могу сказать, знаете, почему? Нет, не скажу. Пунктов на самом деле люди... А, да, потому что болячки постоянно. Они молодеют, болеешь, уже не знаешь, что делать. Потому что потому очень много. Но, к счастью, есть другие люди. Видели таких? Не можно увидеть, что субботу утром они возвращаются. И от них все пахнут. Они счастливые. Ну и, собственно говоря, посмотрите. Как вы получаете в этой компании? Как работает ваш маркетинг? Он работает потрясающе. Я сейчас покажу, кто новенький, кто сегодня первый раз. Честно, можете смело поднимать. Умита, встань, пожалуйста, я тебе еще раз покажу. Спасибо. Спасибо. Благодаря вам субботу. Благодаря вам за первую неделю. Чек 23 тысячи, 4 человека всего в структуре. Можно для этой работы? Конечно, нужно. И вы ее запомните, и она будет стоять в статусе директора на сцене. Потому что у нее сильнейшая мотивация. Потому что ей вот это все нафиг не нужно больше. Потому что она хочет улыбаться, не как этот человек в субботу, а как все мы здесь. А те, кто сегодня сидят и смотрят нас по экрану, на экранах мониторов, те, кто сегодня сидят здесь в зале и слушают нас, ребята, вы большие молодцы. Потому что здесь, кстати, позорно, кто красную дорожку смотрел, вот просто вундрюкся и не посмотреть красную дорожку. Я понимаю, уже стыдно поднимать руки, все это не видят. Можно поднимать, надо, чтобы совесть. Чем больше совесть выучаете, в следующий раз не пропустишь. В школах уже совесть просыпается. Я могу сказать, кто не поднимает руки, бойтесь. И вы не для меня это делаете. У каждого из нас есть ангелы. Курсы, кто верит в ангелы. Давайте так, я очень много тренингов проложу на эту тему. Меня немножко не совсем до конца поставили. Я в торговле 35 разных научно-документальных развивающих личностных тренингов. И я много говорю и на эту тему. И я знаю, что все люди в кого-то верят. Кто-то верит в проведение. Не в приведение, а в проведение. Кто-то верит, что он родился под счастливой звездой. Кто-то верит, что его охраняют души умерших. Ну, не умерших. Не умерших даже. Вот, просто рядышком они. Вот. А кто-то верит в ангелы. Я, чтобы долго не присягла, называя некто. Так вот, я вам почитаю, что у каждого из нас есть некто. И сейчас некто каждого из вас стоит рядышком, где-то рядышком за вами. И он смотрит. Как вы все это воспринимаете? Как вы поднимаете руку или не поднимаете? Как вы записываете или не записываете? Если кто-то не записывает, некто, сейчас я бы, наверное, злой, он скажет, ах ты, блин, пришла зарабатывать деньги, не можешь даже взять ручку и записать столь мудрые слова. Ой, где-нибудь эмопилизм. Ручки достали? Я, чтобы много садил, я вам ползу даю. Нет, это все время. Поэтому будьте честны и откровенны. Когда вечером, когда будете ходить из офиса, а те, кто досудит до конца в своих квартирах, вы прямо подумайте, вот, некто довольны тем, что вы сегодня... Я сейчас просто хочу спросить про Красную Дорожку, потому что Красную Дорожку за своим выступлением завершал Нью-Хакт, первый чек-компании, и мой вышестоящий наставник. У меня казахская структура, я принадлежу казахской веке, да. Я на самом деле кушаю казах. Я вообще русский, потому что, по-моему, на линии я еврей, папина индокистанец. Я русский, я в казахской веке полностью. И Мирхан сказал классные вещи, когда он сказал, кто-то сейчас печет пирожки, а кто-то слушает Красную Дорожку. Так вот, за помните слова? Это были лучшие слова, прям и вообще. Поэтому сегодня кто-то в субботу готовится к завершенному кругу, вот таким. Кто-то печет пирожки, а кто-то здесь. Давайте попламируем себе. Благодарю, я вам сказал, что ты точно молодец, что сегодня наконец-то доехала, Елена Сиданна. Я очень рад. Перед РНМ все перепутал, все снял. Почему я поговорил? Что я последнее говорил? Надо за мной следить. Когда меня говорят, Жень, все-таки, что ты делаешь в компании, за что тебе платят деньги в сегодняшней презентации? Может быть, кому-то это понравится. Я говорю, я делаю ням-ням, мазь-мазь и бла-бла-бла. Очень просто. Ням-ням, мазь-мазь. И мы разговариваем. Потому что сегодня, чтобы построить ту структуру, о которой показываем презентации, но нет сегодня такого какого-то планшета, с которым можно подойти на остановку, там много людей стоит, которые не улыбаются, и так навести, он так ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды показывает, это будет твой партнер. Нет такого устройства. Есть только отдельное устройство языка. Все. Поэтому, чтобы быть богатым, надо говорить. А чтобы говорить активно, надо мазь-мазь и ням-ням. Понятно. Ну что ж. Я хочу предложить вам... Можете обеспечиться немножко? Скажите, хотите, прежде чем мы перейдем к следующему блогу? Говоря про Симарон, я предлагаю, что после нашего тренинга, кто хочет остаться, оставайтесь, я вам хоть что-то скажу, зато я принес книги. Вот. Есть шикарная, наверное, книга. Здесь более 600 техник Симаронов, о которых он сказан на все случаи жизни. И когда я эту книгу писал, я вообще не знаю, зачем я эту главу сделал, но она у меня есть. Она называется «Лова для тех, кто работает в индустрии МВМ». Очень много техники. Да, сетевиков. Как быстрее сделать структуру? Вот. Ну а для тех, чтобы совсем подойти к Симарону, кто все-таки не помнит себя студенчестве, наверное, вы слышали про красные трусы на люкс. про девяточку. Кто-нибудь трусы вешал на люкс? Об этом мы отдельно, не на пятерку поговорим. Вот. Классная вещь. Давайте уже встретимся, а потом уже идем с метро-телом. Я предлагаю сейчас встать, потому что потом мы будем много записывать. Я вам покажу одну из любимых техник. Она называется «Люкс». Она называется «Люкс». Это техника «Люкенда». Слово запомнили? «Люкенда». Ее делают миллионы человек в мире. Когда, например, ну когда эту технику будет себе сделать? Все еще раз говорю, все работает как по другому уровню. Вы удивитесь, что это работает. Ты, например, мы же сегодня жертвы телефонов. Когда телефон потерял, ты считаешь, что потерял все. А если симку, инконтакты, ты не помнишь ни одного номера. Вообще. И мы же будем говорить сейчас просто с именом очень в сторону. Поэтому это актуально. Ты вроде вспомниешь, что и знакомый, и набираешь чат на эти контакты. Вы можете сделать «Люкенда». Обычно ей пользуются студенты «Люкенда». Очень часто, когда собираются в гостях, молодой человек или девушка, она видит посты противоположного пола, нравится, не знает, как заговорить. Надо сразу до Кургонского уйти и сделать в это 7 раз «Люкенда». Представляет, у человека на 100% у вас не дает контакт. То есть это техника для того, чтобы поднакомиться, встретить, привлечь. Вы можете делать «Люкенду», представляя сразу 10 человек с первой линией. Понимаете, да? Вот такой вот. Женатый, замужный, да можно. Потом вперёд. Сейчас так, что всякая жизнь угры. В общем, делаем по всемороне незнакомого волшебного ряда 7-17-27. Сейчас делаем минимально. Кажется 7. То есть цикл – это как «Люкенда» – «Люкенда». Это раз. Понятно, да? Начинаем с сердца. Это левая сторона, а с правой. С правой стороны. Готовы? Надо представить человека. Представили? Какого-нибудь, кого вы хотите встретить? Или 10 человек хотите? Или сразу 150? Ну, нам нужно 150. Ну, мы не наименько есть. Итак, 3 федактора. Поехали. Люкенда. И улыбаемся. Люкенда, воспуемаемся. Люкенда. 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 Ну, знаешь, как правильно? Люкенда. 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 А говорим, что ты знаешь у вас? Люкенда. 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 Белинда. Люкенда. Да, будет так. Спасибо, что я вам сейчас не показываю, как нам воплотить образ скриньи, а хрюкать, потому что мы такие вещи делаем, а потом, я могу читать, многие мечтают, как стать звездой социальных сетей, кто хочет, развалить, ну на каждую площадь выйти и 27 раз в пользу скриньи прокрутить, сразу залететь. Мы это делаем, эти вещи не делаем. Вообще, если, ну давайте потом, как говорим, мы сделаем один блок, а сейчас все-таки стартовый тренинг, тот самый Евгения Матвеева. Ребят, записывайте честно. То есть тут сейчас с шутками и припомутками, но все на самом деле вперед. Мы сегодня рассмотрим несколько основных блоков. я обычно начинаю со своей истории, потому что именно в ней было то самое начало, студенты, а кто еще студенты остались у нас? Студенты кто остались? Вот, ну ты уже зарабатываешь, что может быть интересно. Побежали. Мой путь остался студентом. Мой путь начался с сетевой, когда я был на четвертом курсе университета. И когда Денис сегодня говорил, что наверняка здесь есть динозавры, начинал там с самого начала. Не хочется себе говорить, что я динозавр, потому что сразу возраст придется считать. В общем, да, я был в то время, когда все так начиналось, первая компания всем известная была. И мой путь шел в университет через рынок. И я видел, вот Денис когда говорил в данной презентации, что никто не отслеживал людей, никаких школ не было. Это была компания Перполай. И на рынке они утром привозили две машины, и я шел в университет, и была огромная очередь к этим машинам. Там просто вот эти коробки просто продавали в лед. Я шел в пару, уже машин не было. Я думал, что продают очередь о ком. Потому что и люди были такие никуйненькие. Их было много, и так все продавалось. Наверное, это тоже сыграло определенную роль потом в дальнейшем. Потому что однажды вечером я шел по улице, и ко мне пришла девушка и задала один вопрос. Молодой человек, здравствуйте, вам нужны деньги? Я говорю, да, у студентов, е-мое. Да, а сколько? Она говорит, много. Много. Я говорю, что для этого нужно? Приходите сегодня в университетную технику, там будет встреча. Я пришел, записывайте школу, что нужно делать. Она была очень мудрая. Она меня провела в центр зала. Садила в центр зала. Я еще такой воспитанный, я же из интеллигентной еврейской статской семьи. Началась презентация, и там все хлопали радостные, на сцену ходили люди, рассказывали, как они худели. Вот. Такие истории. Просто, что вы понимали, я был очень хуик. То есть очень. Там есть еще пять килограмм, и в принципе ветром унесло. Я понял, что эта история точно не для меня, и мне интересовали деньги, которые она обещала, а везде только похудели. А денег не было. Только похудеется, но без денег. И, кстати, идти я не мог, потому что воспитан был так, но еще я понял, что просто не пролезут. Мне пришлось ждать до конца, пока на сцену не вышли два парня молодых, Дима Хавкунин и Дмитрий Калярин. И они стали говорить о деньгах. Во-первых, мне очень понравилось, как они выступали. Это было шедеврально. Они, знаете, ворочали, где-то они в движении. Они как мимикой играли. И я сидел, я слушал. Они постоянно рассказывают, сколько они зарабатывают. Я вспомнил о тебе машину на рынке. Я понял, сколько там зарабатывали, когда продавали в этих банках. Мне очень не так сильно понравилось. Мы вышли, она говорит, будешь работать? Я говорю, буду работать. Она говорит, ну вот до завтрашнего дня, завтра буду регистрироваться. Ну ты сразу напиши список имен из 100 человек. Всем говорили, наверное, эти истории. Напишите список имен. Я его написал в 100 человек. До 100. То есть, как положено. Все, у нас в следующий день мы встретились. Зарегистрировались. Она дала мне продукт. Правда, она сказала, ты купить не будешь. Там есть формула набора веса. Я обрадовался уже. По метру. И она сказала, теперь иди и нести слово. Я пошел. Первые 20 человек мне сказали нет. Кому говорили нет? Нет. Я уже начал обижаться. Но когда мне сказали еще 20 человек последующих. То есть, на сороковом. Я, честно говоря, очень серьезно стал думать. То есть, мне говорили, Жень, ты дурак. Это МНМ. Ты дурак. Жень, ты дурак. Жень, это пирамида. Ну ты дурак. И, в общем, где-то на сороковом человеке я уже серьезно стал задумываться, а не дурак ли я. То есть, прям совсем серьезно. И еще 10 человек, и они решили все. Я пришел к спонсору, вытирая сопли. Я не буду работать. Это не мое. Потому что я дурак. Вообще деньги только отдал. За стипендии теперь дожить надо. И наставник сделал очень шикарную вещь. Он говорит, подожди. Кем ты будешь после университета? Я говорю, геологам. Классная романтическая профессия. Тайга, комары, медведи, ханты, чукчи. Ну я из Сибири-Тюменского университета. Она говорит, давай мы завтра с тобой встретимся. Напиши, пожалуйста, список вот своих желаний. Что бы ты хотел получить в жизни? О чем ты мечтаешь? Ты скоро станешь спросом. Ты выйдешь из стен университета. Что бы ты хотел получить? Вы знаете, я был, наверное, очень большой оптимист, но я 300 желаний написал. Сразу же. Сразу 300 желаний. Забегая вперед, я могу вам сказать, что эта тетрадка, она выросла до 5000 желаний. Через некоторое время образовалось 5000 желаний. Я скачивал прям вообще. И забегая вперед, я могу сказать, через где-то год, вы знаете, как я проводил встречи со своими друзьями? Как думаете, кто догадался? Ну, кто не слышал эту историю ранее? Я работал только со своей тетрадью. Я открывал ее и говорю, на, почитай. Пипил кофе. Он говорит, что такое? Ну, друзья, я говорю, это твои желания. Это показатель написал. Смотри, кстати, обрати внимание, вычеркнутся. Это я заход. Вычеркнула. Полистай. Потому что 5000 желаний надо было полистать. Люди не стали, не стали. Я говорю, скажи, вот ты, сколько бы из этих тетрадочек мог бы, если это были твои желания, сегодня мог бы зарплату позволить вычеркнуть. И люди превращались в чек, который по субботам утром. Все. Грустно очень. Потому что они говорили, нет, а как так? Сетевой маркетинг. И только сетевой маркетинг. И исключительно сетевой маркетинг. Потому что из 5000 желаний через год там уже почти одно третье было вычеркнуло. Все. Вычеркнуло. Знаете, как кайфово жить, когда ты вычеркиваешь. Ты получил чек, и ты уже знаешь, куда он пошел. Вычеркнул, вычеркнул, вычеркнул. И по закону желаний вместо одного вычеркнуло. И мы встретились. То есть 300 желаний было написано. Вот они желания. Смотрите, что дальше. Как это было красиво. Вот это вот наставник. Это вот наставник, которому надо песни петь. Когда он умный. Я чувствую, что вы делали то же самое. Это шикарная работа. Она говорит, Женя, ты геолог. Я говорю, еще какой романтичный геолог. Комары, тайга, чучи, ханты, медведи. Если не съедят тебя. Он говорит, сколько получает геолог? Зарклата не романтичная, честно. То есть она очень романтичная такая. Ну, такая. Вот такая. Вот такая. Вот. Она говорит, давай посчитаем, сколько стоят твои желания. У меня было написано квартира, машина, путешествия. И мы начали считать. Три миллиона рублей. Полтора миллиона рублей. То есть мы посчитали. Она не поленилась сама посчитать все три желания. А потом мы начали. Она так раз учертила. А теперь геолог. Я прям помню ее слушать. Геолог. Давай посчитаем. Если тебе медведь не съест. И ханты не подстрелят. Когда ты где-то убедешь. И тут понеслось. Столько не живут. Столько не живут. Двадцать лет. Тридцать лет. Она так прочеркивает. Я, кстати, уже такой сидел. Я точно знаю. У меня настроение пропало. Романтика развеялась. Она говорит. Я тебе еще раз предлагаю. Если мы будем с тобой работать в команде. То у тебя чек будет через два месяца. Он был назван. Сумма. Давай посчитаем еще раз. И мы посчитали еще раз. И тут оказалось. Что не столько не живут. А пять лет. Один месяц. Три месяца. Шесть месяцев. Сейчас тебе нужно принять решение. Или ты диолог. В романтичной профессии. Не спорю. Но у тебя моя жизнь. Так сейчас. Или ты живешь как ты хочешь. Решай. Скажите. Это хорошее было упражнение? Это было шикарное упражнение. Это было лучшее упражнение. Я говорю. Да. Я так хочу. Вам тогда идти. И неси слово дальше. И вы знаете. Настолько сильно мне это зажгло. Я пошел. Я опять пошел. Опять началось. Ты бурак. Это. Кто-то. 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 Это МММ. Это пирамида. Я поворачивался к дверному плоску. Когда выходил. Врядь. Вот так невидимую пылинку. Говорил. Да за какие деньги. Да хоть каждый день. И шел к следующему. А потом меня стали уже. Думаю. А что это они мне просто так говорят. Нет. А я просто так буду ходить. И я знаете. Я набирался наглости. Мне кто-то очередной говорит. Нет. Мне жал руку. Говорил. Спасибо тебе огромное. Спасибо, что ты сказал нет. Все. Ты просто. Блин. А то у меня статистика. Какая статистика. Просто все говорят. Да. И один человек в течение дня должен сказать. Нет. Все. Спасибо тебе. Ты выполнил мою статистику. Я уходил. А тот оставался и думал. А не дура ли я. Все ему да говорят. А я тут одна умная. Я не знаю, что они там думали. Но знаете. Я не запамятный. А там ши успокоюсь. Все. Мне сказали нет. В общем, из 100 человек, мне только 5 человек сказали да. Закон 80 на 20 не сработал. Он сработал 95 на 5. Самое интересное случилось дальше. Через год в этом маленьком северном городе мы проводили мероприятие. Все эти пятеро друзей, кстати, они были от 80 до 100. То есть в самом конце списка. Мы проводили большое мероприятие. К тому времени уже было подписано огромное количество сибирских городов. Вся Западная Сибирь. Ребята зарабатывали огромные чеки. И мы когда его провели, мы сидели дома. И я во сне спросил. Слушайте, а я вам когда-нибудь рассказывал историю, что я тогда по списку имен прошел 100 человек. Но только вы пятеро мне сказали да. И тут один говорит, Жень, ну скажите по правде. Никогда тебе не говорил. Сейчас скажу. Ты знаешь, ты когда пришел, ты такую ахинею нес. Вообще просто бред сивыковылок. Но ты так уверенно говорил, что у тебя скоро будут деньги. Я подумал, группу Матвеева правда будут. А я что? И я сказал да. Второй говорит, Илья то же самое. Ты говорит, вообще вот просто, ты если всех нас слушал, жалко, мы не снимали. Сейчас просто поржали. Но это невозможно. Я ничего не понял. Кроме от того, что ты говорил, что у тебя скоро будут деньги. То есть не смеется. Я подумал, ну вдруг на всякий случай. И третий, четвертый, пятый. И тогда я понял одну вещь, что люди не слышат слова на самом деле. Люди слышат только степень убежденности, с которой ты произносишь эти слова. А степень убежденности идет только отсюда. От души. И я понял, когда мы сидели и говорил, вы знаете, а помните, я вам сейчас расскажу эту историю. И я тогда впервые рассказал историю, что со мной сделал наставник. Я в тот момент родился. Я захотел жить, как я хочу жить, а никак не буду показывать. Дядя и тетя. Я, кстати, на государство не работал ни разу вообще за всю свою жизнь. Вот. Вот. И это был, поэтому это классный. Это шикарный урок. А что я салфетку сжигал? Было интересно. Ну ладно, сейчас мне вернусь. Так вот, что мы делаем сейчас? Мы разберем несколько пунктов. Несколько пунктов. Первый пункт. Что делать? То есть, мы сейчас, тематика, что мы делаем первых 90 дней сразу же обучаемся и применяем. На самом деле, я настоятельно рекомендую почаще со своими первыми линиями, кого вы приглашаете не только с первыми линиями, а со всеми, проводить встречи как раз таки на тему чувства убежденности, что проявилось. Потому что есть закон зачем и как. Может быть, знаете об этом? Если у тебя есть ответ на вопрос, зачем я буду здесь, то это 90%. А как это всего лишь 10%? Как это техники? Все равно они придут. Если ты не знаешь, зачем ты здесь, это все будет бестолково. Ни одна техника у тебя не сработает, потому что у тебя нет степени убежденности. Тебя люди услышат. Тем более, сегодня в наше время, вы знаете, люди очень чувствительны. Люди чувствуют, когда кто-то им лжет, когда кто-то что-то не договаривает. Но если тебе степень убежденности, они тебя услышат. Поэтому это все зачем? Я настоятельно рекомендую всем, кто меня сейчас слушает, будет слушать и здесь сидящие. Придите домой, начните сегодня это сделать. Это лишнего точно никогда не будет. На списке сделайте два списка. И я рекомендую, когда вы приглашаете людей в бизнес, проведите с ними такую же работу. Нужно составить первый список. От чего вы хотите избавиться раз и навсегда? Раз и навсегда. Когда я разговариваю с людьми, и мне часто задают такие вопросы, нужно ли здесь продавать, там еще какие-то. А потом иногда мне пишут такие комментарии. Жень, ну хочется, ну страшно. Говорят, он так страшно. Я не знаю, получится или не получится. Ну примерно. Я говорю, вы знаете что, я открыто говорю всем. Я говорю, страшно, страшно это когда ты отказываешь своему ребенку покупки игрушки. Страшно это когда ты, зуб болит, а ты не можешь сходить и обучиться. Денег не хватает. Страшно это когда ты утром считаешь мелочь на маршрутку. Страшно это когда ты стираешь ногти дома сама, потому что нет денег сходить в салон. Страшно когда ты зовешь подругу покрасить волосы, потому что опять же не можешь сходить в салон. Страшно когда у тебя уже пожилые родители и ты ничем не можешь помочь. А, время уходит. Это страшно. Хорошо? Сказываю. Поэтому здесь нужно написать все. Что не хочется. Чего ты вообще больше в своей жизни будешь видеть. Все. нервы чертова работы. Это коллектив серферта. Маленькая зарплата, ненависшую эту. Это свое стеснение, стесняюсь его вечно. Не хочу видеть пустой холодильник. Не хочу копейки считаю. Понятно да? Пишите руку. Надо просто взять, написать все, а потом взять другой листочек. Это не надо еще у вас. А потом написать, что я хочу. Все, все, все. Прям, знаете, прям писать, 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 писать. Прям на одном. Тяпнуть баночку NFG и еще писать. Мало, значит, бутылку, но не выпить. И еще писать. Прям писать, пока рука не устанет писать. И в этот момент происходит изменение, сильнейшее изменение. Во-первых, вы будете работать на квадратном уровне. Даже не понимая, что мы печь. Но именно так происходит материкозам. Вы измените событийный ряд. Событийный ряд. Но именно так происходит. И у тебя кое-что происходит. Ты понимаешь, зачем ты здесь. И когда в дальнейшем у тебя будет повод печь кирожки, проваляться в воскресенье дома, ничего не делать, как вы уже вспоминаете. А когда к тебе будут приходить в гости и друзья, надо прям повесить. Пусть видят. Вот пусть видят. Они приходят, и у тебя висит на холодильнике. Вас не искать. Здесь магнитик вот такой. Они же продаются, такие магнитики. А здесь магнитик вот такой. И пусть видят. Потому что когда они увидят, то никакой вопрос вам зададут. Что это такое? Просто многие спрашивают, Жень, как подписывать людей? Ну, как минимум, надо, чтобы они хотя бы что-то увидели и знали, что у тебя какие-то изменения в жизни происходят. Ваш список, как и говорится. Потому что я расстался недавно со старой жизнью. У меня сейчас новая жизнь. И это все будет. Я могу вам сказать, что 100% людей, которые ведут гости, посмотрят на холодильник, у них вообще-то в голове бюши, ровный счет точно такие же списки. Если зачастую вот этот недлиннее, вот потому что здесь кто-то будет сменить, ну, уже 43 месяца, еще что-нибудь там. Многих детей не работают на программу улучшения по полной стране по одной простой причине, что знают, что денег на содержание ребенка не улучшен. А, да, кстати, почему люди грустные, когда я рисовал, потому что платить за бюджет. Мне не страшно от этого, что ты не можешь себе это позволить. Поэтому вот это, это классная вещь. Это понравилось? Применяем. Все, можно походить, потому что выезжаете. Следующий пункт. Я сказал, что у вас будет несколько пунктов, я немножко тороплюсь, потому что регламент, а с другой стороны, ну, и у вас этот регламент, у каждого есть некто, и кто досидит до конца, тому точно будет подарок. Ради этого, да за такие деньги, да под каждый день. Правильно? Все, да будет так. Список имен. Классная тема. Понятно, что все вы знаете, как его делать, я попробую вам рассказать все-таки, поскольку вы сейчас записываете готовый инструмент, который можете рассказывать своим новым людям. как делать список именов? У меня, вообще-то, он всю жизнь, я его делал другим. Я, если честно, да простят меня все сетевые лидеры в мире, я не сторонник списка именов на 100 человек. Ну, как бы, у каждого тренера есть своя школа, мы обмениваемся опытом, задача каждого брать то, что комфортно ему, да, поэтому я делюсь с твоей школой. Я не люблю спорить человек по одной простой причине, потому что психологически считаю, это есть некое ограничение. Когда ты идешь-идешь, тебе там 50 человек сказали, нет, и ты такой думаешь, блин, у нас 50. Если я дойду до конца, и что потом, где еще брать? Понятно, да, о чем я говорю? Она психологически работает. Я, кстати, иногда сказал одну вещь. Тогда, год назад, мостими ребятами, мы, когда мы поделились почему они мне сказали, да, я говорю, слушайте, а у меня список именка остался. Давайте ради интереса, поскольку мы все в этом городе живем, проверим, чего с этими людьми случилось. Помните, да, 95 человек мне сказали нет, умудрились, сказать нет. И мы разбили этот список, кто кого знает, и через 2-3 дня там еще раз собрались, и мы обнаружили следующее. Мы были в шоке. Это был лучший урок для каждого из нас. Оказывается, у 67% ничего, за этот год не изменилось. Вообще ничего. А у 33% их уволили, сократили, заболели, покинули мир. И мы потом сидели и думали, и кому люди сказали нет? Мне? Нет. Люди сказали нет себе. Они сделали выбор в своей жизни. И поэтому у нас в деле очень много дальнейших всех денег. Я всегда, для новичков, начинаю с того, что нужно очень хорошо понять один закон 80-120. Этот закон есть везде. Он существует в мире животных, насекомых, в мире танковых, в мире городов, в мире экономики, в мире людей. У нас он тоже существует, в сетевой маркетинге он тоже существует. Этот закон дословно гласит, что 80% людей никогда в своей жизни не будут заниматься ничем энергичным. Все очень просто. Это не моя вина. Это не вина компании, не вина маркетинга, не вина продукта. На самом деле компания, это все большинство, вообще сетевая миссия, она вся прекрасна, в любой своей единице, в любой. Я, честно говоря, восхищаюсь до сих пор, когда захожу в метро и вижу людей, которые стоят с листочками и вот с этим консервной крышечкой I like Herbalife. Вот. И они раздают кисловки. Вы знаете, берет кисловки и кто-то все-таки приходит. Работаешь. То есть их вообще не смущает эта тематика. Они делают свою работу и все. Поэтому у каждого из нас есть свои 20%. У каждого из нас. Так устроен мир. 180% люди говорят, нет, не мне, и не компании. Они им просто это... Да не то, чтобы даже себе, им это не интересно. Я профессиональный кладоискатель, если кто-то не знал, я 20 лет занимаюсь кладопоиском. Скажите, классная вещь? Кто считает, что это классная вещь? Кто бы хотел немножко со мной посоединиться? Профессиональный майнер. Профессиональный майнер. Вот, майнер. О, Симарон. Я знал, когда ты увидишь. У меня все было готово, но тебя не было, когда я не читал. Покажи технику Симарон. Человек, который привез саккумулированная энергия, то есть человек, который является, в котором саккумулирована определенная энергия. Симаронская техника. Берем карточку и ее заряжаем. А мысленно я денежки перегнал к себе. Майнер. Да, ну там, балди. Аккуратно. Я так думал, когда же это произойдет? Когда же Симарон произойдет? Я оставил такую хорошую. Нет, когда успешного человека берешь, так раз, и зарядился. Мы так, когда кошельки заряжаем в Симароне, надо показать, да? Кошельки как заряжаются? Можно я сейчас похозяйничаю? Симарон спрашивает. Есть зарядка. Мы телефон заряжаем. То есть заряд идет, чтобы телефон работал. Все Симаронщики мира на ночь вставляет что-то в розетку пробовал и второй вставляет в кошелек. Что будет делать? Заряжаться. Лучшая техника Симарон. Абсолютно. Это называется спаривание денег. Если я сейчас начну курить Симарон, то никто не уйдет. Мы поговорим больше. Давайте с Симикчерком и посмеетесь, и я точно с Симароничей. И трусы повезти. Ну, серьезно. 80 на 20. 80 на 20. Смотрите. Я говорю, что спросил про кладоискательство, но я могу сказать, что среди всей массы моих друзей кладопоиском со мной занимается покатный человек из моих друзей. А остальным это просто неинтересно. Кто занимается макромэстерсом? Или вяжет? Есть кто вяжет, шьет? Вот. Вот и все. Вас 4 человека. Остальные руки не подняли. Почему? Потому что это неинтересно. И все. Вот. Кто биткоины качает? Смотрите. Один человек, а остальные. Ну, либо не дошли еще, либо неинтересно. Да? Либо еще не знаете просто об этом. И так везде. Вот он закон 80 на 20. Поэтому нужно понимать эту вещь, что у нас у каждого есть 20 своих процентов. Но я вам больше скажу. Если однажды в мире появится компания, в которой по маркетингу плана будут платить деньги за то, что ты вслух три раза назвал компанию, щелкнул на окон, щелкнул пальцем и щелкнул невидимым пластом, пеники, пеники, ра, вот, а тебе бах 100 долларов. То есть компания ласточка. Ласточка, 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 и тебе бах на счет 100 долларов. И тебе спонсор говорит 90 слов. И ты идешь, рассказываешь 80% людей и знаете, что скажешь? Все такие балайки. Это МММ. Чист они вообще такого быть не могут. А кто-то скажет, блин, а уж правда щелкнул пальцем и раз получилось на старшклон. Поэтому из нас есть что-то рассказывать. Но когда проводил стартовые тренинги, когда задавал с аудиторию, всем понятно, никто теперь не боится, не боится. Понятно, что нужно делать, нужно рассказывать. Вопросы есть? Я обычно кто-то понимает, как вы есть. Я говорю, какой вопрос? Жень, что ты рассказывал? Опять еще раз объясняешь, здесь все понятно, понятно. Вопросы есть? Ничего не понимаю. Что делать? В итоге? Ням-ням, если делать, то что надо? И вот тогда, в 97-м году, родились песочные часы. Еще раз хочу сказать, это исключительно мое авторство. И по многим компаниям все это рассказывают. Потому что это сразу же ушло. Песочные часы. Но это очень красивый надежный пример, который позволяет людям понять, что такое 80-20. И просто настроиться на то, что да, нет, следующий, да, нет, следующий, да, нет, следующий. Песочные часы это когда вода колбочки очень много-много песчиночек. Правильно? И мы знаем, что в любой колбочке есть 20% золотых песчинок. Вот, знаете, песочные часы, мы знаем, что есть дырдочка. Я не переслова всю жизнь, как говорю, поэтому секс, пикассо, полярю, дырдочка. Мне даже не хочется исправляться. Мы знаем, что песчинки пересыпаются сюда. Правильно? То есть мы знаем, что если часы оставить в таком состоянии, то вся пучка пересыпется. Согласны? В том числе и все золотые песчинки. Вопрос, чтобы просто не сыплись. Теперь мы усложняем задачу, естественно, поставим переключатель вкл-выкл, который раньше был на русском старшерах. Помните, такой вкл-выкл? Сейчас студенту спаси комнате. Вкл-выкл. Вот вкл это разговор. Это разговор с человеком. Все. Поэтому чем мы занимаемся, мы делаем вкл. Чем чаще мы будем делать вкл, тем быстрее все песчинки пересыпаются. Собственно говоря, вот и работа. Можно говорить, я могу сказать, ребята, так, что, конечно, нужно свою речь тренировать. Конечно, для этого и нужно слушать презентации и присутствовать, потому что ты слышишь красивые слова, ты запоминаешь и ты уже совсем по-другому презентуешь компанию. Потому что я не говорю, что я работаю в российской компании, честно. Я говорю, что я популяризирую бренд компании, в которой есть продукты премиального качества. Мне нравится, потому что я так себя чувствую. Я презентую бренд, о котором скоро будут все говорить, но мы пионеры. Я не говорю, что сетевая компания. Я знаю, что так лучше вложиться. Да, я всем говорю, что у нас маркетинговый брендовый маркетинг-план премиального качества. Это как собака Павла. Все же знают про собаку Павла? Да. Только не все знают, что когда Павла был маленький, его упустила в детство собак. Собака выросла и забыла, а Павла вырос и не забыл. Вообще это было негативно. Поэтому делаем вкрыл. И вы знаете, иногда я рассказываю не очень, может быть, хороший пример, но чтобы было понятно, что такое да, нет, следующее. То есть да, нет, следующее. Самое главное, не надо тратить время на переживание. Это глухо. Нужно тренировать свою речь. Да, нужно находить красивые слова, но по большому счету, если с точки психологии разобраться, если ты оказываешься в нужном месте, то как бы ты ни говорил, если человеку в этот момент остро стоит вопрос здоровья или денег, он услышит любые слова. Просто ты должен оказаться в этот момент. Вот, между прочим, мой наставник здесь в компании Людмила Мирюк мне три раза приглашала в новую волну. Три раза. Она говорила «Встреться с Машей». А у нас уже там все изменилось. Но я был занят чем-то и не слышал. Не слышал. Пока перед Новым годом, в декабре, я стал планировать следующий год, я стал думать, чем же мне заняться. И вот у меня прям внутренний такой позыв. Я прям не могу передать словами. Я прям внутри все петело хочу вернуться в сетевой. Я хочу сетевого драйва. Я хочу ездить. Я хочу города. Я хочу счастливые истории людей. Я балдею, когда на сцену выходят твои люди из твоей структуры, за наградами. Это, по-моему, самый счастливый момент для наставника, когда ты радуешься за эти чеки. Боксинг, даже пусть больше у меня, фигла. Ну, кто меня сейчас там смотрит? Да нет, конечно, радуйся, пошутил. Это кайф. И тут она звонит мне третий или четвертый раз. Она оказалась в нужный момент и все. И все поплыло. А потом, когда я еще увидел поток, я отдельно расскажу сегодня вам против гидрокарцетин, если времени хватит. И все. Это была ключевая форма продукта, жидкая форма, вкусная форма, против гидрокарцетин. Это был пайф. Поэтому переживать ни в коем случае не нужно. Нужно просто делать пыл. Пыл, 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 пыл. И у тебя все высыпаются пищи. Есть история, иногда приходится рассказывать историю, она может быть не совсем такая хорошая, но тем не менее. Она показательна, что такое Данец следующий, Данец следующий. К сожалению, такие истории есть. Наверное, во многих странах мира они присутствуют, я сейчас попробую рассказать, более-менее хорошие. Но иногда мы видим на улице детей, которые просят денег. Мы не знаем, что у них за история, но там может быть, например, такая история. Да, в семье нет папы, по-разному. Есть мама, мама, которая болеет. И есть вот эта мальчонка 11 лет. И есть, да что ж я рыба сентиментальная, у меня хорошая, берет за душу всегда такие вещи. Я рыба сентиментальная. Есть сестренка маленькая, и вот этот мальчишка, он понимает, что он единственный кормилец сейчас, на данный момент. Мама болеет тяжело, ей нужно лекарство, а сестренке нужно кушать. И все, на что он может рассчитывать, на милости людей. И он выходит в люди. И тетенька, дай денег, нет. Дяденька, дай денег, нет. Тетенька, дай денег, на. Дяденька, дай денег, нет. Дяденька, дай денег, нет. Как вы думаете, он успевает переживать, когда ему говорят нет? Он просто очень хорошо знает о комбасе 120. И он знает, что если он будет сейчас люди распускать за то, что ему кто-то отказывает, то вечером сестренка будет без еды, а мама без еды. И он просто делает танец следующий. Танец следующий. И вечером он купит продукты, вечером он купит лекарства, мама обязательно поправится, а потом встретит лучшего мужчину мечты, и все будет ему хорошо. Это сильная история, но думайте про нее, потому что это тоже вопрос жизни. Там все будет хорошо, просто нужно пройти. Таких историй на самом деле бесконечно очень много. И это все работает. Нужно просто фильтровать, фильтровать, фильтровать. Идем дальше? Надо бы смотриться или все, бежим? Бежим. Еще одну историю, о которой я рассказывал, по-моему, на зарядке, я не помню, какие я рассказывал, какие нет, но мне кажется, это ее рассказывалось. Да, Мария сказала, как я говорю. Но прежде как бы три истории подряд еще расскажу, чтобы закрыть тему 820. Уже так уже все полностью выложить сегодня, чтобы не спалось совсем, чтобы не спокойной ночи было у тех, кто сегодня был здесь. Это история, которая однажды побудила меня к очередным действиям. Я хочу просто на примере, как это происходит, показать. Вот эта история человека, я слушал его в школу, он был из компании Herbalife, и он рассказывал, как он достиг ранга президента семьи. Если кто-то знает компанию Herbalife, там, как и большинство сетевых компаний, ступенчатый маркетинг план. Вы знаете, да? То есть нужно прийти на одном статусе, много-много работать, вот, чтобы однажды подняться на следующую ступеньку, чтобы тебе дали дополнительный процент, потом еще больше работать, чтобы еще подняться. И многие просто не доходят доверху, понимаете? И этим страдают почти все сетевые компании в мире. И, конечно, пользуюсь случаем. Я не могу сказать, что такого нет в новой волне. Потому что можно сразу же, когда ты закончишь компанию, поделиться со своим статусом. И за это аплодисменты, кстати, нашему маркетинг-плану. Чтобы не курагировать свои силы, а сходить сразу, чтобы получать положенные максимальные проценты сразу с первого человека. Я хочу сказать, меня эта вещь повторила в маркетинге. Ну, честно, в две вещи. Вот этот момент, чек от чек. Мне прям вообще чек от чек возбуждает невероятность. Это самая лучшая вещь. Ну и, конечно, бонус от компании индексуации. Когда дойдешь на них. В общем, есть смысл. Блин, тут просто нужно быть, не знаю. Я не знаю, где нужно быть, чтобы здесь не работать. Не хочу сейчас удаться, но... Это лучшее, это прям лучшее предложение. Так вот. Мне жалкости верну. Бедные. Да я сам так живу. Идешь, идешь, упакиваешься. В общем, он рассказывает свою историю. Что работал в Америке, он американец. За три года. Там квалификационный ряд. Есть такой высший категорий. Рамки. Миллионард Тим. Президент Тим. Вот. Он говорит, за три года я создал гигантскую структуру. И вырастил несколько миллионардов Тим. Но моя мечта была войти на самую высшую ступень. На самую высшую ступень стать президентом Тим. Войти в эту команду. Но у меня не было тех людей, которые порвались так же. То есть они доходили, мои лидеры, до миллионара. Их устраивали в чеки. Их устраивал доход. И они больше не хотели бы идти. Все. То есть они были в шоколаде. Это классные чеки были. Они просто не хотели дальше идти. А мне нужно было вырасти того, кто бы захотел быть президентом, чтобы он своим объемом меня поднял. Вот. И тогда мне наставник предложил, смени лес. Вот когда мы идем за грибами. Мы же часто так бывает. Зашли в лес, грибов нет. Чего мы делаем? Меняем лес. И вот они хорошенькие, срезанные. Мы опять меняем лес. И там уже не смешно. Он говорит, сменяем лес. Я военал в Англию. Я работал еще в Англии. За год в Англии я создал структуру больше, чем за три года в Америке. Почему? Потому что перед отъездом я вынес обязательства. Сам перед самим собой. Это самая сильная вещь. Кстати, ребята, это потрясающий урок для всех. Он говорит, я напечатал карточки размером с кредитовую карточку. Такого уже вот размера. Вот чтобы помещалось в карман. Много напечатал. И... 360... Сколько там в ней было? Не знаю. 360. Я... Кстати, вы заметили, это премия быстро на угол увеличить. Я вообще не понимаю, что происходит. Я в понедельник только планируешь неделю, уже блин пять. Все. Уже зарплата. Уже зарплата. Ну... Хорошо, конечно. Ну, разогнаться, что надо. Я сделал карточки, в которых было 20 точек. 20 точек. И я вынес сам перед собой обязательство, что я каждый позже день буду делать по 20 контактов. 20 контактов. И я даже больше сказал, что если я хоть раз нарушу это обязательство, я расторгаю компайн, контракт с компанией преподаваю. Все. Ну, чтобы была мотивация. Не важно. Я буду болен, сбила машина при анимации, но 20 раз буду разговаривать с медицинской сестричкой. Вот. И я поэтому за год... Почему он за год сделал больше? Потому что он делал 20 раз вкл. 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 Постоянно. Он не пирожки пек. Он делал вкл. 20 раз. И он говорит, однажды был день. Я сюда еще почувствовал, что что-то необычное. Если будет день, я просто все не пропишу. Но были очень тяжелые переговоры. Весь день бил дождь. Это туманный ампион. И вернуться в отель. Он снимал роскошный люксовый номер в отеле, где он жил. Деньги позволяли. Очень поздно. Уже была заполночь. И устал. Он говорит, я из культурной семьи, первый раз в жизни я позволил себе в мокрой одежде влюбнуться на постель. Я не мог пошевелиться. Все. Мне было плохо. Ломали все кости. Я вылокну. Я не знаю, как что. Но я не мог уснуть. Естественно, первый день я достал карточку. Посмотрел. Нет. Все 20 точек, они были перечеркнуты. Еще час провалялся, не мог уснуть. Опять карточку достал. Все 20 точек были перечеркнуты. В 3 часа ночи я еще раз достал карточку. И уже внимательно рассмотрев, я обнаружил, что была просто игра штрихов. Одна точка осталась целой. Он тогда спросил, что бы вы сделали? Ну, естественно, начали предлагать всякие вещи. Встал, куда пошел. Он говорит, я тоже так думал. Я мог бы в постели лежать. Я не мог вообще пошевелиться. Он говорит, я до самого утра до 4-5 утра лежал. И потом в какой-то момент я понял, что я лежу и торгуюсь с собой. Что, мол, завтра сделаю 40. Потом 60. В общем, дошел чуть ли не до 140 встреч в день. Он потом понял, что это всего лишь 40. Не больше, не меньше. Это всего лишь 40. Я встал и пошел. Он говорит, я шел. Не было никого. Даже ни одной английской собаки. А потом я понял, что я очень громко разговариваю. И из матершинных слов были имя президента, название компании. Ну, в принципе, англичане. А все остальное – это был отборный английский очень скупой мат. Все. И потом вдруг я увидел свет. Это был ПАП. Английская пивная. И это было круто. А мне все проснулось. Там же есть… Да фиг с тем, что они пьяные в хлам. Но люди… Я должен эту точку поставить. Я понял, что все. Я не ухожу никуда из компании. Я забежал в этот ПАП. Но там не было никого. Там даже не было ПАП. В конце концов, я в какой-то момент говорил, что все. Моя история закончилась. В конце концов, я заработал много денег. Я всегда мечтал строить церкви. Открою строительную компанию. В общем, позвал бармена. Он вышел и заказал бутылку. Нельзя гернуть к вам, да? Вискер от лейбл. Я уже сделал. Вот. Вискер от лейбл. Выпил эту бутылку. Мне захотелось еще выпить. Все равно завтра выйдет домой. Вот. Бармена опять не было. Я его позвал. Он вышел. Янусь злой. Оказалось, что за этот час, пока я пью всю бутылку, его бросила девушка, я взял еще бутылку, предложил ему выпить. Через полгода бармен за квалификацию миллионардов. Все. Вот это называется работа до последнего. И вы знаете, это шикарное обязательство, когда ты работаешь. Когда ты засыпаешь, и ты точно знаешь, что ты сегодня на отлично провел тень. Кому это в этом состоянии? Кто такой бывает? Вообще, я хочу сказать, это шикарная привычка. И утром настраивать себя на работу, и перед сном задавать себе вопрос Матвеев или Иванов, ты точно все сделал себе. Вот прям точно все здесь сделал. Да, когда идет соревнование, извините, думаю, куда все-таки это и хочется. Я сделал подписание в 10 часов вечера. Я не знаю, что, мол, в 12-го сделал Денис подписание или в 11, да? Во сколько? Или у тебя просто течение не было? Я до последней минуты всегда. Первые минуты месяца и до последней минуты. До последней минуты. Вот она работает. Вот тогда ты честно засыпаешь. Вот это классная работа. Если ты мечтаешь свой деньгах, и ты видишь там хуже всего, знаете, проще, когда ты мечтаешь, что ты нифига не больно можешь идти к плаву. То есть тебе еще простительно, но если ты их увидел, и ты точно знаешь, что здесь можно зарабатывать такие деньги, более того, ты эти истории знаешь на красной дорожке рассказываешь. Это же фантастические истории на красной дорожке. Сколько чеков ты получаешь? 70, 150, 170 тысяч, 400 тысяч в неделю. И ты понимаешь, что это такие же люди, как и ты, половина из которых вообще первый раз пришли в сетевое, они зарабатывают столько денег. То есть я тоже так смогу. И если ты ложишься спать, и ты знаешь, что ты сегодня пропиздельничал, то это хуже всего. Надо идти до последнего. Да, я могу сказать, у меня был такой же случай. Тогда в одной из компаний надо было подтвердить квалификацию. Вот. И мне не хватало этого контракта. А время в 12 часов все обнуляется. Время было 11 часов вечера. Было событие. И мы были, я жил с партнерами в гостинице. Они мне говорили, Жень, господи, цена вопроса 100 долларов. Подпиши. Пустышку. И твоя квалификация новая закроется. Новая. Подпиши. Знаете, я понимал, если я сейчас это сделаю. то в следующий раз они сделают то же самое. Я не мог показать такой пример. Я жил гостиницей. И они на меня смотрели. Они ждают. А я вызвал девушку легкого поведения. И все. Я заплатил сутенеру. И ее пригласил в кафе на чашку кофе. И она у меня зарегистрировалась. И полгода она ушла из своей профессии. И полгода она работала. Потом она, к сожалению, пропала без вести. Я не знаю. Надеюсь, что все закончилось хорошо. Она встретила мужчину. И просто он ее стал. Вот. Но она ушла. Оттуда. Вот. Зачастное подписание. Это было честное подписание. Вот только надо до последнего. И перед глазами у ребят остался в чистом виде. И сам себя-то не обмануть. Вот в чем все делал. Потом походил. И она бы теперь терзала. А теперь, когда я знаю банковую теорию отлично. Я знаю. У меня бизнес с рук могут стоять. Потому что когда ты чувствуешь внутри дискомфорт. Потому что ты поступил. Как-то грязненько и гнилостно. Это тут же у нас в пятином ряде отражается. Все работает. Поэтому нужно быть честным. Здесь. В этом случае. Угу. Угу. Вот это вот желание работать. Желание стремиться. Почему я говорю, что когда ты знаешь маркетинг-план. Но не работаешь. Это хуже всего. Наверное, самая сильная история, которая в моей жизни лично была. Это город Уфа. Это структура. Когда в нее пригласили из пансионата для глухонемых. Глухонемого. Вот. И он стал подписывать других. В те времена там даже речи не идет о пособии. Это даже не деньги. Нельзя назвать деньгами. Без перспектив и возможностей у этих ребят никаких тогда быть. А может быть сейчас, к сожалению, в большинстве случаев это так остается. Но они были подписаны. И вы знаете, я видел, как эти ребята работают. Они были у меня в глубине структура. Но невозможно было смотреть на них слез и восхищаться при этом ими. Они ходили с тетрадочками. Вот это вот дикое желание изменить свою жизнь. У них были тетрадочки. Они подходили на улицу к людям и открывали блокнотик. И тут было написано. Здравствуйте. Меня зовут Василий. Я глухонемой. У меня есть бизнес и мне нужны говорящие люди. Если вас интересует доход такой-то, такой-то, давайте пройдем в кафе. В этой тетради есть все условия сотрудничества. В случае, если вас предложение заинтересует, завтра с вами встретится мой наставник. Он говорящий. И вы обсудите уже предложение. Они подходили к людям. И у них структура, в конечном итоге, начиная с нескольких там вот человек, вы понимаете, у вас, по-моему, по сотне было результатов. Они весь пансионат. У них структура, там выросло до нескольких сот человек. Они стали зарабатывать по 1000 долларов. Вот это дикое желание. Я всегда приводил пример. И были события, где там был судный переводчик. Они вот по углу сидели такой командой. Они переводили все мероприятия. И, вы знаете, мы говорящие, у нас есть и ты. Мы можем слышать, мы можем говорить. И мы такие сволочи этим не пользуемся. Это ж каким нужно быть, умудриться быть ленивым, отказаться от таких уникальных возможностей. Ну вот пример. А им было все. Потому что это была их жизнь. Потому что у них были семьи, у них были дети. И они шли с этими стадочками. И они зарабатывали достойную зарплату. Все. Вот это было прям. Поэтому надо пользоваться тем, что у нас есть всем тем инструментом, которые нам сегодня здоровы. Да? Можно поаплодирую чуть-чуть. Ну и насчет того, что у нас есть инструмент. Немножко отвлечемся, разгрузимся. Хорошо? А анекдоты. Кто любит анекдоты? Нет. 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 Немножко отвлечемся. Я запоминал, как стикулируют. Как смотрят в зал, как говорят. Шел душевую. Потому что самое большое зеркало было там. Украл душ. Вот. Вставал перед зеркалом. И повторял всю мимику, жесты. Моя сестра бежала в отбор. Всем кричала. Быстрее, быстрее. У брата опять крыша. Вот. Там все поднимались. Ржали. А я стоял с душем и тренировался. На самом деле все. А потом мы сработали. Все это работает. Так вот. И опять же мой наставник, когда мне впервые дала тему, а я до этого в жизни не хранился. Она говорит, тебе нужно найти фишку. Очень хорошую фишку. Всем урок, чтобы схватывать. Тебе нужно научиться с чего-то начинать. Потому что спикеров очень много на сцене. Ты еще увидишь, что кого-то слушают люди, а кого-то не слушают. Кого-то засыпают, а кого-то хочется смотреть. Потому что, когда мы садимся в кресло, берем пульт телевизора, мы то же самое делаем. Нам достаточно одной секунды, чтобы понять, мы хотим смотреть этот канал или не хотим. Мы не переключаем. И если же вы что-то не переключили, мы здесь не пишем. И тогда, в 95-м году, я эту фишку нашел. Вы можете ей пользоваться. Я когда выходил на сцену и всегда задавал первый вопрос. Всем привет! Кто любит анекдоты? Переключили меня? Нет? Начинайте так. И это здорово. Все. Люди сразу начинаются. Снимается стена с одной репрезентацией. Репрезентация с одной репрезентацией. Так вот. Сидят у подъезда три бабушки. Знаете, бывают такие приподъездные бабушки, которые знают все. Видели таких? Они все знают. Ты проходишь, и все, ты чувствуешь, что тебя раздели. Там уже обсосали кости, уже даже мяса не осталось. Все кровь из тебя выпили, пока ты прошел. А вот сидят у них три бабушки божьего дуванчика. И одна говорит, ой, вы знаете, у нас тут плавка-то жила в четвертом подъезде. Такая толстая-толстая была. Да, знаем. Она же умерла. Представляете, ее в гроб кладут, крышку заколачивает, а жир все вылезает и вылезает. Вторая говорит, ой, да это что? Там печь, вы помните, он длинный спалок, метровый был в соседнем гора. Да, знаем. Тоже ж умер. Вот. Представляете, ее в гроб кладут, а колени все вылезают и вылезают. Ладно. А помните, Машка-то, она вот соседевичка-то была, МЛМ занималась. Да, помню. А кто же померла? Представляете, ее в гроб положили, крышку заколотили, а она все говорит и говорит, и говорит. Это как раз… А, да. Следующий момент. Следующий момент. Очень важный. Здесь разобрались. 80-20, все понятно? Представляете сделано? Не переживай больше ни в коем случае. Мы просто да, нет, следующий. Да, нет, следующий. И все. Нужно найти свои 20%. Они есть. И я много раз говорил, что самую чудовищную ошибку, которую умудряются делать сетевики, они подливают вот это мероприятие. Ну, они думают, там, позвонил подруге, сегодня звонишь, там, ну, как тебе дела? Договорилась в встрече? Да? Договорилась, позвонила. И что, ну да, одна сказала, в понедельник сможет прийти, вторая, на следующей неделе. У кого такие ситуации были? Как грязи. Что происходит в понедельник? Подруга не пришла, а та еще, а та вообще заболела. И еще на неделю пробилась. Две недели из жизни только что корова языком связала. Все. Так не работает. Так нельзя делать. Бизнес надо делать сразу. Потому что вторая ошибка, которая может последовать, если ты в этом проекте 3-4 месяца, и ты за это время не успеваешь делать структуру, бойся. Тебе однажды любой новый человек задаст вопрос, ты сколько бизнеса? 4 месяца. А сколько ты пригласил? Я говорю, да вот тебя сейчас приглашаю. И человек подумает, нифига себе, мне повезло с работой, это 4 месяца буду, так же, как и он, с таким кислым лицом, не имеем права. Пришли в бизнес, нужно показывать результаты. Поэтому на самом деле это все начинается. Надо делать сразу же, сразу же, сразу же, сразу же. Причем это нужно делать много. Учитывая закон 80 на 20, лучше, я показываю максимальный вариант, лучше делать много. Потому что из тех, кто скажет да, нужно понимать, что будут разные, будут те, кто сразу будет работать, будут все, кому надо будет вникнуть, разобраться, загореться. Поэтому лучший рецепт делать сразу, вкрыл, прям ставить себе план с утра до вечера. Я вспомнил, но список именов вообще пошли, просто пролетели у него, я даже ничего не рассказал. Список именов, извините, потому что никак с ним нельзя. Я покажу свой вариант списка именов, хорошо? То есть, кому понравится, можете пройти. Мой список именов это тысяча человек. И всем советую. Кто-то скажет, бог ты мой, только не умеешь, чтобы людей встретить. Неправда. Первое, что мы делаем. Телефон, самое популярное средство. Я рассказываю, понятно, не тем, кто уже в сетевом, мы это рассказываем для новых людей, кто сейчас впервые слышит и никогда в жизни список именов не делал. Но таких людей нет, потому что даже на свадьбе на день рождения мы тоже составляем список именов. Вот. И, кстати, это первая школа. Итак, берем телефонную книжку, открываем на буква. Сколько в среднем контактах у людей в телефоне? Вот 100 и более, я могла бы сказать. Поэтому 100 человек точно есть. Если у тебя в телефоне 100 контактов, значит, по списку именов примерно 400 человек. Делается так. Анисимова Катя. Возраст. Работает. Кем? Лет. То есть, чем больше подробностей, тем интереснее. Где живет. День рождения. Будет повод навестить. Валили. Чем? Анисимова Катя. Анисимова Катя. У Анисимова Катя есть муж вообще. Анисимова Сергей. Почему по нему забыли? Это Катя может быть неинтересно. Сережка как раз зайдет. Вот. То же самое. У них есть дочка-студентка 19-летняя. Анисимова Оля. Понятно, да? У Сергея, вы знаете, есть теща такая улыбчивая. Лучше к ней приезжала. Ну, все равно надо записать. Вот. Анна Константиновна. Вот из 100 человек составляется список 400 человек. У Леховы. Следующий. То есть, первое. Это телефон. Второе. Я просто рассказываю к отецу. Второе. Да. Мы, к сожалению, век технологии утратили многие вещи. Мы перестали писать живые письма. Очень жалко. Потому что в этом был определенный кайф. Мы, к сожалению, перестали читать живые книги. Вот сам вот этот эффект. Вот раз. Вот. Мы пользуемся электронными книгами. Мы перестали запоминать. Мы перестали фотографировать и поначалу проявлять пленочки. И из 36 кадров выбирать два. Потому что сегодня на этот телефон ты сделаешь две, три, четыре сотни кадров. И, понятно, не знаешь, куда их запихнуть. Вот. Но в этом есть счастье 10-й эпох. Потому что это потрясающий архив. У каждого дома в компьютере, в ноутбуке целая куча папок. Открываем папку номер один за последний год. И понеслось. Видим. Вот там групповая фотография, где мы идем. Ищутся резвые почти. Вот. И начинаем описывать слева направо. Также муж, сестра, брат. Сколько можно вытащить на фотографиях людей? Я могу сказать. Это несколько сот человек. Если не тысячи сразу. А пока вы долистаете на фотографии 2015 года отдых в Турции. И вы там увидите Таману. И вдруг вы про нее подумаете. Блин, как мы с ней зависали. Хорошо, что тогда поехали без своих самоваров. Вот здесь вспомнить. И у вас появляется дикое желание ей позвонить. Вы вдруг обнаруживаете, что вы с Тамарой не разговаривали уже целых 10 лет. То есть это хороший повод позвонить человеку. Шикарный повод позвонить человеку. Потому что когда вы будете разговаривать, она обязательно задаст вопрос. Как у тебя дела? Так. А вы как сразу? Да не родила еще. Готов. Тысяча. По сути, телефоны фотографии. Сюда, конечно, можно добавить e-mail. Я сейчас e-mail достаю. Все подряд всех переписываю. Но тут же возникает вопрос. Как всем этим людям написать? Я могу сказать, вы вряд ли дойдете. Этот список никогда не прописываете. В этом нет никакой необходимости. Потому что... Просто когда у вас есть, и вы понимаете, что у вас непаханное поле по списку имен, это уже классно. Все. Ты понимаешь, что ты можешь чего хочешь делать. Ты можешь смс послать. Ты можешь короткие звуковые отправлять сообщить. Это огромнейший список. Это колоссальный фонд работает. Но вряд ли вы дойдете на всех до половины. Это потом, когда уже ради побаловаться. Просто позвоните и скажите, как у тебя дела? Мне делать нечего. Я уже 300 тысяч в неделю вышла на доход. Ну, человек... Не знаю. Позвоните. Ну, вы позвоните. Есть такой вот интересный момент. Это когда спрашивают, Женя, это от чего нужно будет в жизнь подписывать людей? Кому задавали? Ну, не задавали. В чем заключается работа Жени? Мне надо каждый месяц приглашать людей что-то? Я говорю, нет. Если ты правильно все начнешь, нет. В этом нет никакой необходимости. Я, в принципе, могу сказать, что я уже собираюсь приостановить процесс приглашения людей. Вот мне полутора месяцев хватило. Потому что вот этот график, он очень хорошо показывает, что мы делаем. Вот это вот сектор – это приглашение. А вот этот сектор – это структура. В начале бизнеса мы делаем много-много приглашений, чтобы появился один, два, три. Вы знаете, да? Солом, полом. Пишется опять из них не знаю. Структура растет. В наше время мы начинаем уже постепенно распределять. на работу с людьми и на пригласить. В какой-то этап времени мы все больше работаем со структурой. Она растет. Она увеличивается. У нас состоит структура. И если у вас быстро начинает расти структура, то в какой-то момент у вас просто нет времени. И нет компонента бизнеса приглашать. Потому что деньги сейчас здесь лежат. Деньги лежат в структуре. Ты ездишь по городу, обучаешься. У тебя меняется формат. В нашей компании маркетинг. Это не означает, что ты всегда должен кого-то искать, кому-то писать. Нет. Создай структуру и запусти ее. А дальше ты помогаешь, ты развиваешь. В какой-то момент ты просто занимаешься тем, что ты вещаешь тренинги, мотивации. Ты много ездишь, ты путешествуешь. Подписание происходит. Но они кайфовые писали. Потому что среди той массы людей, которые вам сказали нет, есть те люди, которые говорят, я посмотрю на тебя. Говорят такие вещи. Разве не сказали, посмотрю. Что мы должны сделать? Показать. Показать. Так и смело. Я много это делаю. Я буду звонить с периодичностью раз в две недели и говорить привет. Привет. Как у тебя дела? Да, по-прежнему. Ты просто просила напоминать, как у меня дела. Я тебе говорю. Вот за две недели у меня чек сегодня вырос на ты-ты-ты-ты. Вот. Ну ладно. Если надумаешь, звони. Я тебе позвоню еще через две недели. Она будет ждать. Вот через две недели вы звоните. Как дела? Блин. Что-то так же все. Слушай, а вот еще за две недели у меня ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вы знаете, нервы у людей не железные в большинстве. Они не выдерживают. И они говорят, я хочу. Пожалуйста, подписывайся. Все, не вопрос. То есть это случайные встречи, когда ты разговариваешь. Как дела? Работать в компании. Ну и так. Отлично. Пока, правда, мало 160 тысяч в неделю. Ну, ладно, через два месяца на 400 выйти. Можно расходиться. Все, вы ему испортите. Он уже будет думать. И если очень сильно умный и захочет, он вслед задаст вопрос. Простой, расскажи. И так далее. Поэтому не доходим мы до этого списка. Он в себе просто приятен, когда он у тебя большой. Просто большой. И у тебя появляется огромный фронт работы, как с этим делать. Можно просто отсылать сообщение. Просто короче. Различные. Я многим отослал просто сообщение. Привет. Я наконец-то вернулся в сетевой маркетинг. И очень счастлив. Шикарный высоко доходный маркетинг. Есть возможность зарабатывать от 50 тысяч в неделю. Если нужны деньги, срочно пиши мне. У меня много текстов. Я, наверное, около 20-30 разных текстов поменял за неделю. Просто раз на вождение пришло. Написал еще. И начинаю по этому списку. Фигач. Там 100 человек. Один написал текст. В следующем 100. Другой текст написал. Просто пришло. Коротко и ясно. Нужны ли. Некоторые просто цела. Если нужны деньги, срочно пиши мне. Вот. Люди пишут, да. Нужные. Хотел занять. Нет. Занять не получится. А вот рассказать, как заработать могу. Разные вещи. Ну, техники и методики я сейчас расскажу. Мы сейчас к этому зайдем. Мы долго, да, сидим, ушли. Пошли дальше. Давайте. Давайте лучше узнаем. Сейчас уже потом сделаем перерывчик, будут вопросы-ответы, и мы уже спокойно будем договориться. Здесь понятно все. То есть, с 8 на 20 разобрались, прививку поставили, и мы уже спокойно будем не переживаем, не переживаем, делаем вплыл, планируем, и очень честно засыпаем. Очень честно засыпаем. Я, кстати, могу открыть секрет, как я засыпаю. Я, ну, моя структура об этом знает. Я каждый вечер, каждую ночь поздно ложусь, рано встаю, потому что у меня уже в 6 утра стандартно сахалил с вопросами, и потом пошла страна. Но я когда засыпаю, я делаю визуализацию. Каждую раз перед сном я представляю людей из своей команды, как у них все получается. Вот. Они об этом знают. Я представляю, как они стоят на сцене, как у них выросли структуры. И, знаете, мне каждый раз, я вам рекомендую это, потому что это работа и гипостранство. Может быть, у них щечки говорят, ушки горят, пульс горят. Но это точно работает. Это абсолютно точно работает. Это доказано уже факт, когда мы думаем о ближних людях, и мы своими мыслями помогаем. Я расскажу еще одну историю. Я считаю это сильнейшим уроком. Я могу даже больше сказать. Сейчас здесь среди присутствующих, может быть, кого-то это затронет настолько, что он захочет. То есть, если кого-то сейчас это затронет, поднимите руку прямо повыше, чтобы я вас увидел, и я вам дам слово. Вы, может быть, именно сейчас для себя решите. Знаете, сейчас такая миссия пьет. Ну, все, могли. Запьем. Вот или сейчас, или, блин, я ничего не стою в этой жизни. И что-то из вас захочет выйти сюда и кое-что сказать. Это будет самое лучшее действие предупреждать. Потому что у вас больше не будет шансов к этому действию. Это называется обязательство. Это самая сильная вещь. Особенно, когда ты выносишь публичные обязательства. потому что, когда ты выходишь и говоришь… Ватвеев, да, ты достал. То есть можно, а я разрешаю. Ну, как разрешаю? Ну, берите слово. Да разрешаю. Представьте, что вы сейчас выйдете сюда и скажете… Я полностью… Жень, правильно ты говоришь. И вот здесь сейчас… Да, я волнуюсь, но я хочу сказать, что здесь сидит мой наставник. Здесь сидят мои люди. Я вот при всех выношу обязательства, что на событии компании я буду в какой-то статусе и сказать… И тогда у вас будет месяц. И по группочке этого не сделайте. Вы не представляете, какая-то свеча под копой. Это даже не свеча, это лимонка, которую вы вставляете сами себе вот там, где хвост, и выдергиваете чеку. Если вы этого не сделаете, оно в закрыт. Это будет просто попередят своими афантами. Обязательства. Меня однажды после этого события утащили в зал за кулисы 10 женщин. И они сказали, Жень, у нас… Я нужен. Жень, у нас вот десятерых объединяет одно общее. Мы хотим от тебя советовать. Что нам сделать? Мы матери-одиночки. У нас есть дети. Мы хотим работать, мы хотим зарабатывать. Какой есть инструмент, чтобы у нас все получилось? Я им говорю, вы знаете… Такой инструмент есть. Вам нужно… Когда вы сейчас пойдетесь домой… Я сентиментально предупреждаю. Еще ни разу не удалось нормально рассказать эту историю. Поэтому я, наверное, отвернусь в какой-то момент, потому что все живое. Вам нужно по дороге зайти в книжный магазин и купить книгу про Диснейла. Прийти домой и с ребенком поговорить так и рассказать и пообещать, что ровно через три месяца вы… Вы должны пообещать… Вы отвезете своего ребенка… Пообещать так, чтобы, когда ребенок заснет, вы в Питере, как он во сне катается с этим годом. Вы должны видеть эту улыбку. Потому что у вас в последнее время не будет право не сделать это. Это будет детская травма. Но для вас это будет мотивация. И тогда вам будет плевать на все обстоятельства. Работа, холодно, дождливо. «Я болею», «Я с нашварком», «Снегопадом завалил». Как часто мы находим оправдание в этой жизни своему здесь. Также, потому что по незнанию нам кажется, что это нормально, а это ненормально. Сделайте такой разговор. Вы знаете, прошло три месяца с того момента. И было еще одно мероприятие. И в зале не было ни одного человека, кто бы выпустил на слезу. Это было вообще. Потому что на сцене стояла женщина. Да, девять из них не заговорили. Они испугались. Они испугались, что они не справятся. Они испугались, что они сомнут своим детям. И они не смогут. Они проявили слабость. Одна стояла на сцене и рассказывала историю свою. Я послушала Матвеева. Купила открытки с Диснейленда. Пришла домой. И пообещала своему сыну, что через три месяца мы выйдем в Диснейленд. Я даже взяла Дура. У нас календарь висел. И я ему показала, что через два листочка. И вывела вот в этом месяце мы были в Диснейленд. Я ему показала, что нам сынок нужно раз, два. Все. И мы поедем. А потом он заснул. И я видела, что он там. Я родила. До утра. Я говорю, Жень, я тебя материла. Таких слов никто не придумал в великом русском языке. По мне можно было писать толковые и матерные слова. Я понимал, что я дура из дур. Что я вообще сделала. Это чудовище. А потом утром проснулся. Наступило утро. Я все заплатанное. Ко мне подошел сын и говорит, мам, нам же немножко уже осталось. Уже минус один день. А потом говорит, я рыдал второй раз. Это была мотивация. И все получилось. Потому что у нее не было больше времени думать. У нее не было времени думать о том, что подходит это людям или не подходит. Она просто включала в «кл», 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 «кл». Поэтому, если кто-то хочет что-то сказать, вы можете до конца тренинга это сделать в любом моменте. Просто поднимаете «кл», выходите и говорите. И тогда, поверьте мне, у вас будет один месяц. Это будет лучшая работа за машиной. И когда вы будете стоять на сцене седьмого или восьмого числа, и будете получать все поздравления вам на этот телефон, вы можете рассказать историю в историю, когда войдет полностью, станет историей этой компании. Потому что ваша история, она будет потянуть за тысячи рублей. Но все сейчас решается на том стуле, на котором вы сидите. Вы можете меня прервать в любой момент. Ради таких обязательств я всегда стараюсь. Потому что это не лучшее, что уже. Обязательство – это ключ. Поэтому все. Как кто-то будет готов, просто поднимите руку и выходите. Я продолжаю. А вы думаете, да? Взвешиваете. Отключайте взрослого. Потому что чем больше сейчас у вас взрослый, тем больше барьера встает. Не нужно думать. Отключайте думу. Включайте дело. И все будет. Просто вышел, сказал, а потом хоть дума не дума. Все. Я уже не знаю. Пожалуйста. Все. Я сказал. В любой момент постановится. Это очень важно. Обязательство – это вообще ключ в бизнесе. И если мы даем себе обязательства, например, я обязуюсь всю неделю за 2-3 минуты до 10 утра приходить на зарядку Сергея Савича и не пропустить ни одной зарядки. Я обязуюсь в этом месяце подключить более 10 человек. Сегодня, кстати, два подписания. Я просто спонсора послушал, мне спонсор сказал, а как заработать денег в компании, где сроки продают и так далее. Он говорит, я один раз услышал рекомендацию одного человека. И он сказал, 20 человек влево поставь, 20 человек вправо поставь и бизнес будет сделан. То есть я даю обязательство 20 человек влево поставить, 20 человек вправо. Но я уже иду к этому. Вот когда будет такое обязательство выполнено, я сразу дам другое обязательство. Вот. Пока вот такое обязательство. Вот. Мне очень понравилось то, что здесь было нарисовано. Вот как вот схема. Да, она прям очень крутая схема. И вот. Чем быстрее мы это обязательство выполняем для себя, для самого себя, тем, конечно, круче. Вот. Ну, а так у меня... Почему я в бизнес пришел? Я занимаюсь благотворительностью. Мне надо выкупить большой заповедник, выкупить колхоз, там, где животные будут под защитой и так далее. В принципе, мне деньги нужны только для этого. Поэтому я дал себе обязательство делать весь бизнес. Вот. Поэтому я здесь нахожусь. Вот. 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 Продолжение. Вот. Ну, так вот. Всем привет большой. Елена Рушевская. Многие уже знают, что я дала сама себе обязательство уже до этого события, что я приду на день рождения компании в рамке супервайзер «Одна звезда». Я уже прочитала, как это делать. Мне нужно тысячу баллов в неделю. И я это сделаю. Кто еще захочет, подняли руку и громко выходим. Я сразу наступаю. Сейчас в других городах сидят. Очень интересно. Друзья, меня Олег зовут, фамилия моя Шков. Я с сетевым маркетингом знаком 27 лет. Команду создавал огромный, 64 тысячи человек. Самый огромный тренинг. Я проводил сегодня огромное. Все благодарю просто низкий поклон. Сижу как ученик, слушаю и понимаю, что чему-то надо учиться. Сегодня я присоединился к этой компании. Это мой наставник Денис, это мой друг. Все не случайно. Прямо день рождения супруги. И мы сегодня даже поехали сейчас в театр. Команду в трамвале. Поэтому это уже победа над собой. Обязываюсь к открытию компании, быть с командой, быть на всех презентациях, приносить максимально пользы. Проводить тренинги, проводить пронсертацию, но и посетить город Казань, Сергея Мэйс-Тениска. Благодарю. Как всегда. Ждем следующих. Я продолжаю. Я не покажу без островок, а то есть про вещи. Я ее рассказывал, правда, на советке, но может быть, честно, кто-то не слышал и кто-то, надо увидеть. Запись, она послужит. Вот когда я рассказывал про человека, который поставил 20 точек. Я именно благодаря этой истории, и может быть, для кого-то эта история послужит таким стартом, однажды решил сделать то, что никто никогда не делал. Мне нужно было заработать денег, но для того, чтобы заработать определенную сумму, я посчитал, нужна структура с нуля 300 человек. 300 человек за один месяц. Я понимал, что это невероятно тяжело, то есть совсем тяжело. И чтобы поставить себя в условия, чтобы никто ничего не мешало, я выбрал маленький город Казань, который переводится как «Величьего бога». 60 тысяч человек за «Величьего бога». И я понимал, что впереди будет пахота. Но был настроен, готов. И все, что мне понадобилось, это только один ежедневник. Ежедневник, в котором вот перед глазами была вся неделя, и расписанное время от 7. Я расписал время от 7.15, 7.15, 7.30. То есть по 15 минут. Расписал до 24 часов. 23.45 до 24 часов. А вот поскольку мы заканчиваем в большинстве действительную работу, опынки, ужин начали готовить и заводим. Не правильно. Пока вот это, вот это, вот пока ты идешь на первом шагу, но нет ужин. Мужу можно просто подарить очень много пакетик с инструкциями, как пользоваться микроволновкой, стиралкой и так далее. Все и сказать, через полгода у тебя будет новая машина. Пожалуйста, не мешай. Вот, готовь, вот, дети, запомни их имена. Да, я не пейсинг. Я приехал на такой, у меня не было времени знакомиться. У меня не было времени, и поскольку, как-то делают, все реки раскачиваться, искать, кому позвонить, кому рассказать, ждать, когда он через день придет, через неделю. Я просто нашел, где люди работают, там была промзона, около промзона была кафешечка, все люди в 6 утра туда шли, вот такие, да? Вот, мы же знаем, какие они идут. Вот, с таким лицом я подходил к людям, к оттуда, на расстоянии, и просто мне было без разницы. Здравствуйте, вам нужны деньги? Нет, здравствуйте, вам нужны деньги? Нет, здравствуйте, вам нужны деньги? Да. Мне говорят, давайте мы с вами пройдем в кафе, 15 минут зайдет с кащей, пойдемте. Набрал кофе, пили. Я очень долго. За 15 минут презентацию провести, но так, чтобы человека задеть, это надо уметь. Вот, поэтому у меня не было времени уметь. Не было времени рассказывать, как работают продукты, времени расписывать, маркетинг-план, ждать, пока он поймет или не поймет. Тем более, мы же прекрасно понимаем, что большинство людей, когда слышат такие слова, CV, супервайзер, вот, проценты, они нифига не запоминают. Ну, и вот честно скажу, ну, уж простят меня все, кто с этим не согласен. Нет, я сейчас в рогусь срожу. Я просто говорил, сколько ты зарабатываешь? Сколько вы зарабатываете? Чего я говорил, 40 тысяч? Я говорил, скажите, пожалуйста, если я вам дам зарплату 120 тысяч, куда вы ее потратите? Ого! Так, машины куплю, сапоги же не куплю. Я говорю, я еще через месяц, если дам 120 тысяч. Просто в три раза больше. Куда потратите? Туда. Я говорю, если через три месяца я вам дам зарплату 200 тысяч или 300 тысяч, куда ее потратите? Ой, ну тут уже, да, уже ребенка в школу. Я говорю, я вам делаю предложение. Мне нужны люди, моя команда. Я вас научу в течение месяца зарабатывать деньги в три раза больше, чем ваша зарплата. Много от вас времени не понадобится. Все, что от вас понадобится, это сегодня не пойти на работу. Скажите, что заболели, придумайте что-нибудь. И в 9.15 здесь быть с двумя людьми. Пока я с ними разговариваю, в 11.15 быть с двумя людьми. И давайте в 18.00 быть с двумя людьми. Хотите деньги, если у вас вписать, шину, шубу и отпуск, и школу для ребенка? Хочу. Сегодня вы не работаете. Я вас жду здесь, в этом кафе в 9.15. Все, ушел. Здравствуйте, вам нужны деньги? Нет, здравствуйте, вам нужны деньги? Да, полете сколько? Полете. Меня зовут Евгений, вас зовут Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна, сколько вы зарабатываете? 45 тысяч. Татьяна Васильевна, если мне нужны люди для моего бизнеса, и я могу вам помочь заработать деньги, абсолютно легально и законно, в три раза больше, 150 тысяч. Скажите, вас устроит такой доход? Ну да, нужны деньги. А если вы будете получать такую зарплату в течение трех месяцев, и все больше, больше, то я говорю, от вас много не потребуется. Вам сегодня нужно просто идти на работу, и давайте так, в 10.15 вы с двумя людьми, завтра в 8.00 с двумя людьми, в 12.00 с двумя людьми, в 13.00 с двумя людьми. Понятно, да? И вот эта вот схема пошла, 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 пошла. Но надо, не было времени слушать, не хочет, не надо. Здравствуйте, вам нужны деньги, нет. Здравствуйте, вам нужны деньги, да, пойдемте кофе копить. Я могу вам сказать, что я кофе не пил, лет потом, 15, наверное, после этого, вообще, то есть даже близко не употреблял. Вот, я не мог на него смотреть, у меня слово кофе, а у меня уже давление уже в глаза выбивалось. А вот это была пахота, все, это была пахота, 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 я могу сказать, что через неделю я в кафе уже не сидел, уже не сидел, потому что первых линий уже было столько подписано, что дальше мы просто ходили в гости, мы собирались в других местах, в гостинице, везде. А я, по-моему, даже до конца недели, мне кажется, я ушел уже в кафе, то есть я кофе напился на 15 лет и больше не хотел, все, мы пили дальше чай в других местах. А я могу сказать, 300 человек подписать за месяц вот с нуля вообще практически невозможно, ну, точнее, от слова совсем, ну, невозможно. Взять их просто 300 человек. Конечно, у меня тоже этого не получилось сделать, так понятно, что столько не делали. Но, к счастью, я все-таки постарался по-честному, вот, то есть я максимально старался прийти к этой цифре, но нифиг с ним что не получилось, потому что я подписал фиксировать за человеком. Вот так. И никуда тут не идешься, потому что ты начинаешь работать, она начинает работать, работает, работает, работает. Главное, посмотрите, что вот в этой схеме хорошее. Ты пригласил человека, ты сразу говоришь, веди, 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 веди. Ты можешь даже не разговаривать, я буду с тебя разговаривать. Ты просто веди, 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 давай свой домашний адрес. Мира 16, квартира 23. А зачем вы взяли адрес? Я приду с ним в 11 часов. Собирайтесь, пожалуйста, 23 часа своих соседей по площадке. Вы думаете, я не приходил? Я на поле приходил, 23 часа, открывал, ты усиляв, ой, я думал, ты не придешь. Нет, я пришел и не выйду. За весь соседа, не знаю, там, что, ну, вставай из кровати, будем разговаривать, все. Мы разговаривали, наглый, но не было времени. Крути, потом, мы благодать, потому что они получали деньги. Это та самая история, да, когда потом мы приехали сюда, в Москву, с огромной командой. Самое интересное, друзья, и самое главное в этой истории заключается в том, что это было самое начало сетевой моей карьеры. Это было самое начало. У меня еще не было столь суперпрофессионалов, у меня было только полное теперь желание. Но вот эта группа, 560 человек, в маленьком городе, я могу сказать так, это является абсолютной правдой. Никогда больше я в сетевом маркетинге не работал. Ни раз, ни одного дня я больше не пахал, потому что в этом не было больше никакой необходимости. Эта группа через месяц уже была 2 тысячи человек. На третий месяц уже 5 тысяч человек. В конечном итоге, эта группа, ну, она выросла в какое-то количество, многие потом с вами приехали в компанию, пока не доросло до 145 тысяч человек. Это был один месяц жизни. По сути, даже одна неделя. Это не месяц, это одна неделя, но это была паха. Ну, а так, что у тебя денег, а не все, у тебя там взрывы, чеки, квалификации. Можно попахать на день? Мы в замкнутом, я тоже фантастически, но компания дает такие возможности получать миллионы в неделю, и мы умудряемся печь пирожки. Это же каким нужно быть. Прямо вот надо себе однажды сказать, да я сволочь просто, блин, паразит. Знать такие секреты, ничего не делать. Надо работать. А чтобы работать, нужно очень сильно хотеть. А чтобы была мотивация, надо выйти и сказать обязательство. Даю шанс. Вся страна стоила, ждет. Кто там следующий будет, да? Кого он там допечет сегодня? Ладно. Дальше идем. В принципе, давайте, наверное, напоследок я все-таки скажу. Хотите, я расскажу способы, как находить людей? Вот. Всякие, необычные. Мне очень нравится всегда работать по стандарту. Сбой конек, ну да, во все времена. Это не стандартный метод. Так, чтобы легко и гравочи. Мне не нравилось никогда саму навязываться. Поэтому я вообще люблю, когда просто создать ситуацию, при которой мне должны задать вопрос. Чем ты занимаешься? Поэтому и здесь, в новом волне, по чесноку говорю. Я, в принципе, не навязываюсь. Я всем просто отсылаю бомжей. Называю сообщения. Сообщения. Которых наговариваю и рассылаю. Кто отреагировал, раз отреагировал, тогда уже и начинается. Ну, мне так нравится. Может быть, это не совсем правильно говоря. Ну, мне нравится, когда меня спрашивают. И, естественно, было очень много разных методов работы. Рассказываю интересные методы, которые можете использовать сейчас. Например, особенно новичкам актуально, кто боится заговорить. Так, чтобы внутри переживать. А вдруг я что-нибудь не так расскажу. Вдруг не то расскажу. Самый красивый метод. Если вы звоните своей подруге и говорите честно. Таня, слушай, у меня к тебе дело. Просто ты моя близкая подруга, и я только могу тебе доверить этот момент. Не хочу, чтобы она, ну, как-то стесняюсь. Я сейчас работаю в суперпрутой компании. И я сейчас учу текст презентации. Можешь послушать? Вот как будто ты вот сейчас со стороны. Просто послушай, как это звучит. И потом скажи, что тебе понравилось. И что бы ты, например, хотел услышать. Мне только нужен честный ответ. И Таня говорит, если Таня говорит, да, давай, я говорю, отрывайтесь. Просто отрывайтесь. Говорите. Таня слушает, слушает, слушает. И потом она дает свой вердикт. Скорее всего, будет, ну, либо свое мнение скажет недалекое. Вот, либо она скажет, слушай, интересно, что это такое, почему ты не делаешь, да, там не послушай. Конечно, нужно проявлять творчество. Потому что если у этой Татьяны есть какие-то заболевания, то правильно или умно во время изложения текста нужно продвижаться. Если Татьяна ищет работу, или она хозяин, во время презентации, или она мамочка в декрете, что нужно сказать, когда ты текст нарабатываешь? Это компания, которая специально была создана для тех, кто находится в декрете. Раз. Это самый простой вариант, на который можно вот прям буквально всем-всем-всем. Второй, на самом деле, очень популярный вариант и очень хорошо работающий, когда ты создаешь просто чат в телекамере. Чат для друзей. Создали чат для друзей. Вы знаете, вам, наверное, проходили такие сообщения от знакомых? Пожалуйста, проголосуй за меня, когда просят. Кому приходили от друзей такие сообщения? Да, пожалуйста, проголосуй. Мы же заходим от всего сердца, голосуем, там, поддержи меня, там, создаешь чат. И у меня такой чат. Я первым делом что-то сделал, я создал чат для друзей. У меня первое, что получилось, я сделал чат, он называется «Новая волна знакомств». Вот, куда разместил маркетинговый план. Куда разместил, первое, кого я повесил, Денис Теркачев, выступление там у меня есть. Презентация. Я, кстати, мужскую презентацию повесил, которую проводят ребята Сергей и Денис. Ну, я просто честно скажу, наверное, женщины поддержат. Женщинам приятнее. Слышать, ну, слышат мужчин по-другому. Поэтому, поскольку 80% аудитории женской, я тоже, как бы, этой психологией пользуюсь. О продукте. То есть у меня, как бы, все необходимое. И я туда всю эту рассылку всем даю. Хочешь познакомиться, заходи по этой ссылке. Можно забрать в этот чат всех своих друзей, послать им. Зайди, пожалуйста, по этой ссылке, поддержи меня, пожалуйста, про лайк. Можно написать? Ни к чему не обязывающий тех. Вы людей, в принципе, никуда не зовете. Вы просто даете им ссылку с просьбой по-дружески, поддержи меня, про лайк. Вот, они заходят, естественно, они читают, у кого возникает интерес. И в этот чат вы постоянно докидываете, докидываете. То есть вот сегодня презентация была, я в этот чат, естественно, кинул информацию, что сегодня будет презентация. Там много людей, кто сейчас ее послушали. Я могу сказать, что у меня несколько человек приняли решение после презентации Black Wave, когда было, насмотрелись, и сказали, это было классно, потому что Black Wave, его невозможно было пропустить, когда его презентовали, ему хотелось. Потом Красная дорожка была, тоже понравилась мне нескольким людям. Я тоже ссылку просто дал, и они смотрели. То есть вот так происходит рождение, мы достучались на людей. У кого нет чата такого чата? Вы знаете, это просто, вообще просто, и никого не надо стесняться. Вы послали всем, и все, пожалуйста, заходите, заходите, заходите. Бывали такие моменты, когда просят, Женя, я вообще там стесняюсь заговорить. Ну, я, естественно, вначале говорю, что стесняться надо без денежки. Но на всякий случай, пожалуйста, есть другие варианты работы. Ну, для этого надо ходить просто в гости тоже. Приходите в гости, у вас в пакетике лежит продукт, брошюры, пакетик. Приходите в гости и ставите его куда-нибудь. Ну, это для самых скромных вариантов. Куда-нибудь. Посидели, чай попили, в туалет сходили. Слава Богу, на этом. И пошли домой. Только через час надо позвонить. И сказать. Оля, слушай, место не могу себе найти. Полужизни перед глазами пролетело. Посмотри, пожалуйста, я пакет не оставил у тебя там за цветами, по-моему, туда все поставила. Могла туда. Хотела на кухню, но поставила туда. Потому что там, ты не представляешь, это продукт, который просто сегодня стоит миллионы. Все равно. Без него жить невозможно. Оля идет, смотрит, говорит, да, ты оставил пакет. Я к тебе запеку завтра. Или сегодня вечером. Хорошо, хорошо. Как вы думаете, по психологии, какой процент людей туда плюх стоит? 99% очень высокий. И брошюру прочитаю. А если баночки будут открыты, понюхаю. Ну, полакать-то вряд ли, может быть. Понюхать, понюхают. Вы вечером приходите. Да просто это было, вы не представляете, сколько раз. У меня сотни историй, которые я эту тетельнику сделал. Я ее не просто так рассказываю. У меня через нее прошло сотни человек. И у всех был всегда один и тот же результат. То есть я рассказываю живые вещи. Они приходят, и подруга говорит, слушай. Ну, если сказать честно, я посмотрел, а что там? Ты не представляешь. Мы знаем, что у этой подруги, например, есть проблемы с кровеносной системой. Что нужно сказать? Мы же не врем, мы же рассказываем. Просто мы акцентируем внимание на чем-то определенном. Да ты не представляешь. Это я продукт для галки или для себя. Лучше в мире нету то, что чистил продукт. А особенно сейчас и ковид. Все эти заразы снимают рукой, как после бани за три дня. Вот. Вообще. Он говорит, слушай, слушай, подожди, какая кровь. У меня же тоже было тебе. А почему ты мне не сказала? Как я тебе не сказала? Я тебе разу не звонила? Ну, прости меня, милосердно. Садись. Просто-просто. Пожалуйста. Все это работает. Можно использовать. Поэтому с продуктом надо ходить. Везде и повсюду. Быть везде. Кстати, вы сегодня рассказывали про поезд. Денис, ты, да, про поезд рассказываешь? Да. А, я ехал в поезду. А, да. Как надо работать? Я вообще в шоке был. Я никогда не видел, как сетевики работают. Я был в шоке. Когда я еду. Весь поезд был в шоке, когда уже мы доедем, потому что нам работал настоящий сетевик. Рекрутер там. Я так же подписывал в поездах. Я шел в вагон ресторан. Платил деньги начальнику поезда, чтобы он увидел 18 часов в вагоне-ресторане. Состоится презентация. И я проводил встречу. Пока ехал, тут же подписывали. А что грустить? Вообще, что грустить? Когда ты приезжаешь в отпуск, куда-то отдыхать, нужно с собой много флэеров брать. Вы знаете, да? Вот. Идти сразу к администратору, подарить коробочку. А то я сейчас уеду. Вот. Коробочку подарить. И сказать, можно флэера положить во все номера. И на этих флэерочках должно быть написано, здравствуйте, я отдыхаю в этом же отеле до 10-го числа. Могу с удовольствием сказать о продукции. Все горничное положат, и они будут во всех номерах прижать. Никому интересно. Люди знают, что вы где-то здесь, вы работаете. На самом деле, способов подачи информации для огромнейших количеств. Главное, это просто везде быть. То есть нужно быть с продуктом, и нужно, кстати, иметь физически еще. Даю хороший совет. Вот сам себе сейчас еще будет организовывать. Потому что действительно, где-то нужно прям быстро. Так, что еще интересно стоит. Спрашивайте. Может быть, начнем кто-то толкнет, потому что много-много говорю, уже не может. Три-четыре голосовых сообщения. Как приходят мысли вообще? Как такие озарения приходят? Вы последние прочитаете. Бомжа, последнего бомжа. Чтобы далеко не ходить. Самые эффективные бомжи. Так, это какого читать? Это формат. Ну, то есть, как бы вообще сучачок, который подготавливает для того, чтобы отправлять. Текст можно изменить. Я как бы в общем его сейчас почитаю. Здесь мне почему-то захотелось так прям резонуть по сердцу. Доброе время суток беспокоит... Это я составлял, по-моему, незнакомый. Для кого я давно не видел, по e-mail, там, вот так. Доброе время суток беспокоит Евгений Матвеев. Очень захотел написать вам речь. На буду рад, если не только внимательно прочтете это обращение, но и примите мое предложение о партнерстве и сотрудничестве. Я с огромным удовольствием, словом, погрузился в индустрию MLM. И, опираясь на свой профессиональный опыт, выбрал компанию с самыми лучшими условиями для быстрого роста и заключения максимального дохода. Это компания «Новая волна». Сразу и коротко о плюсах. Если у вас нет опыта работы в MLM, эта компания точно для вас. Я не люблю продажи и продавать, но точно знаю, как строить структуру и готов этого вас научить. Также у вас будет дополнительный доход через 5 месяцев от 50 тысяч рублей. Приглашаю вас в личную компанию. Мой совет. Как прочтете, напишите, Жень, хочу, и задавайте мне вопросы. И будем дальше вместе разбираться. И еще. Мне некоторые уже написали, что, Жень, вроде очень хочется, но страшно. Я скажу, что такое страшно. Страшно это, когда зуб боли до вылечивания денег нет. Отказываешь ребенку дешевые игрушки. Есть просрочки по кредитам. Снимаешь покрытие с ногтей, потому что нет денег на коррекцию. Считаешь монеты, чтобы хватило на машутку. Несколько лет ходишь с одной сумочкой зимой и летом. Коммуналка не оплачена 3-4 месяца. Видишь, как стареют родители, бабушки и дедушки, а ты ничем помочь не можешь. Стоишь продуктовым у кассы, и мне считаешь, хватит тебе денег на карточки. Страшно навсегда упустить возможности, которые дают жизнь. Я готов помочь тебе изменить все, что я написал в этом списке. Мы вместе будем зарабатывать. Ну, оно пусть может показаться долгим, но это просто один из вариантов, который мне наверило, и я его решил послать, чтобы задеть за живое. Вот. Ну, короткие, самые короткие предложения, которые отправлял, я уже говорил. Что там я писал? Хочешь денег? Да, хочешь денег, могу дать. Если нужны деньги, срочно пиши мне. То есть вообще самые короткие. Вы знаете, я еще раз хочу сказать, я это делаю так. Написал там 50-100 по этому тысячному списку, другой текст придумал, написал, отправил. Вначале я хотел посмотреть, какое объявление будет работать. И вы знаете, опять случилось то, что происходило раньше во всех компаниях. работает любой текст. Просто кому интересно, тому попадешь. Но, если честно сказать, у меня все-таки есть любимый текст. Вот есть. Я его, так уж думал, ладно, расскажу уже, все. Раз сегодня мне подарок подарили, так как за ген. Я его больше всего люблю. И мне он очень нравится. И я его давал, когда во все времена газеты, бегущие, помните, раньше бегущая страха была, в интернете, в инстаграм, везде, в тикток, я перечисляю запрещенное, да, по-моему, в общем, в социальные сети, это можно дать. Но это мой любимый текст, у меня он работает навсегда. И я, естественно, его обязательно сейчас, да, через некоторое время, это уже, знаете, это по кайфу писать. Вот еще, вот, текст очень простой. Лечим синдром хронической неподвижимости. Вот этот текст. Или лечу, или лечим. Лечу синдром хронической неподвижимости. Я могу сказать, что люди недалекие и очень зашоренные не звонили никогда, потому что они тупо не могли понять, вообще, в чем смысл. Но звонили другие. И всегда было, смотрите, что, человек звонит и говорит, здравствуйте, я по вашему объявлению. Я говорю, вы больны? Да. Я говорю, сильно? Хроника, Евгений. Ну, когда мы там познакомились, здравствуйте, мне есть объявление, а у вас там, я вошел, я вошел, я вошел, я говорю, да, я звоню по объявлению, у вас такой текст интересный. Да, вы больны? Да, сильно? Он говорит, хроника вообще. Я говорю, ну, вы обратились по адресу, как раз тот самый доктор, который лечит. А давайте мы не будем оттягивать нашу консультацию, а завтра с вами лечимся в уютном карты. Как вы на это смотрите в 12 часов дня? Да, с удовольствием. И мы, когда встречаемся, она идет, мы знаете, что делаем? Мы улыбаемся. Вот, потому что вчерашний разговор, мы снимаем, вот это объявление и вот это предварительное, он снимает барьеры, когда ты сидишь и друг друга изучаешь, он тебя изучает, ну, что ты мне там на уши сейчас повесишь, ты его, пытаешься в слабые места найти, а здесь мы улыбаемся и опять раз, в конце концов. Сильно, хроника-то, давно болеете? Шутками, переповодками, да, что на последствии так уволили его в последние полгода, прям вообще, не встать, не сесть, хроника окончается. Давайте. Начнем выздоравливать свои. Готовы? Готовы. Я говорю, а сколько вы хотели денег для начала? Я потом вам скажу, почему я так спрашиваю. Вот сколько бы вам хотелось в месяц денег? Она говорит, ну, не знаю, ну, давайте начнем со стратегии. Знаете, зачем мне это нужно? Чтобы я ей маркетинг показал, что он 100 тысяч, не на 20, а на 100 тысяч. Вот, чтобы она увидела, что это. Но показать так, чтобы она увидела, что это только под и будет выше. То есть, сразу фонд работ нужно показать. И все. Второй вопрос, который я задавал, что вы с ними сделаете? Это очень важный вопрос. Я не зря вам сам вначале его рассказывал. Что ты сделаешь? То есть, помните, я рассказывал, я подписывал, что ты получаешь, и тебе там гораздо больше, что ты сделаешь? Что вы сделаете? Важно, что человек сказал, коммуналка. Да, свет должен быть уже. Выдовольный? К сожалению, это коммуналка. Я говорю, так, коммуналка, а сколько у вас долг? Да, честно, говорите уже, стыдно сказать, там все критически, 400 тысяч. Я говорю, знаете, ну, это сумму, надо будет работать, вы готовы, но я вам помогу, мы это сделаем. Да, это займет время, мы не будем сейчас быть голословными, но это реальная сумма. Мы к ней придем, мы заработаем. Тем более, как я понимаю, третий момент, как я понимаю, сейчас у вас возможностей нет. Нет. Как вы думаете, что у него в голове заикарилось? У него заикарилось, что есть возможность. И другого пути у него сегодня. Просто психология хорошая. Учитесь. Нормально работаем. Я люблю это явление, поэтому можете, даже друзьям создать чат и всем познать, друзья мои, лечу синдром хронической нехватки денег. Зайдите, изучайте. Но только срочно. Мне нужно действовать цену. Ну, раз мы дошли до психологии, я не знаю, сейчас, наверное, все кучу, что-то уже смешано. Или последнюю. Да, да? Когда мы проводим встречи, все проводим встречи, дома, в офисе, где-то, как правило, в любую встречу входит три момента. Первый, мы говорим о компании, да? и сегодня, даже классический пример, о компании, Денис. Потом был продукт. И третье, Сергей, возможности. Это классика. Перспективы. Вот. Многие, как бы, здесь можно уже добавлять в интервью, я бы, в интервью, в интервью, на таких, да. Я могу сказать, что очень много людей, в зависимости от своей зашоренности в голове, от проблем в голове, потому что пришла на встречу, а дома больной муж или ребенок. И просто чисто психологически человек может не все слышать, она наполовину уже там. Да? Но она обещала, как поработать. И она пришла. И она слушает. То есть я к тому, как качественный, то есть я сейчас просто даю рецепт качественной встречи. Вот. Это хороший психологический рецепт. Пришел мужчина, он послушал, послушал, но у мамки, когда впервые, когда они сталкивались с сетевой, они слышат. Вот эти проценты. 10, 15, 20. Супервайзер, дай бог на отсечении. Если он выйдет, сейчас его внизу на первом этаже поймать и попробовать повторить по памяти. Ну, понимаете, да? Вот. это надо рассказать, чтобы образная картина была, просто потом довести. Но у людей, в большинстве случаев, это пока такая, ну, как бы увидел, увидел. И вот он все часто, встречи заканчиваются, все говорит, хорошо, я пойду, вот думаю, и как ушел, так, и, собственно говоря, все, где-то думает, а знаете почему? В какой-то момент вдруг решил этот вопрос назначиться и стал интересоваться, почему, задавать вопросы. Он приходит домой, жена говорит, где ты был там? Она встречает. Ну и что? И он, блин. И он начинает рассказывать, вот это что попало. Я говорю, ну ты дура. Ладно, давай котлеты. Я могу сказать, что в какой-то момент вот эту штучку я чуть-чуть поменил. Ну, может быть, она пригодится во время частной встречи, может, во время официальной презентации, но это по желанию. Но во время частной встречи это очень приятно. А еще другое, посмотрите, бывает так, что ты целый час рассказываешь, 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 а человек так воспитывает, он не может вас привать. Он видит, что вас несет. Он думает, ну, блин, ладно, пусть человек балдеет, сейчас он закончится, надеюсь, скоро, пойду уже домой. Он так воспитан. И он говорит, да, все, спасибо, я пошел. А вы целый час потеряли. Поэтому я начал так. Я когда разговариваю с Уфмией, я рассказываю о компании, а потом стою вопрос. Скажите, вам интересно? Это наша техника, которая получила название, два вопроса. Вам это интересно? Нет. Ладно, все, спасибо за чистоту, за откровенность. Сегодня кто-то по статистике должен был один откажаться. вы мне сделаете статистику. Или человек говорит, да, интересно. Второй вопрос. А что вам больше всего понравилось? Я расскажу, когда все полиции. Вы видели, как поступали? Ведь каждый, ребята, это же за спиной у каждого колоссальный сетевой опыт. Колоссальный, не дилетант, колоссальный сетевой опыт. пройдя большую сетевую школу, они сегодня здесь. И для меня это важно. Я показываю, что сегодня в окружении компании люди, которые уже абсолютно точно знают, где плохо, где хорошо. И если сегодня такое окружение в компании, уже сформировавшись, как минимум здесь надо быть. Рассказываю продукты. Вам это нравится? Да нет, наверное. Спасибо, до свидания. Вам это понравилось? Да. А что вам больше всего понравилось? Он говорит, мне понравилось, что здесь, блин, раз вы говорите о щелачивании, действительно, это надо, я хочу быть здоровым. Мне понравилось, да, мне вот этот продукт, сок понравился, который нам гостили. Идем про маркетинг. Вам это понравилось? Нет, это не мое. Спасибо, до свидания. Вам это понравилось? Да. А что вам понравилось? Чекать, чекать. Все, чекать, чекать. Неужели так много будет? Все, что нужно сделать, нужно еще раз рассказать про каждый пункт, который ему понравился. Вот этот человек приходит домой, и же нас нашли, где-то, говорит, слушай, что это предложение шикарного? Во-первых, профессионал. Поздравляю продукт, который точно тебе нужен, я уже понял, я уже решил, свои пункты, вот обязательно, и самое главное, то есть человек говорит, у него заякорилось, через эти вопросы. На самом деле, я считаю, что встречи, мы бескачественны сразу. Ну, я провожу именно так. Поэтому, если это совсем интересное, я советую, я постоянно использую, вам понравилось, что вам понравилось, и что вам понравилось, понравилось, а что вам понравилось, это будет. И обязательно нужно заякорить. Вот. вы, наверное, сегодня перелинтили все, что тут у вас можно. Это вообще. Все, что вам понравилось. Просто ради интереса посмотреть, сколько там осталось. В онлайне? Да. Слушайте, все 62 человека, ребята, вы молодцы. Вот прям вообще, давайте поаплодируем всем, кто там. Не, ну, значит, ну, хорошо. Слушайте, ваш ангел точно сегодня у каждого. Вот если бы вы еще сейчас прям встали, каждый в своей квартире, кухне, в зале, и прям вынесли обязательство перед зеркалом, каждый сам себе, это было бы вообще лучше. Сделайте так. Или перед женой. Прям скажите, я куплю тебе шубу в следующий день. в начале себе машину. Если спросите, что я сделал, я сделал, в самом деле. Я давно подумывал сменить машину. Самый лучший способ это остаться без нее. Я свой джип подарил тести. На первой неделе как-то писался в компанию. Чтобы у меня была мотивация заработать на новой джип. Потому что чем дольше я буду буду ездить, тем больше я буду торопиться. Движемся вперед. Хорошая мотивация. Ну и я теперь помешал. Теперь уже все. Кто-то еще хочет сказать быстренько, потому что у нас первая часть и остальная заканчивается. Пожалеем, оставим на следующий раз. Конечно, много можно чего рассказывать. Поверьте, ребята, те, кто сейчас меня слушает, таких школ и тренингов у многих лидеров очень много. И у нас будет обучение, которое будет в честь открытия компании. Поэтому приезжайте и вживую почувствуйте вот эту атмосферу. Потому что все равно одно дело, когда ты с экраном смотришь, ну да, вы молодцы, понятно, что из Магадана сейчас сюда не прилететь, хотя можно, если захочет. Но быть здесь, когда ты переживаешь, все равно, это да. Поэтому 7-8 числа все 62 человека должны быть в Москве. Да, будет так. Все, всем спасибо большое за внимание. Спасибо.